Леонид Соловьев. Повесть о Хадже на Среддине. Читает Геннадий Постригайло. Памяти моего незабвенного друга Мумина Адилова, погибшего 18 апреля 1930 года в горном кишлаке Нанай от подлой вражеской пули, посвящаю благоговея перед его чистой памятью эту книгу. В нем были многие и многие черты Хаджина Среддина, беззаветная любовь к народу, смелость, честное лукавство и благородная хитрость. И когда я писал эту книгу, не раз мне казалось в ночной тишине, что его тень стоит за моим креслом и направляет мое перо. Он похоронен в Канебадаме. Я посетил недавно его могилу. Дети играли вокруг холма, поросшего весенней травой и цветами, а он спал вечным сном и не ответил на призывы моего сердца. И сказал ему я, для радости тех, что живут со мною на земле, я напишу книгу. Пусть на ее листы не дуют холодные ветры времени, пусть светлая весна моих стихов никогда не сменяется унылой осенью забвенья. И, посмотри, еще розы в саду не осыпались, и я еще хожу без клюки, а книга Гюлистан, что значит цветник роз, уже написана мною, и ты читаешь ее. Саади Эту историю передал нам Абу Амар Ахмед ибн Мухаммед со слов Мухаммеда ибн Али Рифаа, ссылавшегося на Али ибн Абд Аль-Азиза, который ссылался на Абу-Убейда аль-Хасима ибн Селяма, говорившего со слов своих наставников, а последний из них опирается на Амара ибн Аль-Хаттаба и сына его Абд Аллаха, да будет доволен Аллах ими обоими. Ибн Хазм, Ожерелье Голубки Возмутитель спокойствия Часть первая Рассказывают также, что один простак шел, держа в руке узду своего осла, которого он вел за собою. Триста восемьдесят восьмая ночь Шахразады Глава первая Тридцать пятый год своей жизни Хаджан Асреддин встретил в пути. Больше десяти лет провел он в изгнании, странствуя из города в город, из одной страны в другую, пересекая моря и пустыни, ночуя, как придется, на голой земле у скудного пастушеского костра, Или в тесном караван-сарае, где в пыльной темноте до утра вздыхают и чешутся верблюды и глухо позвякивают бубенцами. Или в чадной закопченной чайхане, среди лежащих в повалку водоносов, нищих, погонщиков и прочего бедного люда, с наступлением расцвета, наполняющего своими пронзительными криками базарные площади и узкие улочки городов. Нередко удавалось ему ночевать и на мягких шелковых подушках в гареме какого-нибудь иранского вельможи, который как раз в эту ночь ходил с отрядом стражников по всем чайханам и караван-сараям, разыскивая бродягу и богохульника Хаджуна Средина, чтобы посадить его на кол. Через решетку окна виднелась узкая полоска неба, бледнели звезды. Придутренний ветерок легко и нежно шумел по листве. На подоконнике начинали ворковать и чистить перья веселые горлинки. И Хаджана Средин, целуя утомленную красавицу, говорил — Пора. Прощай, моя несравненная жемчужина, и не забывай меня. — Подожди, — отвечала она, смыкая прекрасные руки на его шее. — Разве ты уходишь совсем? Ну, почему? Послушай, сегодня вечером, когда стемнеет, я опять пришлю за тобой старуху. — Нет, я уже давно забыл то время, когда проводил две ночи подряд под одной крышей. — Надо ехать. Я очень спешу. — Ехать? А разве у тебя есть какие-нибудь неотложные дела в другом городе? Куда ты собираешься ехать? — Не знаю. Но уже светает, уже открылись городские ворота и двинулись в путь первые караваны. Ты слышишь? Звенят бубенцы верблюдов. Когда до меня доносится этот звук, то словно джинны вселяются в мои ноги, и я не могу сидеть на месте. — Уходи, если так, — сердито говорила красавица, тщетно пытаясь скрыть слезы, блестевшие на ее длинных ресницах. — Ну, скажи мне хоть свое имя на прощание. — Ты хочешь знать мое имя? Слушай, ты провела ночь с Хаджой Насреддином. Я Хаджан Насреддин, возмутитель спокойствия и сеятель раздоров, тот самый, о котором ежедневно кричат глашаты на всех площадях и базарах, обещая большую награду за его голову. Вчера обещали три тысячи туманов, и я подумал даже, не продать ли мне самому свою собственную голову за такую хорошую цену. — Ты смеешься, моя звездочка, ну, дай мне скорее в последний раз твои губы. Если бы я мог, то подарил бы тебе изумруд, но у меня нет изумруда. Возьми вот этот простой белый камешек на память. Он натягивал свой рваный халат, прожженный во многих местах искрами дорожных костров, и удалялся потихоньку. За дверью громко храпел ленивый глупый евнух в челме и мягких туфлях с загнутыми вверх носами, нерадивый страж главного во дворце сокровища, доверенного ему. Дальше в растяжку на коврах и кошмах храпели стражники, положив головы на свои обнаженные ятаганы. Хаджан Асредин прокрадывался на цыпочках мимо и всегда благополучно, словно бы становился на это время невидимым. И опять звенела, дымилась белая каменистая дорога под бойкими копытами его ишака. Над миром в синем небе сияло солнце. Хаджан Асредин мог не щурясь смотреть на него. Расистые поля и бесплодные пустыни, где белеют полузанесенные песком верблюжьи кости, зеленые сады и пенистые реки, хмурые горы и зеленые пастбища слышали песню Хаджина Асредина. Он уезжал все дальше и дальше, не оглядываясь назад, не жалея об оставленном и не опасаясь того, что ждет впереди. А в покинутом городе навсегда оставалось жить память о нем. Вельможи и мулы бледнели от ярости, слыша его имя. Водоносы, погонщики, ткачи, медники и сидельники, собираясь по вечерам в чайханах, рассказывали друг другу смешные истории о его приключениях, из которых он всегда выходил победителем. Томная красавица в гареме часто смотрела на белый камешек и прятала его в перламутровый ларчик, услышав шаги своего господина. — Оф! — говорил толстый вельможа, и пыхтя и сопя начинал стаскивать свой парчевый халат. — Мы все вконец измучились с этим проклятым бродягой Хаджой Насреддином. Он возмутил и взбаламутил все государство. Я получил сегодня письмо от моего старинного друга, уважаемого правителя Харасанской округи. Подумать только, едва этот бродяга Хаджана Насреддин появился в городе, как сразу же кузнецы перестали платить налоги, а содержатели Харчевин отказались бесплатно кормить стражников. Мало того, этот вор, осквернитель ислама и сын греха, осмелился забраться в гарем Харасанского правителя и обесчестить его любимую жену. Поистине мир еще не видывал подобного преступника. Жалею, что этот презренный оборванец не попытался проникнуть в мой гарем, а то бы его голова давным-давно торчала бы на шесте посредине главной площади. Красавица молчала, затаенно улыбаясь. Ей было и смешно, и грустно. А дорога все звенела, дымилась под копытами ишака, и звучала песня Хаджина Насреддина. За десять лет он побывал всюду, в Багдаде, Стамбуле и Тегеране, в Бахчисарае, Эчмиадзине и Тбилиси, в Дамаске и Трапезунде. Он знал все эти города и еще великое множество других, и везде он оставил по себе память. Теперь он возвращался в свой родной город, в Бухару и Шериф, в благородную Бухару, где рассчитывал, скрываясь под чужим именем, отдохнуть немного от бесконечных скитаний. Глава вторая Присоединившись к большому купеческому каравану, Хаджина Насреддин пересек бухарскую границу и на восьмой день пути увидел вдали в пыльной мгле знакомые минареты великого славного города. Хрипло закричали измученные жаждой и зноем караванщики, верблюды прибавили шагу. Солнце уже садилось, и надо было спешить, чтобы войти в Бухару раньше, чем закроют городские ворота. Хаджина Насреддин ехал в самом хвосте каравана, окутанный густым тяжелым облаком пыли. Это была родная священная пыль. Ему казалось даже, что она пахнет лучше, чем пыль других далеких земель. Чихая и откашливаясь, он говорил своему ишаку — Ну вот мы, наконец, и дома. Клянусь Аллахом, нас ожидают здесь удача и счастье. Караван подошел к городской стене как раз в ту минуту, когда стражники запирали ворота. — Подождите во имя Аллаха! — закричал караван баши, показывая издали золотую монету. Но ворота уже сомкнулись, слязгом упали засовы, и часовые стали на башнях около пушек. Потянуло прохладным ветром. В туманном небе погас розовый отблеск, и ясно обозначился тонкий серп молодого месяца. И в сумеречной тишине со всех бесконечных миноретов понеслись высокие, протяжные и печальные голоса муэдзинов, призывавших мусульман к вечерней молитве. Купцы и караванщики стали на колени, а Хаджан Асредин со своим ишаком отошел потихоньку в сторону. — Этим купцам есть за что благодарить Аллаха. Они сегодня пообедали и теперь собираются ужинать. — А мы с тобой, мой верный ишак, не обедали и не будем ужинать. Если Аллах желает получить нашу благодарность, то пусть пошлет мне миску плова, а тебе сноб клевера. Он привязал ишака к придорожному дереву, а сам лег рядом, прямо на землю, положив под голову камень. Глазам его открылись в темно-прозрачном небе, сияющие сплетения звезд, и каждое созвездие было ему знакомо. Так часто за последние десять лет он видел над собою открытое небо. И он всегда думал, что эти часы безмолвного мудрого созерцания делают его богаче самых богатых. И хотя богатый ест на золотых блюдах, но зато и ночевать он должен непременно под крышей. Ему не дано в полночь, когда все затихает, почувствовать полет земли сквозь голубой и прохладный звездный туман. Между тем, в караван, сараях и чайханах, примыкавших снаружи к зубчатой городской стене, загорелись костры под большими котлами и жалобно заблеяли бараны, которых потащили на убой. Но опытный хаджан Асредин предусмотрительно устроился на ночлег с наветренной стороны, чтобы запах пищи не дразнил и не беспокоил его. Зная бухарские порядки, он решил поберечь последние деньги, чтобы заплатить утром пошлину у городских ворот. Он долго ворочался, а сон все не шел к нему, и причиной бессонницы был вовсе не голод. Хаджуна Асредина томили и мучили горькие мысли, и даже звездное небо не могло сегодня утешить его. Он любил свою родину, и не было в мире большей любви у этого хитрого весельчака с черной бородкой на медно загорелом лице и лукавыми искрами в ясных глазах. Чем дальше от бухары скитался он в заплатанном халате, засаленной тюбетейке и порванных сапогах, тем сильнее он любил бухару и тосковал по ней. В своем изгнании он все время помнил узкие улочки, где орба, проезжая, бронит по обе стороны глиняные заборы. Он помнил высокие минареты с узорными израстцовыми шапками, на которых утром и вечером горит огненный блеск зари, древние священные карагачи с чернеющими на сучьях огромными гнездами аистов. Он помнил дымные чайханы над арыками в тени лепечущих тополей, дым и чад харчевин, пеструю суту лакубазаров. Он помнил горы и реки своей родины, ее селения, поля, пастбище и пустыни. И когда в Багдаде или в Дамаске он встречал соотечественника и узнавал его по узору на тюбетейке и по особому покрою халата, сердце Хаджина Средина замирало, и дыхание его стеснялось. Вернувшись, он увидел свою родину еще более несчастной, чем в те дни, когда он ее покинул. Старого эмира давно похоронили. Новый эмир за восемь лет сумел вконец разорить Бухару. Хаджина Средин увидел разрушенные мосты на дорогах, убогие посевы ячменя и пшеницы, сухие арыки, дно которых потрескалось от жары. Поля дичали, зарастали бурьяном и колючкой, сады погибали от жажды. У крестьян не было ни хлеба, ни скота. Нищие вереницами сидели вдоль дорог, вымаливая подаяния у таких же нищих, как они сами. Новый эмир поставил во всех селениях отряды стражников и приказал жителям бесплатно кормить их. Заложил множество новых мечетей и приказал жителям достраивать их. Он был очень набожен, новый эмир, и дважды в год обязательно ездил на поклонение праху святейшего и несравненного шейха Багаэддина, гробница которого выселась близ Бухары. В дополнение к прежним четырем налогам он ввел еще три, установил плату за проезд через каждый мост, повысил торговые и судебные пошлины, начеканил фальшивых денег. Приходили выпадок ремесла, разрушалась торговля. Невесело встретила Хаджуна Средина, его любимая родина. Рано утром со всех миноретов опять запели муэдзины. Ворота открылись, и караван, сопровождаемый глухим звоном бубенцов, медленно вошел в город. За воротами караван остановился, дорогу преградили стражники. Их было великое множество, обутых и босых, одетых и полуголых, еще не успевших разбогатеть на эмирской службе. Они толкались, кричали, спорили, заранее распределяя между собой наживу. Наконец из чайханы вышел сборщик пошлин. Тучный и сонный, в шелковом халате с засаленными рукавами, в туфлях на босу ногу, со следами невоздержанности и порока на оплывшем лице. Окинув жадным взглядом купцов, он сказал «Приветствую вас, купцы, желаю вам удачи в торговых делах. И знайте, что есть повеление эмира избивать палками до смерти каждого, кто утаит хоть самую малость товара». Купцы, охваченные смущением и страхом, молча поглаживали свои крашенные бороды. Сборщик повернулся к стражникам, которые от нетерпения давно уже приплясывали на месте, и пошевелил толстыми пальцами. Это был знак. Стражники с гиком и воем кинулись к верблюдам. В давке и спешке они перерубали саблями волосяные арканы, звучно вспарывали тюки, выбрасывали на дорогу парчу, шелк, бархат, ящики с перцем, чаем и амброй, кувшины с драгоценным розовым маслом и тибетскими лекарствами. От ужаса купцы лишились языка. Через две минуты осмотр окончился. Стражники выстроились позади своего начальника. Халаты их топорщились и отдувались. Начался сбор пошлин за товары и за въезд в город. У Хаджина среди натоваров не было, с него полагалось пошлино только за въезд. — Откуда ты пришел и зачем? — спросил сборщик. Песец обмакнул в чернильницу гусиное перо и приготовился записать ответ Хаджина средина. — Я приехал из Испагани, о пресветлый господин. Здесь, в Бухаре, живут мои родственники. — Так, — сказал сборщик, — ты едешь в гости к своим родственникам. Значит, ты должен заплатить гостевую пошлину. — Но я еду к своим родственникам не в гости, — возразил Хаджина средин. — Я еду по важному делу. — По делу? — скричал сборщик, и в глазах его мелькнул блеск. — Значит, ты едешь в гости и одновременно по делу. — Плати гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвуй на украшение мечетей во славу Аллаха, который сохранил тебя в пути от разбойников. — Лучше бы он сохранил меня сейчас. От разбойников я бы как-нибудь и сам уберегся, — подумал Хаджина средин, но промолчал. Он успел подсчитать, что в этой беседе каждое слово обходится ему больше, чем в десять таньга. Он развязал пояс и под хищными пристальными взглядами стражников начал отсчитывать пошлину за въезд в город, гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвования на украшение мечетей. Сборщик грозно покосился на стражников, они отвернулись. Песец, уткнувшись в книгу, быстро заскрипел пером. Хаджина средин расплатился и хотел уходить, но сборщик заметил, что в его поясе осталось еще несколько монет. — Подожди, — остановил он Хаджина средина. — А кто же будет платить пошлину за твоего ишака? Если ты едешь в гости к родственникам, значит, и твой ишак едет в гости к родственникам. — Ты прав, о, мудрый начальник! — смиренно ответил Хаджина средин, снова развязывая пояс. — У моего ишака в Бухаре действительно великое множество родственников, иначе наш эмир с такими порядками давным-давно полетел бы с трона, а ты, о, почтеннейший, за свою жадность попал бы на кол. И прежде чем сборщик опомнился, Хаджина средин вскочил на ишака и, пустив его во весь опор, исчез в ближайшем переулке. — Скорее, скорее, — говорил он, — прибавь ходу, мой верный ишак, прибавь ходу, иначе твой хозяин заплатит еще одну пошлину собственной головой. Ишак у Хаджина средина был очень умный и все понимал. Он слышал своими длинными ушами гул и смятение у городских ворот, крики стражников, и, не разбирая дороги, мчался так, что Хаджина средин, обхватив обеими руками его шею и высоко подобрав ноги, едва держался в седле. За ним с хриплым лаем неслась целая свора собак. Сречные жались к заборам и смотрели вслед, покачивая головами. Тем временем у городских ворот стражники обшарили всю толпу, разыскивая дерзкого вольнодумца. Купцы, ухмыляясь, шептали друг другу. — Вот ответ, который сделал бы честь даже самому Хаджина средину. К полудню весь город знал об этом ответе. Продавцы на базаре рассказывали шепотом покупателям, а те передавали дальше, и все говорили при этом. Вот слова, достойные самого Хаджина средина. И никто не знал, что эти слова принадлежали Хаджина средину, что он сам, знаменитый и несравненный Хаджина средин, бродит сейчас по городу, голодный, без гроша в кармане, разыскивая родственников или старых друзей, которые бы накормили его и приютили на первое время. Глава третья Он не нашел в Бухарении родственников, ни старых друзей. Он не нашел даже отчего дома, в котором родился и вырос, играя в тенистом саду, где в осенние прозрачные дни шелестела под ветром желтеющая листва, и спелые плоды с глухим, словно бы отдаленным стуком, падали на землю, где тонкими голосами свистели птицы, и солнечные пятна трепетали на благоуханной траве, где гудели трудолюбивые пчелы, собирая последнюю дань свидающих цветов, и где затаенно журчала в арыке вода, рассказывая мальчику свои бесконечные непонятные сказки. Теперь на этом месте был пустырь. Бугры, рытвины, цепкий чертополох, закопченные кирпичи, оплывающие остатки стен, куски истлевших камышовых циновок. Ни одной птицы, ни одной пчелы не увидел здесь Хаджана Среддин. Только из-под камней, о которой он споткнулся, вытекла вдруг маслянистая длинная струя, и, тускло блеснув на солнце, скрылась опять под камнями. Это была змея, одинокий и страшный житель пустынных мест, навсегда покинутых человеком. Потопившись, Хаджана Среддин долго стоял в молчании. Горе сжимало его сердце. Вдруг он услышал за спиной дребезжащий кашель и обернулся. По тропинке шел через пустырь какой-то старик, с огбенной нуждой и заботами. Хаджана Среддин остановил его. — Мир тебе, старец, да пошлет тебе Аллах еще много лет здоровья и благоденствия. Скажи, чей дом стоял раньше на этом пустыре? — Здесь, здесь стоял дом сидельника Ширмамеда, — ответил старик. — Я когда-то хорошо знал его. Этот Ширмамед был отцом знаменитого Хаджина Среддина, о котором ты, путник, наверное, слышал немало. — Да, я слышал кое-что. Но скажи, куда девался этот сидельник Ширмамед, отец знаменитого Хаджина Среддина? Куда девалась его семья? — Тише, тише, сын мой. В Бухаре тысячи и тысячи шпионов. Они могут услышать нас, и тогда мы не оберемся беды. Ты, наверное, приехал издалека и не знаешь, что в нашем городе строго запрещено упоминать имя Хаджина Среддина. За это сажают в тюрьму. Наклонись ко мне ближе, и я расскажу. Хаджин Среддин, скрывая волнение, низко пригнулся к нему. — Это было еще при Старом Эмире, — начал старик. Через полтора года после изгнания Хаджина Среддина по базару разнесся слух, что он вернулся, тайно проживает в Бухаре и сочиняет про Эмира насмешливые песни. Этот слух дошел до Эмирского дворца. Стражники кинулись искать Хаджина Среддина, но найти не могли. Тогда Эмир повелел схватить отца Хаджина Среддина, двух братьев, дядю, всех дальних родственников, друзей, и пытать до тех пор, пока они не скажут, где скрывается Хаджина Среддин. Слава Аллаху, он послал им столько мужества и твердости, что они смогли промолчать, и наш Хаджина Среддин не попался в руки Эмиру. Но его отец, сидельник Ширмамет, заболел после пыток и вскоре умер. А все родственники и друзья покинули Бухару, скрываясь от Эмирского гнева. И никто не знает, где они сейчас. И тогда Эмир приказал разрушить их жилища и выкорчевать сады, дабы истребить в Бухаре самую память о Хаджина Среддине. — За что же их пытали? — воскликнул Хаджина Среддин. Слезы текли по его лицу, но старик видел плохо и не замечал этих слез. — За что их пытали? Ведь Хаджина Среддин не был в то время в Бухаре. Уж я-то это очень хорошо знаю. — Никто этого не знает, — ответил старик. Хаджина Среддин появляется, где захочет, и исчезает, когда захочет. Он везде и нигде. Наш несравненный Хаджина Среддин. С этими словами старик, охая и кашляя, побрел дальше, а Хаджина Среддин, закрыв лицо руками, подошел к своему ишаку. Он обнял ишака и прижался мокрым лицом к его теплой пахучей шее. — Ты видишь, мой добрый, мой верный друг, — говорил Хаджина Среддин, — у меня не осталось никого из близких, только ты, постоянный и неизменный товарищ в моих скитаниях. И, словно чувствуя горе своего хозяина, ишак стоял смирно, не шевелясь, и даже перестал жевать колючку, которая так и осталась висеть в него на губах. Но через час Хаджина Среддин укрепил свое сердце, слезы высохли на его лице. — Ничего! — скричал он, сильно хлопнув ишака по спине. — Ничего! Меня еще не забыли в Бухаре, меня знают и помнят в Бухаре, и мы сумеем найти здесь друзей. И теперь уж мы сочиним праимира такую песню, что он лопнет от злости на своем троне, и его вонючие кишки прилипнут к разукрашенным стенам дворца. Вперед, мой верный ишак! Вперед! Глава четвертая Был послеполуденный душный и тихий час. Дорожная пыль, камни, глиняные заборы и стены — все раскалилось и дышало ленивым жаром. Пот на лице Хаджина Среддина высыхал раньше, чем он успевал его вытереть. Хаджина Среддин с волнением узнавал знакомые улицы, чайханы и минареты. Ничто не изменилось за десять лет в Бухаре. Все так же облезшие собаки дремали у водоемов, и стройная женщина, изогнувшись и придерживая смуглой рукой с накрашенными ногтями свою чадру, погружала в темную воду узкий звенящий кувшин. И все так же наглухо были заперты ворота знаменитой медресе «Мир Араб», где под тяжелыми сводами келей ученые улемы и мударисы, давно позабывшие цвет весенней листвы, запах солнца и говор воды, сочиняют с горящими мрачным пламенем глазами толстые книги во славу Аллаха, доказывая необходимость уничтожения до седьмого колена всех неисповедующих ислам. Хаджана Среддин ударил Ишака пятками, проезжая это страшное место. — Но где же все-таки пообедать? — Хаджана Среддин в третий раз со вчерашнего дня перевязал свой пояс. — Надо что-то придумать, — сказал он. — Остановимся, мой верный Ишак, и подумаем. А вот, кстати, и Чихана. Разнуздав Ишака, он пустил его собирать недоеденный клевер у коновязи, а сам, подобрав пол и халата, уселся перед арыком, в котором, булькая и пенись на заворотах, шла густая от глины вода. — Куда, зачем и откуда течет эта вода? Она не знает и не думает об этом, — горестно размышлял Хаджана Среддин. — Я тоже не знаю ни своего пути, ни отдыха, ни дома. Зачем я пришел в Бухару? Куда я уйду завтра? И где же все-таки раздобыть полтаньга на обед? Неужели я опять останусь голодным? — Проклятый сборщик пошлин! Он награбил меня дочисто и еще имел бесстыдство толковать мне о разбойниках. В эту минуту он вдруг увидел виновника своих несчастий. К Чихане подъехал сам сборщик пошлин. Два стражника вели под узцы арабского жеребца, гнедого красавца с благородным и страстным огнем в темных глазах. Он, пригибая шею, нетерпеливо перебирал тонкими ногами, как будто ему было противно нести на себе жирную тушу сборщика. Стражники почтительно сгрузили своего начальника, и он вошел в Чайхану, где трепещущий от раболепия чайханщик усадил его на шелковые подушки, заварил ему отдельно самого лучшего чаю и подал тонкую пиалу китайской работы. — Неплохо встречают его за мои деньги, — подумал Хаджан Среддин. Сборщик налился чаем до самого горла и вскоре задремал на подушках, наполнив Чайхану с опением, храпом и причмокиваниями. Все остальные гости перешли в разговорах на шепот, боясь потревожить его сон. Стражники сели над ним, один справа, а другой слева, и отгоняли веточками назойливых мух, пока не убедились, что сборщик уснул крепко. Тогда они перемигнулись, разнуздали коня, бросили ему с ноб клевера и, захватив с собой кальян, ушли в глубь Чайханы, в темноту, откуда через минуту на Хаджана Среддина потянуло сладким запахом гашиша. Стражники на свободе предавались пороку. — Ну, а мне пора собираться, — решил Хаджана Среддин, вспомнив утреннее приключение у городских ворот и опасаясь, что стражники не ровен час узнают его. — Но где же все-таки я достану полтаньга? — О, всемогущая судьба, столько раз выручавшая Хаджуна Среддина! Обрати на него свой благосклонный взор! В это время его окликнули. — Эй ты, оборванец! Он обернулся и увидел на дороге крытую богато разукрашенную арбу, откуда, раздвинув занавески, выглядывал человек в большой челме и дорогом халате. И раньше, чем этот человек, богатый купец или велиможа, произнес следующее слово, Хаджана Среддин уже знал, что его призыв к счастью не остался без ответа. Счастье, как всегда, обратило к нему в трудную минуту свой благосклонный взор. — Мне нравится этот жеребец, — надменно сказал богач, глядя поверх Хаджана Среддина и любуясь гнедым арабским красавцем. — Скажи мне, продается ли этот жеребец? — В мире нет такого коня, который бы не продавался, — уклончиво ответил Хаджана Среддин. — У тебя в кармане, наверное, не очень много денег, — продолжал богач. — Слушай внимательно. Я не знаю, чей это жеребец, откуда он и кому принадлежал раньше. Я не спрашиваю тебя об этом. С меня достаточно того, что, судя по твоей запыленной одежде, ты приехал в Бухару издалека. С меня этого достаточно. Ты понял? Хаджана Среддин, охваченный ликованием и восхищением, кивнул головой. Он сразу понял все, и даже гораздо больше, чем хотел ему сказать богач. Он думал только об одном — чтобы какая-нибудь глупая муха не заползла в ноздрю или в гортань сборщику пошлин и не разбудила его. О стражниках он беспокоился меньше. Они продолжали с увлечением предаваться пороку, о чем свидетельствовали клубы густого зеленого дыма, валившего из темноты. Но ты сам понимаешь, — надменно и важно продолжал богач, — что тебе в твоем рваном халате не подобает ездить на таком коне. Это даже было бы опасным для тебя, потому что каждый задал бы себе вопрос. Откуда взялся у этого нищего оборванца такой прекрасный жеребец, и ты мог бы легко угодить в тюрьму? — Ты прав, о высокорожденный, — смиренно ответил Хаджана Среддин. — Конь действительно слишком хорош для меня. Я в своем рваном халате всю жизнь езжу на ишаке и даже не осмеливаюсь подумать о том, чтобы сесть на такого коня. Ответ его понравился богачу. — Это хорошо, что ты при своей бедности не ослеплен гордостью. Бедняк должен быть смиренен и скромен, ибо пышные цветы присущи благородному миндалю, но не присущи убогой колючке. — А теперь ответь мне, хочешь ли ты получить вот этот кошелек? Здесь ровно триста таньга серебром. — Еще бы! — воскликнул Хаджана Среддин, внутренне холодея, потому что зловредная муха все-таки заползла в насдрю сборщика пошлин. Он чихнул и зашевелился. — Еще бы! Кто откажется получить триста таньга серебром? Ведь это все равно, что найти кошелек на дороге. — Ну, положим, на дороге ты нашел совсем другое, — ответил богач, тонко улыбнувшись. — Но то, что ты нашел на дороге, я согласен обменять на серебро. Получи свои триста таньга. Он протянул Хаджана Среддину увесистый кошелек и подал знак своему слуге, который, почесывая на гайкой спину, молча прислушивался к разговору. Слуга направился к жеребцу. Хаджана Среддин успел заметить, что слуга, судя по усмешке на его плоской рябой роже и по беспокойным глазам, отъявленный плут, вполне достойный своего господина. — Три плута на одной дороге — это слишком много, одному пора убираться, — решил Хаджана Среддин. Восхваляя благочестие и щедрость богача, он вскочил на ишака и так сильно ударил его пятками, что ишак, несмотря на всю свою леность, сразу взял в голубь. Обернувшись, Хаджана Среддин увидел, что рябой слуга привязывает к орбе гнедого арабского жеребца. Обернувшись еще раз, он увидел, что богач и сборщик пошлин дерут друг друга за бороды, а стражники тщетно стараются их разнять. Разумный не вмешивается в чужую ссору. Хаджана Среддин крутил и вилял по всем переулкам, пока не почувствовал себя в безопасности. Он натянул поводья, сдерживая голубь ишака. — Подожди, подожди, — начал он. — Теперь нам спешить некуда. Вдруг он услышал вблизи тревожный перебивчатый цокот копыт. — Эхе! Вперед, мой верный шаг! Вперед! Выручай! — крикнул Хаджана Среддин, но было уже поздно. Из-за поворота на дорогу выскочил всадник. Это был рябой слуга. Он скакал на лошади, выпряженной из орбы. Болтая ногами, он промчался мимо Хаджана Среддина и, круто осадив лошадь, поставил ее поперек дороги. — Пропусти, добрый человек, — кротко сказал Хаджана Среддин. — На таких узких дорогах нужно ездить вдоль, а не поперек. — Ага! — ответил слуга со злорадством в голосе. — Ну, теперь тебе не миновать подземной тюрьмы. — Знаешь ли ты, что этот вельможа, владелец жеребца, вырвал у моего господина полбороды, а мой господин разбил ему до крови нос? Завтра же тебя потащат на эмирский суд. Поистине участь твоя горька, о человек! — Да что ты говоришь, — воскликнул Хаджана Среддин, — из-за чего же могли так сильно поссориться эти почтенные люди? Но зачем ты остановил меня? Я не могу быть судьей в их споре. Пусть уж они сами разбираются как-нибудь. — Довольно болтать, — сказал слуга. — Заворачивай обратно. Придется тебе ответить за этого жеребца. — Какой жеребец? — Ты еще спрашиваешь? Тот самый, за которого ты получил от моего господина кошелек серебра. — Клянусь Аллахом, ты ошибаешься, — ответил Хаджана Среддин. — Жеребец здесь совсем ни при чем. Посуди сам, ты ведь слышал весь разговор. Твой господин, человек щедрый и благочестивый, желая помочь бедняку, спросил, хочу ли я получить триста таньга серебром. Ну, я ответил, что, конечно, хочу. И он дал мне триста таньга, да продлит Аллах дни его жизни. Но предварительно он решил испытать мою скромность и мое смирение, дабы убедиться, что я заслуживаю награды. Он сказал, я не спрашиваю, чей это жеребец и откуда он, желая проверить, не назову ли я себя из ложной гордости хозяином этого жеребца. Я промолчал, и щедрый и благочестивый купец остался доволен этим. Потом он сказал, что такой жеребец был бы слишком хорош для меня. Я с этим вполне согласился, и он опять остался доволен. Затем он сказал, что я нашел на дороге то, что может быть обменено на серебро, намекая этим на мое усердие и твердость в исламе, которые я обрел в своих скитаниях по святым местам. И он тогда наградил меня, дабы этим благочестивым делом заранее облегчить себе переход в рай по загробному мосту, что легче волоса и тоньше острия меча, как говорит священный Коран. В первой же молитве я сообщу Аллаху о благочестивом поступке твоего господина, дабы Аллах заранее приготовил для него перила на этом мосту. Слуга задумался, потом сказал с хитрой усмешкой, от которой Хаджина Среддину стало как-то не по себе. — Ты прав, опутник, и как-то я сразу не догадался, что твой разговор с моим хозяином имеет столь добродетельный смысл. — Но если уж ты решил помочь моему господину в переходе по загробному мосту, то лучше, чтобы перила были с двух сторон. Оно выйдет крепче и надежнее. Я тоже с удовольствием помолился бы за моего господина, чтобы Аллах поставил перила и с другой стороны. — Так помолись! — воскликнул Хаджина Среддин. — Кто мешает тебе? Ты даже обязан это сделать. Разве не повелевает Коран рабам и слугам ежедневно молиться за своих господ, не требуя особой награды? — Заворачивай, шака! — грубо сказал слуга, и, тронув лошадь, прижал Хаджина Среддина к забору. — Ну, живей! Не заставляй меня терять попусту время! — Подожди! — торопливо прервал его Хаджина Среддин. — Я еще не все сказал. — Я собирался прочесть молитву в триста слов, по числу тонька, полученных мною. Но теперь я думаю, что можно обойтись молитвой в двести пятьдесят слов. Перила с моей стороны будут только чуть-чуть потоньше и покороче. А ты прочтешь молитву в пятьдесят слов, и премудрый Аллах сумеет из тех же бревен выкроить перила на твою сторону. — Как же так? — возразил слуга. — Значит, мои перила будут в пять раз короче твоих. — Да, но зато они будут в самом опасном месте! — с живостью добавил Хаджина Среддин. — Нет, я не согласен на такие коротенькие перила! — решительно сказал слуга. — Значит, часть моста будет не огороженной. Я весь бледнею и покрываюсь холодным потом при мысли о страшной опасности, угрожающей моему господину. Я полагаю, что мы оба должны прочесть молитвы по сто пятьдесят слов, чтобы перила были с обеих сторон одинаковыми. Пусть они будут тоненькие, зато с двух сторон. А если ты не согласен, то я в этом вижу злой умысел против моего господина. Значит, ты хочешь, чтобы он свалился с моста. И я сейчас позову людей, и ты прямым ходом отправишься в подземную тюрьму. — Тоненькие перила! — в ярости вскричал Хаджина Среддин, чувствуя как бы слабое пошевеливание кошелька в своем поясе. — По-твоему, достаточно огородить этот мост прутиками? Пойми же, что перила с одной стороны должны быть непременно толще и крепче, чтобы купцу было за что ухватиться, если он наступится и будет падать. — Сама истина говорит твоими устами! — радостно воскликнул слуга. — Пусть они будут толще с моей стороны. А я уж не пожалею труда и прочту молитву в двести слов. — А в триста не хочешь? — злобно сказал Хаджина Среддин. Они долго спорили на дороге. Редкие прохожие, слышавшие обрывки разговора, почтительно кланились, принимая Хаджина Среддина и Рябова слугу за благочестивых паломников, возвращающихся с поклонения святым местам. Когда они расставались, кошелек Хаджина Среддина был легче наполовину. Они договорились, что мост, ведущий в рай, должен быть огорожен для купца с двух сторон совершенно одинаковыми по длине и прочности перилами. — Прощай, путник! — сказал слуга. — Сегодня мы с тобой совершили благочестивое дело. — Прощай, добрый, преданный, добродетельный слуга, столь пекущийся о спасении души своего господина. Скажу еще, что в споре ты не уступишь, наверное, даже самому Хаджина Среддину. — А почему ты вспомнил о нем? — насторожился слуга. — Да так, пришлось к слову, — ответил Хаджина Среддин, подумав про себя. — Э-э-э, да это, кажется, непростая птица. — Может быть, ты приходишься ему каким-нибудь дальним родственникам? — спросил слуга. — Или знаешь кого-нибудь из его родственников? — Нет, я никогда не встречался с ним, и я не знаю никого из его родственников. — Скажу тебе на ухо, — слуга наклонился в седле. — Я прихожусь дальним родственникам Хаджина Среддину. Я его двоюродный брат. Мы вместе провели детские годы. Хаджина Среддин, окончательно укрепившись в своих подозрениях, ничего не ответил. Слуга нагнулся к нему с другой стороны. — Его отец, два брата и дядя погибли. — Ты, наверное, слышал, путник? Хаджина Среддин молчал. — Какое зверство со стороны Эмира! — воскликнул слуга лицемерным голосом. Но Хаджина Среддин молчал. — Все бухарские визири — дураки! — сказал вдруг слуга, трепеща от нетерпения и алчности, ибо за поимку вольнодумцев полагалась от казны большая награда. Но Хаджина Среддин упорно молчал. — И сам наш пресветлый Эмир тоже дурак! — сказал слуга. — И еще неизвестно, есть ли на небе Аллах или его вовсе не существует. Но Хаджина Среддин молчал, хотя ядовитый ответ давно висел на самом кончике его языка. Слуга, обманувшийся в своих надеждах, с проклятием ударил лошадь нагайкой и в два прыжка исчез за поворотом. Все затихло, только пыль, взметенная копытами, велась и золотилась в неподвижном воздухе, пронизанное косыми лучами солнца. — Ну вот, нашелся все-таки, родственничек! — насмешливо подумал Хаджина Среддин. — Старик не солгал мне. Шпионов действительно развелось в Бухаре больше, чем мух. И надо быть осторожнее, ибо старинная поговорка гласит, что провинившийся язык отрубают вместе с головой. Так ехал он долго, то омрачаясь при мысли о своем опустевшем наполовину кошельке, то улыбаясь при воспоминании о драке сборщика пошлин с надменным богачом. Глава пятая. Достигнув противоположной части города, он остановился, поручил своего ишака заботам чайханщика, а сам, не теряя времени, отправился в харчевню. Там было тесно, дымно и чадно, стоял шум и гам. Жарко пылали печи, и пламя их озаряло потных, оголенных до пояса поваров. Они спешили, кричали, толкая друг друга и раздавая подзатыльники поварятам, которые с безумными глазами метались по всей харчевне, увеличивая давку, голдеж и сутолоку. Булькали огромные котлы, накрытые деревянными пляшущими кругами, сытный пар сгущался под потолком, где с гудением вились рои бесчисленных мух. В сизом чаду яростно шипело и брызгалось масло, светились стенки накаленных жаровин, и жир, капая с вертелов на угли, горел синим душным огнем. Здесь готовили плов, жарили шашлык, варили требуху, пекли пирожки, начиненные луком, перцем, мясом и курдючным салом, которая, растопившись в печи, проступала насквозь через тесто и кипела мелкими пузырьками. Хаджана Средин с большим трудом отыскал место и втиснулся так плотно, что люди, которых сдавил он своей спиной и боками, крякнули. Но никто не обиделся и не сказал Хаджана Средину ни слова, а сам он и подавно не обижался. Он всегда любил жаркую давку базарных харчевин, весь этот нестройный гомон, шутки, смех, крики, толкотню, дружное сопение, жевание и чапканье сотен людей, которым после целого дня тяжелой работы некогда разбираться в кушаньях. Несокрушимые челюсти все перемелют и жилы, и хрящи, а луженое брюхо все примет, только подавай, чтобы было много и дешево. Хаджана Средин тоже умел закусить основательно. Он съел без передышки три миски лапши, три миски плова и еще напоследок два десятка пирожков, которые доедал через силу, верный своему правилу, никогда ничего не оставлять в миске, раз деньги все равно заплачены. Потом он полез к выходу, и когда, работая изо всех сил локтями, выбрался, наконец, на воздух, то был весь мокрый. Члены его ослабли и растомились, как будто он только что побывал в бане в руках у дюжего мойщика. Вялым шагом, отяжелев от еды и жары, наскоро добрался он до чайханы, а, добравшись, заказал себе чаю и блаженно растянулся на кошмах. Веки его смыкались, в голове плыли тихие приятные мысли. У меня сейчас много денег. Хорошо бы пустить их в оборот и открыть какую-нибудь мастерскую, горшечную или сидельную, ведь я знаю эти ремесла. Хватит мне, в конце концов, скитаться. Разве я хуже и глупее других? Разве у меня не может быть доброй, красивой жены? Разве не может быть у меня сына, которого носил бы я на руках? Клянусь бородой пророка, из этого горластого мальчишки выйдет отъявленный плут. Я уж постараюсь передать ему свою мудрость. Да, решено. Хаджан Асредин меняет свою беспокойную жизнь. Для начала я должен купить горшечную или сидельную мастерскую. Он занялся подсчетами. Хорошая мастерская стоила самое меньшее триста таньга. У него же было сто пятьдесят. С проклятиями он вспоминал Рябову-слугу. Да паразит Аллах, слепотой этого разбойника! Он отнял у меня как раз ту половину, которую не достает сейчас для начала. И удача опять поспешила ему на помощь. — Двадцать таньга! — вдруг сказал кто-то, и вслед за этими словами Хаджан Асредин услышал стук костей, брошенных на медный поднос. На краю помоста, у самой коновязи, где был привязан ишак, сидели плотным кольцом люди, а чей ханщик стоял над ними, заглядывая сверху через головы. — Игра! — догадался Хаджан Асредин, приподнимаясь на локте. — Надо посмотреть, хоть издали. Ну, сам-то я, конечно, играть не буду, я не такой дурак. Но почему бы не посмотреть умному человеку на дураков? Он встал и подошел к играющим. — Глупые люди, — шепотом сказал он чей ханщику, — они рискуют последним в надежде приобрести большее. И разве Магомед не запретил мусульманам денежных игр? Слава богу, я избавлен от этой пагубной страсти. Как везет, однако, этому рыжему игроку. Он выигрывает четвертый раз подряд. Смотри, смотри, он в пятый раз выиграл. О, безумец, он обольщен ложным призраком богатства. Между тем, нищета уже вырыла яму на его пути. Что? Он в шестой раз выиграл. Я никогда еще не видел, чтобы человеку так везло. Смотри, он ставит опять. Поистине нет предела человеческому легкомыслию. Ну, не может же он подряд выигрывать. Вот так и гибнут люди, поверив в ложное счастье. Следовало бы проучить этого рыжего. Но пусть он только выиграет в седьмой раз. Тогда я сам поставлю против него, хотя в душе я враг всяких денежных игр и давно бы запретил их на месте Эмира. Рыжий игрок бросил кости и в седьмой раз выиграл. Хаджан Асредин решительно шагнул вперед, раздвинул игроков и сел в кольцо. — Я хочу сыграть с тобой, — сказал он счастливцу, взял кости и быстро, опытным взглядом проверил их со всех сторон. — Сколько? — спросил Рыжий глухим голосом. Его била мелкая дрожь. Он торопился, желая взять как можно больше от своего мимолетного счастья. Хаджан Асредин в ответ вынул кошелек, отложил на всякий случай в карман двадцать пять таньга, остальное высыпал. Серебро зазвенело и запело на медном подносе. Игроки встретили ставку легким взволнованным гулом. Начиналась большая игра. Рыжий взял кости и долго тряс, не решаясь метнуть. Все затаили дыхание, и даже Ишак вытянул морду и насторожил уши. Слышался только стук костей в кулаке рыжего игрока, больше ничего. И от этого сухого стука вступала в живот и ноги Хаджина Средина истомная слабость. Рыжий все тряс, придерживая рука в халата, и никак не мог решиться. Наконец он метнул. Игроки подались вперед и сейчас же откинулись, вздохнув все разом единой грудью. Рыжий побледнел и застонал сквозь сжатые зубы. На костях было всего три очка. Верный проигрыш, ибо двойка выбрасывается так же редко, как и двенадцать. А все остальное годилось Хаджина Средину. Встряхивая в кулаке кости, он мысленно благодарил судьбу, столь благосклонную к нему в этот день. Но он позабыл, что судьба своенравна и непостоянна, и может с легкостью изменить, если ей слишком надоедают. Она решила проучить самоуверенного Хаджина Средина, и своим орудием избрала ишака, а вернее его хвост, украшенный на конце колючками и репьями. Повернувшись задом к играющим, ишак взмахнул хвостом, задел по руке своего хозяина, кости выскочили, и в тот же миг рыжий игрок с коротким придушенным воплем упал на поднос, накрыв собою деньги. Хаджина Средин выбросил два очка. Долго сидел он, окаменев, беззвучно шевеля губами. Все качалось и плыло перед его остановившимся взором, и странный звон стоял в его ушах. Вдруг он вскочил, схватил палку и начал дубасить ишака, бегая за ним вокруг коновязи. — Проклятый ишак, о сын греха, о вонючая тварь и позор всего живущего на земле! — кричал Хаджина Средин. — Мало того, что ты играешь в кости на деньги своего хозяина, но ты же еще и проигрываешь. Да облезет твоя подлая шкура, да пошлет тебе всемогущий Аллах яму на пути, чтоб ты поломал свои ноги. — Когда же ты, наконец, издохнешь, и я избавлюсь от созерцания твоей гнусной морды! Ишак ревел, игроки хохотали, и громче всех рыжий, окончательно поверивший в свое счастье. — Сыграем еще, — сказал он, когда Хаджина Средин, утомившись и запыхавшись, отбросил палку. — Сыграем еще, у тебя осталось двадцать пять таньга. При этом он выставил вперед левую ногу и слегка пошевелил ею в знак пренебрежения к Хаджина Средину. — Ну что ж, сыграем, — ответил Хаджина Средин, решив, что теперь уже все равно. Там, где потерянные сто двадцать таньга, нет смысла жалеть последние двадцать пять. Он метнул, небрежно, не глядя, и выиграл. — На все, — предложил рыжий, бросив на поднос свой проигрыш. И Хаджина Средин выиграл опять. Но рыжий не хотел поверить, что счастье повернулось спиной к нему. — На все! Так сказал он семь раз подряд, и все семь раз проиграл. Поднос был полон денег. Игроки замерли. Только блеск в глазах свидетельствовал о внутреннем огне, пожиравшем их. — Ты не можешь выигрывать подряд, если сам шайтан не помогает тебе, — вскричал рыжий. — Ты должен когда-нибудь проиграть. Здесь на подносе твоих денег тысяча шестьсот таньга. Согласен ли ты метнуть еще раз на все? Вот деньги, которые я приготовил, чтобы купить завтра на базаре товар для моей лавки. Я оставлю эти деньги против тебя. Он достал маленький запасной кошелек, набитый золотом. — Клади на поднос свое золото! — вскричал разгорячившийся хаджан Средин. Никогда еще в этой чайхане не было такой большой игры. Чайханщик забыл о своих давно вскипевших кумганах, игроки дышали тяжело и прерывисто. Первым бросил кости рыжий и сразу зажмурился. Он боялся взглянуть. — Одиннадцать! — закричали все хором. Хаджан Средин понял, что погиб. Спасти его могли только двенадцать. — Одиннадцать! Одиннадцать! — твердил вниз твой радости рыжий игрок. Ты видишь, у меня одиннадцать! Ты проиграл! Ты проиграл! Хаджан Средин, холодея, взял кости и уже приготовился их метнуть, но вдруг остановился. — Повернись-ка задом! — сказал он Ишаку. — Ты сумел проиграть на трех очках, сумей же теперь выиграть на одиннадцати, иначе я немедля отведу тебя на живодерню. Он взял в левую руку хвост Ишака и ударил себя этим хвостом по правой руке, в которой были зажаты кости. Всеобщий вопль потряс чайхану, а сам чайханщик схватился за сердце и в изнеможении опустился на пол. На костях было двенадцать очков. Глаза рыжего выкатились из орбит, остекленели на бледном лице. Он медленно встал и, восклицая «О горе мне! О горе!» вышел, пошатываясь из чайханы. И говорят, что с тех пор его не видели больше в городе. Он убежал в пустыню, и там, страшный, заросший весь диким волосом, бродил в песках и колючем кустарнике, беспрестанно восклицая «О горе мне! горе!», пока, наконец, не был съеден шакалами. И никто не пожалел о нем, потому что он был человек жестокий и несправедливый, и причинил много зла, обыгрывая доверчивых простаков. Ахаджана Среддин, уложив в переметные сумки выигранное богатство, обнял ишака, крепко поцеловал его в теплый нос и угостил вкусными свежими лепешками, чему ишак немало удивился, потому что всего за пять минут перед этим получил от своего хозяина совсем другое. Глава шестая Памятая мудрое правило, что лучше держаться подальше от людей, знающих, где лежат твои деньги, Хаджана Среддин не стал задерживаться в Чайхане и поехал на базарную площадь. Время от времени он оглядывался, не следят ли за ним, ибо на лицах игроков, да и самого чайханщика, не лежала печать добродетели. Ехать ему было радостно, теперь он сможет купить любую мастерскую, две мастерские, да что там, три мастерские. Так и решил он сделать. Я куплю четыре мастерские, гончарную, сидельную, портновскую и сапожную, и посажу в каждую по два мастера, а сам буду только получать деньги. Через два года я разбогатею, куплю дом с фонтанами в саду, повешу везде золотые клетки с певчими птицами, у меня будет две или даже три жены и по три сына от каждой. Он с головой погрузился в сладостную реку мечтаний. Между тем и шаг, не чувствуя поводьев, воспользовался задумчивостью хозяина и, встретив на пути мостик, не пошел по нему, подобно всем другим ишакам, а свернул в сторону и, разбежавшись, прыгнул прямо через канаву. — И когда мои дети вырастут, я соберу их и скажу, — думал в это время Хаджан Асреддин. — Но почему я лечу по воздуху? Неужели Аллах решил превратить меня в ангела и приделал мне крылья? В ту же секунду искры, посыпавшиеся из глаз, убедили Хаджана Асреддина, что крыльев у него нет. Вылетев из седла, он шлепнулся на дорогу, сожжение надве впереди ишака. Когда он с кряхтением и охами встал, весь перепачканный пылью, ишак, ласково пошевеливая ушами и, сохраняя на морде самое невинное выражение, подошел к нему, как бы приглашая снова занять место в седле. — О, ты, посланный мне в наказание за мои грехи и за грехи моего отца, деда и прадеда! Ибо, клянусь правото ислама, несправедливо было бы столь тяжко наказывать человека за одни только его собственные грехи! — начал Хаджана Асреддин, дрожащим от негодования голосом. — О, ты, презренная поместь паука и гиены! О, ты, который... Но тут он осекся, заметив каких-то людей, сидевших неподалеку в тени полуразрушенного забора. Проклятья замерли на губах Хаджана Асреддина. Он понимал, что человек, попавший на виду у других в смешное и непочтенное положение, должен сам над собою смеяться громче всех. Хаджана Асреддин подмигнул сидящим и широко улыбнулся, показав сразу все свои зубы. — Хе-хе! — сказал он громко и весело. — Вот это я славно плетел! Скажите, сколько раз я перевернулся, а то я сам не успел сосчитать? — Ах ты ж, лунишка! — продолжал он, добродушно похлопывая и шака ладонью, в то время как руки чесались хорошенько отдуть его плетью. — Ах ты ж, лунишка! Он и ныне такой. Чуть зазеваешься, и он обязательно уж что-нибудь сотворит. Хаджана Асреддин залился веселым смехом, но с удивлением заметил, что никто не вторит ему. Все продолжали сидеть с опущенными головами и омраченными лицами, а женщины, державшие на руках младенцев, тихо плакали. — Здесь что-то не так, — сказал себе Хаджана Асреддин и подошел ближе. — Послушай, почтенный старец! — обратился он к седобородому старику с изможденным лицом. — Поведай мне, что случилось. Почему я не вижу улыбок, не слышу смеха? Почему плачут женщины? Зачем вы сидите здесь, на дороге, в пыли и жаре? Разве не лучше сидеть дома в прохладе? — Дома хорошо сидеть тому, у кого есть дом, — скорбно ответил старик. — Ах, прохожий, не спрашивай. Горе велико, а помочь ты все равно не сможешь. — Вот я, старый, дряхлый, молю сейчас Бога, чтобы он поскорее послал мне смерть. — К чему такие слова? — укоризненно сказал Хаджана Асреддин. — Человек никогда не должен думать об этом. Поведай мне свое горе и не смотри, что я беден с виду. Может быть, я сумею помочь тебе. Мой рассказ будет кратким. Всего час назад по нашей улице прошел ростовщик Джафар в сопровождении двух эмирских стражников. А я — должник ростовщика Джафара, и завтра утром истекает срок моего долга. И вот я изгнан из своего дома, в котором прожил всю жизнь, и нет больше у меня семьи, и нет угла, где бы мог я преклонить голову. А все имущество мое — дом, сад, скот и виноградники — будет продано завтра Джафарам. Слезы показались на глазах старика. Голос дрожал. — И много ты ему должен? — спросил Хаджана Асреддин. — Очень много, прохожий. Я должен ему двести пятьдесят таньга. — Двести пятьдесят таньга? — воскликнул Хаджана Асреддин. И человек желает себе смерти из-за каких-то двухсот пятидесяти таньга. — Ну-ну, стой смирно, — добавил он, обращаясь к ишаку и развязывая переметную сумку. — Вот тебе, почтенный старец, двести пятьдесят таньга. Отдай их этому ростовщику, выгони его пинками из своего дома и доживай свои дни в покое и благоденстве. Услышав звон серебра, все встрепенулись, а старик не мог вымоловить слова, и только глазами, в которых сверкали слезы, благодарил Хаджу Асреддина. — Ну вот, видишь, а ты еще не хотел рассказывать о своем горе, — сказал Хаджана Асреддин, отсчитывая последнюю монету и думая про себя. — Ничего, вместо восьми мастеров я найму только семь. С меня и этого хватит. Вдруг женщина, сидевшая рядом со стариком, бросилась в ноги Хаджана Асреддину и протянула к нему с громким плачем своего ребенка. — Посмотри, — сказала она сквозь рыдание, — он болен, губы его пересохли, и лицо пылает, и он умрет теперь, мой бедный мальчик, где-нибудь на дороге, ибо меня выгнали из моего дома. Хаджана Асреддин взглянул на исхудавшее бледное личико ребенка, на его прозрачные руки, потом обвел взглядом лица сидящих. И когда он вгляделся в эти лица, иссеченные морщинами, измятые страданием, и увидел глаза, потускневшие от бесконечных слез, словно горячий нож вонзился в его сердце. Мгновенная судорога перехватила горло, кровь жаркой волной бросилась в лицо. Он отвернулся. — Я вдова, — продолжала женщина. — Мой муж, умерший полгода назад, был должен ростовщику двести таньга, и по закону долг перешел на меня. — Мальчик в самом деле болен, — сказал Хаджана Асреддин, и вовсе не следует держать его на солнцепёке, ибо солнечные лучи сгущают кровь в жилах, как говорит об этом Авиценна, что, конечно, не полезно мальчику. — Вот тебе двести таньга. Возвращайся скорее домой и положи ему примочку на лоб. Вот тебе ещё пятьдесят таньга, чтобы ты могла позвать лекаря и купить лекарства. Про себя он подумал. Можно отлично обойтись и шестью мастерами. Но в ноги ему рухнул огромного роста бородатый каменщик, семью которого завтра должны были продать в рабство за долг ростовщику Джафару в четыреста таньга. — Пять мастеров, конечно, маловато, — подумал Хаджана Асреддин, развязывая свою сумку. Не успел он её завязать, как ещё две женщины упали на колени перед ним, и рассказы их были столь жалобны, что Хаджана Асреддин, не колеблясь, наделил их деньгами, достаточными для расплаты с ростовщиком. Увидев, что оставшихся денег едва-едва хватит на содержание трёх мастеров, он решил, что в таком случае не стоит и связываться с мастерскими, и щедрой рукой принялся раздавать деньги остальным должникам ростовщика Джафара. В сумке осталось не больше пятисот таньга. И тогда Хаджана Асреддин заметил в стороне ещё одного человека, который не обратился за помощью, хотя на лице его было ясно написано горе. — Эй, ты, послушай, — позвал Хаджана Асреддин, — зачем ты сидишь здесь? Ведь за тобой нет долга ростовщику? — Я должен ему, — глухо сказал человек. — Завтра я сам пойду в цепях на невольничий рынок. — А почему ж ты молчал до сих пор? — О, щедрый благодетельный путник! Я не знаю, кто ты, святой ли Багаэддин, вышедший из своей гробницы, чтобы помочь беднякам, или сам Гаруна Аль-Рашид. Я не обратился к тебе, только потому, что и без меня ты уже очень сильно потратился, а я должен больше всех пятьсот таньга. И я боялся, что если ты дашь мне, то не хватит старикам и женщинам. — Ты справедлив, благороден и совестлив, — сказал растроганный Хаджана Средин. — Но я тоже справедлив, благороден и совестлив. И, клянусь, ты не пойдешь завтра в цепях на невольничий рынок. Держи полу. Он высыпал из переметной сумки все деньги до последней таньга. Тогда человек, придерживая левой рукой полу халата, обнял правой рукой Хаджуна Средина и припал в слезах к его груди. Хаджана Средин обвел взглядом всех спасенных людей и увидел улыбки, румянец на лицах и блеск в глазах. — А ты в самом деле здорово полетел со своего ишака, — сказал вдруг огромный бородатый каменщик, захохотав. И все разом захохотали. Мужчины грубыми голосами, а женщины тонкими. И завулыбались дети, протягивая ручонки к Хаджуна Средину. А сам он смеялся громче всех. — О! — говорил он, корчась от смеха. Вы еще не знаете, какой это ишак. Это такой проклятый ишак. — Нет, — перебила женщина с больным ребенком на руках. — Не говори так про своего ишака. Это самый умный, самый благородный, самый драгоценный в мире ишак. Рабных ему никогда еще не было и не будет. Я согласна всю жизнь ухаживать за ним, кормить его отборным зерном, никогда не утруждать работой, чистить скребницей, расчесывать хвост ему гребнем. Ведь если бы этот несравненный и подобный цветущей ишак, наполненный одними лишь добродетелями, не прыгнул через канаву и не выбросил тебя из седла, о путник, явившийся перед нами, как солнце во мгле, ты проехал бы мимо, не заметив нас, а мы не посмели бы остановить тебя. — Она права, — глубокомысленно заметил старик. — Мы во многом обязаны своим спасением этому ишаку, который поистине украшает собой мир и выделяется как калмаз среди всех прочих ишаков. Все начали громко восхвалять ишака и наперебой совали ему лепешки, жареную кукурузу, сушеные абрикосы и персики. Ишак, отмахиваясь хвостом от назойливых мух, невозмутимо и даже важно принимал подношение, однако заморгал все-таки глазами при виде плетки, которую из-под тишка показывал ему Хаджана Среддин. Но время шло своим чередом, удлинились тени, краснолапые аисты, крича и хлопая крыльями, опускались в гнезда, откуда навстречу им тянулись жадно раскрытые клювы птенцов. Хаджана Среддин начал прощаться. Все кланялись и благодарили его. «Спасибо тебе! Ты понял наше горе!» «Еще бы мне не понять», ответил он, «если я сам, не далее, как сегодня, потерял четыре мастерских, где у меня работали восемь искуснейших мастеров, дом и сад, в котором били фонтаны и висели на деревьях золотые клетки с певчими птицами. Еще бы мне не понять». Старик прошамкал своим беззубым ртом. «Мне нечем отблагодарить тебя, путник. Вот единственное, что захватил я, покидая дом, это Коран, священная книга. Возьми ее, и добудет она тебе путеводным огнем в житейском море». Хаджана Среддин относился к священным книгам без всякого почтения. Но, не желая обидеть старика, взял Коран, уложил в переметную сумку и вскочил в седло. «Имя! Имя!» закричали все хором. «Скажи нам свое имя, чтобы мы знали, кого благодарить в молитвах». «Зачем вам знать мое имя? Истинное добродетель не нуждается в славе. А что же касается молитв, то у Аллаха есть много ангелов, извещающих его о благочестивых поступках. А если же ангелы ленивы и нерадивы, и спят где-нибудь на мягких облаках, вместо того, чтобы вести счет всем благочестивым и всем богохульным делам на земле, то молитвы ваши все равно не помогут, ибо Аллах был бы просто глуп, если бы верил людям на слово, не требуя подтверждения от доверенных лиц». Одна из женщин вдруг тихо ахнула, за ней вторая, потом старик, встрепенувшись, уставился во все глаза на Хаджуна Среддина. Но Хаджа Насреддин торопился и ничего не заметил. «Прощайте, да пребудут мир и благоденствие над вами». Сопровождаемый благословениями он скрылся за поворотом дороги. Оставшиеся молчали, в глазах у всех светилась одна мысль. Молчание нарушил старик. Он сказал проникновенно и торжественно. «Только один человек во всем мире может совершить такой поступок, и только один человек в мире умеет так разговаривать, и только один человек в мире носит в себе такую душу, свет и тепло, которой обогревают всех несчастных и обездоленных. И этот человек, он наш...» «Молчи!» быстро перебил второй. «Или ты забыл, что заборы имеют глаза, камни имеют уши, и многие сотни собак кинулись бы по его следу». «Да, ты прав», добавил третий. «Мы должны молчать, ибо он сейчас ходит по канату, и достаточно малейшего толчка, чтобы погубить его». «Пусть мне лучше вырвут язык, чем я произнесу где-нибудь вслух его имя», сказала женщина с больным ребенком на руках. «Я буду молчать», воскликнула вторая женщина. «Ибо я согласна скорее умереть сама, чем подарить ему нечаянно веревку». Так сказали все, кроме бородатого и могучего каменщика, который не отличался остротой ума и, прислушиваясь к разговорам, никак не мог понять, почему собаки должны бегать по следам этого путника, если он не мясник и не продавец вареной требухи. А если же этот путник канатоходец, то почему имя его так запретно для произнесения вслух, и почему женщина согласна скорее умереть, чем подарить своему спасителю веревку, столь необходимую в его ремесле. Здесь каменщик совсем уж запутался, сильно засопел, шумно вздохнул и решил больше не думать, опасаясь сойти с ума. Хаджан Асредин уехал тем временем далеко, а перед его глазами все стояли изможденные лица бедняков. Он вспоминал больного ребенка, лихорадочный румянец на его щеках и запекшиеся в жару губы. Вспоминал седины старика, выброшенного из родного дома, и ярость поднималась из глубины его сердца. Он не мог усидеть в седле, спрыгнул и пошел рядом с ишаком, отшвыривая пинками попадавшиеся под ноги камни. — Ну, подожди, подожди, ростовщик, шептал он, и зловещий огонь разгорался в его черных глазах. — Мы встретимся, и твоя участь будет горька. — И ты, и мир, продолжал он, трепещи и бледней и мир, ибо я аджана средин в бухаре. О, презренные пиявки, сосущие кровь из моего несчастного народа, о, жадные гиены и вонючие шакалы, не вечно вам блаженствовать и не вечно народу мучиться. Что же касается тебя, ростовщик Джафар, то пусть на веки вечные покроется мое имя позором, если я не расквитаюсь с тобой за все горе, какое ты причиняешь беднякам. Глава седьмая Даже для хаджина средина, повидавшего в жизни многое, этот день, первый день пребывания на родине, был слишком беспокоен и богат приключениями. Хаджан средин устал и стремился укрыться где-нибудь в тихом месте и отдохнуть. Нет, вздохнул он, увидев издали множество людей, столпившихся вокруг водоема. «Видно, мне сегодня не суждено отдохнуть, он опять что-то случилось». Водоем лежал в стороне от большой дороги и хаджан средин мог бы проехать мимо, но не таков был наш хаджан средин, чтобы упустить случай вмешаться в спор, скандал или драку. Ишак, в совершенстве изучивший за долгие годы характер своего господина, повернул, не дожидаясь приказаний к водоему. «Что случилось? Кого убили? Кого обокрали?» закричал хаджан средин, направив Ишака в самую гущу народа. «А ну-ка раступись! Дорогу! Дорогу!» Когда он пробрался сквозь толпу и подъехал к самому краю большого покрытого зеленоватой плесенью водоема, то увидал необычайное. В трех шагах от берега тонул человек. Он то выныривал, то опять погружался, пуская со дна большие пузыри. На берегу суетилось множество людей. Они тянулись к тонущему, стараясь ухватить его за халат, но руки их не доставали на какие-нибудь поларшина. «Давай руку! Давай! Давай!» кричали они. Тонущий словно бы не слышал. Он не подавал им руки, продолжая равномерно погружаться и снова выныривать. В соответствии с его странствиями на дно и обратно по водоему расходились ленивые волны и с тихим плеском лизали берег. «Странно!» сказал Хаджан Асреддин, наблюдая. «Очень странно! Какая может быть причина этому? Почему он не протягивает руки? Может быть, он искусный водолаз и ныряет на спор? Но почему тогда в халате?» Хаджан Асреддин задумался. Пока он думал, тонущий успел вынырнуть четыре раза, причем с каждым разом пребывал на дне, все дольше и дольше. «Очень странно!» повторил Хаджан Асреддин, спешиваясь. «Обожди здесь!» обратился он к Ишаку. «А я пойду взгляну поближе». Тонущий в это время погрузился глубоко и не показывался так долго, что некоторые на берегу начали уже творить заупокойные молитвы. Но вдруг он показался опять. «Давай руку! Давай! Давай!» закричали люди, протягивая к нему руки. Но он, посмотрев белыми глазами и не протянув руки, опять пошел безмолвно и плавно ко дну. «Эх, вы, недогадливые чудаки!» сказал Хаджан Асреддин. «Разве вы не видите по дорогому халату и по шелковой челме, что этот человек мула или богатый вельможа? И неужели вы до сих пор не изучили характера мул и вельмож и не знаете, каким способом надо вытаскивать их из воды?» «Вытаскивай скорее, если ты знаешь!» закричали в толпе. «Спасай его! Вот он показался! Вытаскивай!» «Подождите», ответил Хаджан Асреддин. «Я не закончил еще своей речи». «Где, спрашиваю я вас, встречали вы мулу или вельможу, который когда-нибудь что-нибудь кому-нибудь давал?» «Запомните, о невежды, мулы и вельможи никогда ничего не дают, они только берут, и спасать их из воды надо, соответственно, их характеру. Вот, смотрите». «Но ты уже опоздал!» кричали из толпы. «Он уже не вынырнет больше». «Ха! Вы думаете, что водяные духи так легко примут к себе мулу или вельможу? Вы ошибаетесь. Водяные духи постараются всеми силами избавиться от него». Хаджан Асреддин присел на корточке и стал терпеливо ждать, наблюдая за пузырями, что восходили со дна и плыли к берегу, подгоняемые легким ветром. Наконец, что-то темное стало подниматься из глубины. Тонущий показался на поверхности в последний раз, если бы не Хаджан Асреддин. «На!» крикнул Хаджан Асреддин, сунув ему руку. «На!» Тонущий судорожно вцепился в протянутую руку. Хаджан Асреддин поморщился от боли. И потом на берегу долго не могли разжать пальцы спасенного. Несколько минут лежал он без движения, окутанный водорослями и облепленный зловонной тиной, скрывавшей черты его лица. Потом изо рта, из носа, из ушей у него хлынула вода. «Где сумка? Сумка! Где моя сумка?» простонал он и не успокоился до тех пор, пока не нащупал на боку сумку. Тогда он стряхнул с себя водоросли и полой халата вытер тину с лица. И хаджан осредин отшатнулся. Настолько безобразно было это лицо с плоским перешибленным носом и вывернутыми ноздрями, с бельмом на правом глазу. Вдобавок он был еще и горбат. «Кто мой спаситель?» спросил он скрипучим голосом, обводя остолпившихся людей своим единственным оком. «Вот он!» загудели все, выталкивая вперед хаджуна средина. «Подойди сюда, я вознагражу тебя!» Спасенный запустил руку в свою сумку, где еще хлюпала вода, и достал горсть мокрого серебра. «Впрочем, в том, что ты меня вытащил, нет ничего особенного и удивительного, я, пожалуй, и сам бы выплыл», продолжал он сварливым голосом. Пока он говорил, горсть его от слабости ли, а может быть, и по другой причине, постепенно разжималась, и деньги с тихим звоном текли сквозь пальцы обратно в сумку. Наконец, в руке осталась одна монета, полтаньга. Он со вздохом протянул монету Хаджана Средину. «Вот тебе деньги, пойди на базар и купи миску плова». «Да здесь не хватит на миску плова», сказал Хаджана Средин. «Ничего, ничего, а ты возьми плов без мяса». «Теперь вам понятно», обратился Хаджана Средин к остальным, «что я спасал его действительно в полном соответствии с его характером». Он направился к своему ишаку. На пути остановил его человек, высокий, тощий, жилистый, угрюмого и неприветливого вида, с руками черными от угля и копоти, с кузнечными клещами за поясом. «Что тебе, кузнец?» спросил Хаджана Средин. «Знаешь ли ты», ответил кузнец, смелив Хаджуна Средина с ног до головы недобрым взглядом? «Знаешь ли ты, кого спас в самую последнюю минуту, после которой его никто бы уже не спас? И знаешь ли ты, сколько слез прольется теперь из-за твоего поступка, и сколько людей потеряют свои дома, поля и виноградники и пойдут на невольничий рынок, а потом в цепях по большой хивинской дороги?» Хаджан Средин возрился на него с удивлением. «Я не понимаю тебя, кузнец, разве достойно человека и мусульманина пройти мимо тонущего, не протянув ему руку помощи?» «Ну что же, по-твоему, надо спасать от гибели всех ядовитых змей, всех гиен и каждую ехидну?» воскликнул кузнец и вдруг, сообразив, что-то добавил. «Да ты здешний ли?» «Нет, я приехал издалека». «Значит, ты не знаешь, что спасенный тобой человек злодей и кровопийца, и каждый третий человек в Бухаре стонет и плачет из-за него?» Страшная догадка мелькнула в голове Хаджина Средина. «Кузнец», сказал он дрогнувшим голосом, боясь поверить в свою догадку. «Скажи мне имя спасенного мною». «Ты спас ростовщика Джафара, да будет он проклят и в этой и в будущей жизни, и да поразят гнойные язвы все его племя до четырнадцатого колена», ответил кузнец. «Как?» вскричал Хаджан Асредин. «Что ты говоришь, кузнец?» «О, горе мне, о, позор на мою голову! Неужели я своими руками вытащил из воды эту змею? Поистине нет искупления такому греху, о, горе и позор и несчастье!» Его раскаяние тронуло кузнеца, и он немного смягчился. «Успокойся, путник, теперь уж ничего не поделаешь, и надо же было тебе подъехать как раз в эту минуту к водоему. И почему твой ишак внизу прямился где-нибудь и не задержался в дороге? За это время ростовщик как раз успел бы потонуть». «Это ты ишак», сказал Хаджан Асредин, «если он и задерживается в дороге, то только для того, чтобы очистить от денег мои переметные сумки. Ему, видишь ли, тяжело возить их с деньгами». «А уж если мне предстоит опозорить себя спасением ростовщика, то можешь не сомневаться, этот ишак доставит на место как раз вовремя». «Да», сказал кузнец, «но сделанного не воротишь, не загонять же теперь ростовщика обратно в пруд». Хаджан Асредин встрепенулся, «Я совершил нехорошее дело, но я же исправлю его». «Слушай, кузнец, клянусь, что ростовщик Джафар будет утоплен мною, клянусь бородою моего отца, что он будет утоплен мною в этом же самом пруду. Запомни мою клятву, кузнец, я никогда еще не говорил на ветер, ростовщик будет утоплен, и когда ты об этом услышишь на базаре, знай, что я искупил свою вину перед жителями благородной бухары». Глава восьмая На город уже опускались сумерки, когда Хаджан Асреддин добрался до базарной площади. Зажигались яркие костры в чайханах, и скоро вся площадь опоясалась огнями. Завтра предстоял большой базар, и один за другим шли мягкой поступью верблюжьи караваны, исчезали в темноте, а воздух был все еще полон мерным, медным и печальным звоном бубенцов. И когда затихали в отдалении бубенцы одного каравана, им на смену начинали стонать бубенцы другого, вступающего на площадь. И это было нескончаемо, словно сама темнота над площадью тихо звенела, дрожала, переполнившись звуками, принесенными сюда со всех концов мира. Здесь невидимые стонали бубенцы индийские, афганские, аравийские, иранские, египетские. Хаджан Асредин все слушал и слушал и готов был слушать без конца. Рядом в Чайхане ударил, загудел бубен, ему ответили струны дутара. И невидимый певец высоко под самые звезды поднял звенящий напряженный голос. Он пел о своей возлюбленной, он жаловался на нее. Под эту песню пошел Хаджан Асредин искать ночлега. — У нас на двоих с Ишаком есть полтаньга, сказал он чайханщику. — Можешь переночевать на Кашме за полтаньга, ответил чайханщик. — Одеяло не получишь. — А где мне привязать Ишака? — Вот еще буду я заботиться о твоем Ишаке. Коновязи около чайханы не было. Хаджан Асредин заметил какую-то железную скобу, торчавшую из-под помоста. К этой скобе он и привязал Ишака, не потрудившись посмотреть, к чему же была приделана скоба. Потом вошел в чайхану и улегся. Он очень устал. Сквозь дрему он услышал вдруг свое имя. Он приоткрыл глаза. Неподалеку сидели, собравшись в кружок и пили чай какие-то люди, приехавшие на базар. Погонщик, пастух и два ремесленника. Один из них в полголоса говорил. — Рассказывают еще так, Хаджи на Средине. Однажды в Багдаде шел он по базару и вдруг услышал шум и крик, доносившиеся из харчевни. Наш Хаджан Асредин, как вам известно, человек любопытный. Он заглянул в харчевню и видит, что толстый красномордый харчевник трясет за шиворот какого-то нищего и требует денег, а нищий не хочет платить. — Что за шум? — спрашивает наш Хаджан Асредин. — Что вы не поделили? — Вот этот бродяга, — закричал в ответ харчевник, этот презренный оборванец и жулик зашел сейчас в мою харчевню, да отсохнут все его внутренности, вынул из-за пасухи лепешку и долго держал ее над жаровней, пока лепешка не пропиталась насквозь запахом шашлыка и не стало от этого потом этот нищий сожрал лепешку, а теперь не хочет платить, да выпадут все его зубы и облезет кожа. — Это правда? — строго спросил наш Хаджан Асредин у нищего, который не мог от страха вымолвить слово и только кивнул в ответ головой. — Нехорошо, — сказал Хаджан Асредин, — очень нехорошо пользоваться бесплатно чужим добром. — Ты слышишь, оборванец, что тебе говорит этот почтенный и достойный человек? — обрадовался Харчевник. — У тебя есть деньги? — обратился Хаджан Асредин к нищему. Тот молча достал из кармана последние медики. Харчевник уже протянул было свою жирную лапу за ними. — Подожди, о, почтенный, остановил его Хаджан Асредин, давай-ка сначала сюда твое ухо. И он долго звенел зажатыми в кулаке деньгами над самым ухом Харчевника, а потом, вернув деньги нищему, сказал, — Иди с миром, бедный человек. — Как? — закричал Харчевник, но я не получил платы. — Он заплатил тебе полностью, и вы в расчете, — ответил наш Хаджан Асредин. — Он нюхал, как пахнет твой шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги. Все в чайхане так и покатились со смеху. Один поспешно предупредил, — Тише, а то сразу догадаются, что мы говорим о Хаджане Асредине. — Откуда они только знают, — улыбался про себя Хаджан Асредин. — Ну, это, правда, было не в Багдаде, а в Стамбуле, но все равно откуда они знают. Начал в полголоса рассказывать второй, в одежде пастуха и в цветной челме, что выдавала в нем жителя Бадахшана. — Рассказывают еще и так. Однажды Хаджан Асредин шел мимо огорода Мулы. Мула как раз собирал в мешок тыквы и по жадности нагрузил мешок так, что не мог даже и поднять его, не только что нести. Вот он стоит и думает, как же мне доставить мешок домой. Увидел прохожего и обрадовался. послушай, сын мой, не возьмешься ли ты донести до моего дома этот мешок? А у Хаджина Асредина как раз не было денег. — А сколько ты мне заплатишь? спросил он Мулу. — О, сын мой, на что тебе деньги? Пока ты будешь нести тыквы, я по дороге поведаю тебе три премудрости, и они сделают тебя счастливым на всю жизнь. — Интересно, какие премудрости обещает открыть мне Мула, думает про себя наш Хаджина Асредин. Его разобрало любопытство. Он взвалил на плечи мешок и понес. А дорога круто поднималась в гору и шла над обрывом. Когда Хаджина Асредин остановился отдохнуть, Мула сказал с таинственным и важным видом — Слушай первую премудрость и большей не было в мире никогда со времен Адама. И если ты постигнешь всю глубину ее, то это будет равносильно познанию тайного смысла букв Алиф Ламра, которыми Магомед, пророк и учитель наш, открывает вторую суру Корана. Слушай внимательно, если кто-нибудь тебе скажет, что ходить пешком лучше, чем ездить верхом, ты не верь этому человеку. Запомни мои слова и думай над ними неотступно днем и ночью, и тогда ты постигнешь заключающуюся в них премудрость. Но эта премудрость ничто по сравнению со второй премудростью, которую я тебе поведаю вон у того дерева. Видишь, вон впереди. Ладно, думает про себя хаджан и средин, погоди, мула. Обливаясь потом, он дотащил мешок до дерева. Мула поднял палец. Открой свои уши и внимай, ибо вторая премудрость включает в себя весь Коран и половину шариата и еще одну четверть книги тариката. И, постигший эту премудрость, никогда не собьется с пути добродетели и никогда не оступится на дороге истины. Постарайся же, о сын мой, понять эту премудрость и радуйся, что получил ее бесплатно. Вторая премудрость гласит, если тебе кто-нибудь скажет, что бедному жить легче, чем богатому, ты не верь этому человеку. Но даже и эта вторая премудрость ничто рядом с третьей, сияние которой может сравниться только со слепительным блеском солнца и глубину которой можно сравнить только с глубиной океана. Третью премудрость я поведаю тебе у ворот моего дома. Идем же скорее, ибо я уже отдохнул. Подожди, мула, отвечает наш хаджан Асреддин, я наперед знаю твою третью премудрость. Ты хочешь у ворот своего дома сказать мне, что умный человек да, может заставить глупца бесплатно тащить мешок с тыквами? Прожженный мула отшатнулся. Хаджан Асреддин слово в слово угадал его третью премудрость. Но послушай теперь, мула, мою одну единственную премудрость, которая стоит всех твоих, продолжал хаджан Асреддин. И моя премудрость, клянусь Магометом, столь ослепительна и столь глубока, что включает в себя весь ислам, с Кораном, шариатом, книгой Тариката и всеми другими книгами, и всю буддийскую веру, и всю иудейскую веру, и все христианские заблуждения. Нет, никогда не было и не будет впредь премудрости более достоверной, чем та, которую я поведаю тебе сейчас, о, мула. Но приготовься, чтобы не поразила тебя слишком эта премудрость, ибо от нее легко потерять рассудок, настолько она поразительна, ослепительна и необъятна. Подготовь же свой рассудок, мула, и слушай. Если кто-нибудь скажет тебе, что эти вот самые тыквы не разбились, плюнь в лицо тому человеку, назови его лжецом и прогони из своего дома. С этими словами Хаджан Асредин поднял мешок и бросил вниз крутого обрыва. Тыквы сыпались из мешка, прыгали и звучно раскалывались, налетая на камни. О горе мне, о великий убыток и разорение, закричал мула. И начал он кричать, причитать, царапать лицо, и всем своим видом вполне походил на безумного. Вот видишь, поучительно молвил Хаджан Асредин, ведь я предупреждал, что от моей премудрости рассудок твой может легко помутиться. Слушавшие залились веселым смехом. Хаджан Асредин, лежа в углу на пыльной блохастой кашме, думал, откуда они это узнали? Ведь нас было только двое над обрывом, и я никому не рассказывал. Вероятно, рассказал сам мула, догадавшись впоследствии, кто тащил его тыквы. Начал третий рассказчик. Однажды Хаджан Асредин возвращался из города в турецкую деревню, где тогда жил. Почувствовав себя утомленным, он лег отдохнуть на берег речки и незаметно уснул, обиваемый благоуханным дыханием весеннего ветерка. И приснилось ему, что он умер. Если я мертв, решил про себя наш Хаджан Асредин, то я не должен шевелиться и не должен открывать глаза. Так и лежал он долгое время без движения на мягкой траве и нашел, что быть мертвым не так уж и плохо. Лежи себе да лежи без всяких забот и хлопот, что неотступно преследует нас в нашем земном бренном существовании. Мимо шли какие-то путники. Увидели Хаджуна Асредина. — Смотрите, сказал один, это мусульманин. Он мертв, добавил второй. Надо отнести его в ближайшую деревню, чтобы его там обмыли и похоронили достойно, предложил третий, назвав как раз ту самую деревню, куда направлялся Хаджан Асредин. Путники срубили несколько молодых деревьев, устроили носилки и взвалили на них Хаджуна Асредина. Они долго несли его, а он лежал без движения, не открывая глаз, как и подобает мертвецу, душа которого стучится уже в двери рая. Вдруг носилки остановились. Путники начали спорить, где брод. Один звал направо, второй налево, а третий предлагал идти через речку напрямик. Хаджан Асредин приоткрыл чуть-чуть один глаз и увидел, что путники стоят перед самым глубоким, быстрым и опасным местом реки, где уже не раз тонули неосторожные. О себе самом я не беспокоюсь, подумал Хаджан Асредин. Я все равно мертв, и мне безразлично теперь, где лежать в могиле или на речном дне. Но но спутников И он опять закрыл глаза. Путники, поблагодарив Хаджуна Средина за указания, потащили носилки дальше, читая громко молитвы о спасении его души. Пока слушавшие, да и сам рассказчик хохотали, подталкивая друг друга локтями, Хаджана Средин с неудовольствием бормотал. Ну, все переврали. Во-первых, мне не приснилось, что я умер. Не такой уж я дурак, чтобы не отличить самого себя живого от самого себя мертвого. Я даже хорошо помню, что меня все время кусала блоха, и мне отчаянно хотелось почесаться. Разве это не доказывает с полной очевидностью, что я был действительно жив? Ибо в противном случае я, конечно, не мог бы чувствовать укусов блохи. Просто я устал, и мне не хотелось идти. А эти путники были ребята здоровые. Ну, что им стоило сделать небольшой крюк и отнести меня в деревню. Но когда они решили переходить реку там, где глубина была в три человеческих роста, я их остановил, заботясь, впрочем, не столько о своей семье, ибо у меня ее нет, сколько об их семьях. И сейчас же я испробовал горький плод неблагодарности. Вместо того, чтобы сказать мне спасибо за своевременное предупреждение, они вытряхнули меня из насилок и бросились на меня с кулаками, и наверняка сильно избили бы меня, если бы не резвость моих ног. Удивляюсь, до чего могут люди исказить и переврать действительно случившееся. Между тем, четвертый начал свой рассказ. И говорят еще о Хаджа-на-Средине такое. Он, Хаджа-на-Средин, жил около полугода в одной деревне и весьма прославился между жителями находчивостью в ответах и остротою своего ума. Хаджа-на-Средин насторожился. Где слышал он этот голос, негромкий, но внятный, с едва заметной хрипотцой. И совсем недавно, может быть, даже сегодня. Но как ни старался, вспомнить не мог. Рассказчик продолжал. Губернатор той области направил однажды в деревню, где жил Хаджа-на-Средин, одного из своих слонов на постой и прокормление от жителей. Слон был необычайно прожорлив. Он съедал за одни сутки пятьдесят мер ячменя, пятьдесят мер джугара и пятьдесят мер кукурузы и еще сто снопов свежего клевера. Через две недели жители деревни скормили слону все свои запасы, разорились и впали в уныние. И, наконец, решили послать Хаджу-на-Средина к самому губернатору с просьбой, чтобы слона убрали из деревни. И вот они пошли к Хадже-на-Средину, стали его просить. Он согласился, оседлал своего ишака, который, как это известно всему миру, своим упрямством, злонрабием и леностью подобен шакалу, пауку, гадюке и лягушке, слитым воедино, и, оседлав его, отправился к губернатору. Причем не забыл уговориться заранее с жителями о плате за свое дело. И плату назначил столь большую, что многие были вынуждены продать свои дома и остались нищими, по милости Хаджу-на-Средина. Кхм-кхм! — донеслось из угла. Это Хаджа-на-Средин, ворочавшийся и подпрыгивавший на кашме, с трудом удерживал клокочущую в груди ярость. Рассказчик продолжал. И он, Хаджа-на-Средин, пришел во дворец и долго стоял в толпе слуг и приживалов, ожидая, пока сиятельный губернатор, блистающий великолепием и мощью подобно солнцу, соблаговолит обратить к нему свой присветлый взор, изливающий на одних счастье, а на других гибель. И когда губернатор, сверкающий среди окружавших его, как серебристая луна, среди звезд или стройный благоуханный кипарис, среди низкорослого кустарника, соблаговолил осчастливить Хаджу-на-Средина и обратил к нему свой лик, на котором благородство и мудрость сочетались, как рубин и алмаз в одном перстне, когда, говорю я, губернатор обратил к нему свой лик, то от страха и удивления перед таким великолепием колени Хаджу-на-Средина затряслись, как шакали хвост, и кровь стала медленнее ходить в жилах. Он весь покрылся потом и сделался бледен, как мел. — Кхм-кхм! — донеслось из угла, но рассказчик не обратил на это внимания и продолжал. — Что ты хочешь? — спросил губернатор благородным и звучным голосом, напоминающим рыканье льва. Хаджан-Средин от страха едва владел языком. Голос его звучал визгливо, как лай зловонной гиены. — О, владыка! — ответил Хаджан-Средин. — О, свет нашей области! И солнце ее, и луна ее, и податель счастья и радости всему живущему в нашей области! Выслушай своего презренного раба, недостойно бы даже вытирать своей бородой порог твоего дворца. Ты, о, сиятельный, милостиво соизволил поместить у нас в деревне одного из твоих слонов на постой и прокормление от жителей. Так вот, мы немного недовольны. Губернатор грозно сдвинул брови и стал подобен громоносящей тучи, а Хаджан-Средин склонился перед ним до земли, как тростник перед бурей. — Чем же вы недовольны? — спросил губернатор. — Да говори скорее, или язык твой присох к твоей грязной и подлой гортани! — А-у-а-у-а! — залепетал трусливый Хаджан-Средин. — Мы недовольны, присветлый поверитель, тем, что слон один-одинешенек и очень скучает. Бедное животное совсем истомилось, и все жители, глядя на его тоску, истомились и извелись. — Вот меня и послали к тебе, о благороднейший из благородных, украшающий собой землю, просить, чтобы соизволил ты оказать нам еще одну милость и прислал бы к слону слониху на постой и прокормление от жителей. Губернатор остался премного доволен такой просьбой и приказал ее сейчас же исполнить. Причем в знак своей милости Хаджана-Средину позволил ему поцеловать свой сапог, что Хаджана-Средин немедленно выполнил с усердием столь великим, что сапог губернатора порыжал, а губы Хаджана-Средина почернели. Но в этот миг рассказчик был прерван громовым голосом самого Хаджана-Средина. — Ты лжешь! — вскричал Хаджана-Средин. — Ты лжешь, о бесстыдный, сам похожий на помесь шакала, паука, гадюки и лягушки. Это твои губы, грязный шелудивый пес, и язык твой, и все внутренности черны от лизания сапог властелинов. Но Хаджана-Средин никогда и нигде еще не склонялся перед властелинами. Ты клевещешь на Хаджуна-Средина. Не слушайте его, мусульмане! Гоните его, как лжеца и очернителя белизны, и пусть презрение будет его уделом. О, мусульмане! Отвратите от него глаза и сердца ваши! Он кинулся вперед, чтобы собственноручно расправиться с клеветником, и вдруг остановился, узнав рябое плоское лицо и желтые беспокойные глаза. Это был тот самый слуга, который спорил с ним в переулке из-за длины перил на загробном мосту. — Ха! — вскричал Хаджана-Средин. — Я узнал тебя, о преданный благочестивый слуга своего господина. И теперь я знаю, что у тебя есть еще один хозяин, имя которого ты держишь в тайне. А скажи-ка, сколько платит тебе и мир за поношение в чайханах Хаджина-Средина? Сколько платят тебе за доносы? Сколько платят с головы каждого преданного тобой и казненного, и брошенного в подземную тюрьму, и закованного в цепи, и проданного в рабство? Я узнал тебя, и мирский шпион, и доносчик! Шпион, до сих пор стоявший неподвижно, глядя со страхом на Хаджуна-Средина, вдруг ударил в ладоши и закричал тонким голосом. — Стража! Сюда! Хаджана-Средин услышал, как бежит в темноте стража. Гремят копья, звенят щиты. Не теряя времени, он прыгнул в сторону, сбив на землю рябово шпиона, преграждавшего путь. Но здесь он услышал топот стражников, бежавших с другого конца площади. Куда бы ни бросался он, повсюду натыкался на стражу. И была минута, когда он думал, что уже не вырвется. — Горе мне, я попался! — громким голосом закричал он. — Прощай, мой верный шаг! Но здесь произошло неожиданное и удивительное событие, память о котором до сих пор жива в Бухаре и никогда не умрет, ибо велико было смятение и велики были разрушения. Ишак, услышав горестные возгласы своего хозяина, направился к нему, но следом потащился из-под помоста огромный барабан. Хаджо-насредин, не разобрав в темноте, привязал Ишака к железной скобе барабана, которым чайханщик созывал по большим праздникам гостей в свою чайхану. Барабан зацепился за камень и грохнул. Ишак оглянулся, а барабан грохнул еще. И тогда Ишак, вообразив, что это злые духи, расправившись с Хаджо-насредином, подбираются теперь и к его серой шкуре, в ужасе заревел, поднял хвост и кинулся бежать через площадь. — Проклятье! Мой барабан! — завопил чайханщик, кидаясь в погоню. — Тщетно! Ишак мчался, как ветер, как буря. Но чем быстрее он мчался, тем яростнее, ужаснее и оглушительнее грохотал сзади барабан, подпрыгивая на камнях и кочках. Люди в чайханах всполошились, начали тревожно перекликаться, спрашивать, почему так гудит в неположенный час барабан, что случилось. А в это время на площадь как раз вступали последние пятьдесят верблюдов, груженные посудой и листовой медью. Увидев несущееся на них в темноте что-то страшное, ревущее, круглое, прыгающее и грохочущее, верблюды обезумели от ужаса и бросились в расцепную, роняя посуду и гремящую медь. Через минуту вся площадь и все прилегающие улицы были охвачены великим ужасом и небывалым смятением. Грохот, звон, гром, ржание, рев, лай, вой, треск и дребезжание — все это сливалось в какой-то адский гул, и никто не мог ничего понять. Многие сотни верблюдов, лошадей и ишаков, сорвавшихся с привязи, носились во мраке, гремя по разбросанным всюду медным листам, а погонщики вопили и метались, размахивая факелами. От страшного шума люди просыпались, вскакивали, и полуголые бежали, сами не зная куда, наталкиваясь друг на друга, оглашая темноту криками отчаяния и скорби, так как думали, что настал конец света. Заорали и захлопали крыльями петухи. Сметение росло, охватывая весь огромный город до самых окраин. И вот ударили пушки на городской стене, ибо городская стража решила, что в бухару ворвался неприятель, и ударили пушки во дворце, ибо дворцовая стража решила, что начался бунт. Со всех бесчисленных миноретов понеслись надрывные тревожные голоса муидзинов. Все перемешалось, и никто не знал, куда бежать и что делать. А в самой кромешной гуще, ловко увертываясь от обезумевших лошадей и верблюдов, бегал Хаджана Среддин, преследуя по грохоту барабана своего ишака, но так и не мог поймать, пока не оборвалась веревка, и барабан не отлетел в сторону под ноги верблюдам, которые ринулись от него, сокрушая с треском навесы, сараи, чайханы и лавки. Долго бы пришлось Хаджана Среддину ловить ишака, если бы они не столкнулись случайно нос к носу. Ишак был весь в мыле и дрожал. — Пойдем, пойдем скорее. Здесь что-то чересчур шумно для нас, сказал Хаджана Среддин, утаскивая за собой ишака. — Удивительно, что может натворить в большом городе один маленький ишак, если к нему привязать барабан. — Полюбуйся, что ты наделал. Ну, правда, ты спас меня от стражников, но все-таки я жалею бедных жителей Бухары. Им хватит теперь разбираться до утра. — Где же найти нам тихий уединенный уголок? Хаджана Среддин решил переночевать на кладбище, справедливо рассудив, что, какое бы ни поднялось смятение, усопшие все равно не будут бегать, вопить, кричать и размахивать факелами. Так Хаджана Среддин, возмутитель спокойствия и сеятель раздоров, закончил вполне достойно своего титула первый день пребывания в родном городе. Привязав к одному из надгробий ишака, он удобно устроился на могиле и скоро уснул. А в городе еще долго продолжалось смятение, шум, гу, крики, звон и пушечная пальба. Глава девятая Но как только забрежил рассвет, потускнели звезды и выступили из темноты неясные очертания предметов, на площадь вышли многие сотни метельщиков, мусорщиков, плотников и глинобитчиков. Они дружно взялись за работу, подняли опрокинутые навесы, починили мосты, заделали проломы в заборах, собрали все щепки и черепки и первые лучи солнца уже не застали в Бухаре никаких следов ночного смятения. И начался базар. Когда Хаджана Среддин, хорошо выспавшийся в тени могильного памятника, приехал на площадь, она уже вся гудела, волновалась и двигалась, затопленная из конца в конец разноплеменной, разноязычной, многоцветной толпой. — Дорогу! Дорогу! — кричал Хаджана Среддин, но даже сам с трудом различал свой голос в тысячах других голосов, ибо кричали все. Купцы, погонщики, водоносы, цирюльники, бродячие дервиши, нищие, базарные зубодеры, потрясавшие ржавыми и страшными орудиями своего ремесла. Разноцветные халаты, чалмы, попоны, ковры, китайская речь, арабская, индусская, монгольская и еще множество всяких наречий, все это слилось воедино, качалось, двигалось, гудело, и поднималось пыль, и замутилось небо, а на площадь бесконечными потоками прибывали новые сотни людей, раскладывали товары и присоединяли свои голоса к общему реву. Гончары выбивали палочками звонкую дробь на своих горшках и хватали прохожих за полы халатов, уговаривая послушать и, пленившись чистотою звона, купить. В чеканном ряду нестерпимо для глаз сияла медь, воздух стонал от говора маленьких молоточков, которыми мастера выбивали узоры на подносах и кувшинах, расхваливая громкими голосами свое искусство и понося искусство соседей. Ювелиры плавили в маленьких горных серебро, тянули золото, шлифовали на кожаных кругах драгоценные индийские самоцветы. Легкий ветер порой доносил сюда густую волну благоуханий из соседнего ряда, где торговали духами, розовым маслом, амброй, мускусом и различными пряностями. В сторону уходил нескончаемый ковровый ряд, пестрый, узорный, цветистый, разукрашенный персидскими, дамасскими, текинскими коврами, кашгарскими паласами, цветными попонами, дорогими и дешевыми, для простых коней и для благородных. Потом Хаджана Среддин миновал шелковый ряд, седельный, оружейный и красильный ряды, невольничий рынок, шерстобитный двор, и все это было только началом базара, а дальше тянулись еще сотни различных рядов. И чем глубже в толпу пробивался на своем мышаке Хаджана Среддин, тем оглушительнее вопили, кричали, спорили, торговали вокруг. Да, это был все тот же базар, знаменитый и несравненный бухарский базар, равного которому не имели в то время ни Дамаск, ни даже самый Багдад. Но вот ряды кончились, и глазам Хаджина Среддина открылся Эмирский дворец, обнесенный высокой стеной с бойницами и зубчатым верхом. Четыре башни по углам были искусно облицованы разноцветной мозаикой, над которой долгие годы трудились арабские и иранские мастера. Перед воротами дворца раскинулся пестрый табор. В тени изодранных навесов лежали и сидели на камышовых циновках люди, истомленные духотой, одинокие и со своими семьями. Женщины укачивали младенцев, варили пищу в котлах, штопали рваные халаты и одеяло. Всюду бегали полуголые ребятишки, кричали, дрались и падали, весьма непочтительно обращая ко дворцу ту часть тела, которая неприлична для созерцания. Мужчины спали или занимались различными домашними делами, или беседовали между собой, усевшись вокруг чайников. — Эгэ, да эти люди живут здесь не первый день, — подумал Хаджана Среддин. Его внимание привлекли двое, плешивый и бородатый. Они, повернувшись спинами друг к другу, лежали прямо на голой земле, каждый под своим навесом, а между ними была привязана к тополевому колушку белая коза, до того тощая, что ее ребра грозили прорвать облезшую шкуру. Она с жалобным блеянием гладала колышек, объеденный уже до половины. Хаджан Среддин был очень любопытен и не мог удержаться от вопроса. — Мир вам, жители благородной Бухары! Скажите мне, давно ли вы перешли в цыганское сословие? — Не смейся над нами, о путник, — ответил бородатый. — Мы не цыгане, мы такие же добрые мусульмане, как ты сам. А почему же вы не сидите дома, если вы добрые мусульмане? Что вы ждете здесь, перед дворцом? — Мы ждем справедливого и многомилостивого суда и мира, нашего владыки, повелителя и господина, затмевающего своим блеском само солнце. — Так, — сказал Хаджан Среддин, не скрывая насмешки, — И давно вы ждете справедливого и многомилостивого суда и мира, вашего владыки, повелителя и господина, затмевающего своим блеском самое солнце. — Мы ждем уже шестую неделю, о путник, — вмешался плешивый. — Вот этот бородатый сутяга, да покарает его Аллах, да подстелит шайтан свой хвост на его ложа, этот бородатый сутяга мой старший брат. — Наш отец умер и оставил нам скромное наследство, и мы разделили все, кроме козы. Пусть и мир рассудит, кому из нас она должна принадлежать. — Но где же остальное имущество, доставшееся вам в наследство? — Мы все обратили в деньги, ведь сочинителям жалоб надо платить, и писцам, принимающим жалобы, тоже надо платить, и стражникам надо платить, и еще многим. Плешивый вдруг сорвался с места и бросился навстречу грязному босому дервишу в остроконечной шапке и с черной выдолбленной тыквой на боку. — Помолись, святой человек, помолись, чтобы суд окончился в мою пользу. Дервиш взял деньги и начал молиться. И каждый раз, когда он произносил заключительные слова молитвы, Плешивый бросал в его тыкву новую монету и заставлял повторять все сызного. Бородатый с беспокойством поднялся, обшарил глазами толпу. После недолгих поисков он заметил второго дервиша, еще более грязного и оборванного, и, следовательно, еще более святого. Этот дервиш потребовал непомерные деньги. Бородатый начал было торговаться, но дервиш, покопавшись под своей шапкой, достал оттуда целую горсть крупных вшей, и бородатый, удостоверившись в его святости, согласился. Поглядывая с торжеством на своего младшего брата, он отсчитал деньги. Дервиш, опустившись на колени, начал громко молиться, перекрывая своим басом тонкий голос первого дервиша. Тогда плешивый, обеспокоившись, добавил денег своему дервишу, а бородатый своему, и оба дервиша, стараясь превзойти друг друга, закричали и завопили так громко, что Аллах, наверное, приказал ангелам закрыть окна в своих чертогах, опасаясь оглохнуть. Коза, обгладывая тополевый колышек, блеяло жалобно и протяжно. Плешивый бросил ей полснопа клевера, но бородатый закричал, «Убери свой грязный, вонючий клевер от моей козы!» Он отшвырнул клевер далеко в сторону и поставил перед козой горшок с отрубями. «Нет!» злобно завопил плешивый брат. «Моя коза не будет есть твои отруби!» Горшок полетел вслед за клевером, разбился, отруби перемешались с дорожной пылью, а братья в яростной схватке катались уже по земле, осыпая друг друга ударами и проклятиями. «Да, два дурака дерутся, два жулика молятся, а коза тем временем подохла от голода», сказал, покачав головы Хаджана Средин. «Эй, вы, добродетельные и любящие братья, взгляните сюда! Аллах по-своему рассудил ваш спор и забрал козу себе!» Братья, опомнившись, отпустили друг друга и долго стояли с окровавленными лицами, разглядывая издохшую козу. Наконец, Плешивый сказал, «Надо снять шкуру!» «Я сниму шкуру!» быстро отозвался Бородатый. «Почему же ты?» спросил второй. Плеш его побагровело от ярости. «Коза моя, значит, и шкура моя!» «Нет, моя!» Хаджана Среддин не успел вставить слово, как братья опять катались по земле, и ничего нельзя было разобрать в этом хрипящем клубке. Только на мгновение высунулся грязный кулак с зажатым в нем пучком черных волос, из чего Хаджана Среддин заключил, что старший брат лишился значительной части своей бороды. Безнадежно махнув рукой, Хаджана Среддин поехал дальше. Навстречу ему попался кузнец с клещами за поясом, тот самый, с которым Хаджана Среддин разговаривал вчера у водоема. «Здравствуй, кузнец!» радостно закричал Хаджана Среддин. «Вот мы и встретились, хотя я и не успел еще выполнить свои клятвы. Что ты здесь делаешь, кузнец? Разве ты пришел на эмирский суд?» «Только будет ли польза от этого суда?» угрюмо ответил кузнец. «Я пришел с жалобой от кузнечного ряда. Нам дали пятнадцать стражников, чтобы мы кормили их три месяца. Но прошел уже год, а мы все кормим и кормим и терпим большие убытки». «А я пришел от красильного ряда», вмешался какой-то человек со следами краски на руках, с лицом, позеленевшим от ядовитых паров, которые вдыхал он ежедневно от восхода до заката. «Я принес такую же точно жалобу. К нам поставили на прокормление двадцать пять стражников. Торговля наша разрушилась, доходы наши пришли в упадок. Может быть, эмир смилуется и освободит нас от этого нестерпимого ерма?» «И за что только вы ополчились на бедных стражников?» воскликнул Хаджана Среддин. «Ну, право же, они не самые худшие и прожорливые среди жителей Бухары. Вы безропотно кормите самого эмира, всех его визирей и сановников. Кормите две тысячи мул и шесть тысяч дервишей. Так почему же несчастные стражники должны голодать? А разве вы не знаете поговорки «там, где нашел себе пропитание один шакал, сейчас же заводятся еще десяток»? Я не понимаю вашего недовольства, о, кузнец и красильщик». «Тише», сказал кузнец, оглядываясь. Красильщик смотрел на Хаджуна Среддина с упреком. «Ты опасный человек, путник, и слова твои недобродетельны. Наш мир, он мудр и многомилостив». Он не договорил, потому что завыли трубы, ударили барабаны, весь пестрый табор всколыхнулся, пришел в движение, и тяжело открылись окованные медью ворота дворца. «И мир, и мир!» понеслись крики, и народ со всех концов хлынул ко дворцу, чтобы взглянуть на своего повелителя. Хаджан Асредин занял самое удобное место в первых рядах. Сначала из ворот выбежали глашаты. «Дорогу и миру, дорогу светлейшему и миру, дорогу повелителю правоверных!» Следом за ними выскочила стража, колотя палками направо и налево по головам и спинам любопытных, придвинувшихся слишком близко. В толпе образовался широкий проход, и вышли тогда музыканты с барабанами, флейтами, бубнами и корнаями. За ними следовала свита в шелках и золоте с кривыми саблями в бархатных ножнах, усыпанных драгоценными камнями. Потом провели двух слонов с высокими султанами на головах. Наконец вынесли пышно разукрашенные носилки, в которых под тяжелым парчевым балдахином возлежал сам великий эмир. Толпа зарокотала, загудела навстречу ему, словно бы ветер прошел по площади и народ распростерся ниц, как этого требовал эмирский указ, повелевавший верноподданным смотреть на своего владыку с подобострастием и обязательно снизу вверх. Перед носилками бежали слуги, расстилая ковры на пути. Справа от носилок шел дворцовый мухобой с опахалом из конских хвостов на плече, а слева степенно и важно шагал эмирский кальянщик с турецким золотым кальяном в руках. Шествие замыкало стража в медных шлемах со щитами, копьями, самострелами и саблями наголо. В самом хвосте везли две маленькие пушки. Все это освещалось ярким полуденным солнцем. Оно зажгло драгоценные камни, горело на золотых и серебряных украшениях, жарким блеском отражалось в медных щитах и шлемах, сияло на белой стали обнаженных клинков. Но в огромной распростертой ниц толпе не было ни драгоценных камней, ни золота, ни серебра, ни даже меди, ничего, что могло бы, радуя сердца, гореть и сиять под солнцем. Только лохмотье, нищета и голод. И когда пышная мирская процессия двигалась через море грязного, темного, забитого и оборванного народа, похоже, было, что тянут сквозь жалкое рубище тонкую и единственную золотую нить. Высокий устланный коврами помост, откуда надлежало и миру и злить на преданный ему народ свою милость, был уже оцеплен со всех сторон стражниками, а внизу на лобном месте хлопотали палачи, готовясь к исполнению эмирской воли. Испытывали гибкость прутьев и крепость палок, вымачивали в тазах многохвостые сыромятные плети, ставили виселицы, точили топоры и укрепляли в земле заостренные колья. Распоряжался начальник дворцовой стражи Арсланбек, прославившийся свирепостью далеко за пределами Бухары. Он был красен лицом, грузен телом и черен волосом. Борода покрывала всю его грудь и опускалась на живот. Голос его был подобен верблюжьему реву. Он щедро раздавал зуботычины пинки, но вдруг весь изогнулся и задрожал в подобострастии. Носилки плавно колыхаясь поднялись на помост и эмир, откинув балдахин, явил народу свое лицо. Глава десятая Он был не очень уж красив с виду пресветлый эмир. Лицо его, которое придворные поэты всегда сравнивали в своих стихах с полной серебристой луной, гораздо более напоминало перезрелую вялую дыню. Когда эмир, поддерживаемый визирями, встал с носилок, чтобы пересесть на золоченый трон, хаджан Асредин убедился, что и стан его, вопреки единодушному утверждению придворных поэтов, далеко не подобен стройному кипарису. Туловище эмира было тучным и грузным, руки короткими, а ноги столь кривыми, что даже халат не мог скрыть их уродство. Визири заняли свои места с правой стороны, мулы и сановники с левой, песцы со своими книгами и чернильницами разместились внизу, придворные поэты выстроились полукругом позади трона, глядя в затылок эмиру преданными глазами. Дворцовый мухобой взмахнул опахалом, кальянщик сунул в рот своему господину золотой чубук. Толпа вокруг помоста затаила дыхание. Хаджана средин, приподнявшись в седле и вытянув шею, весь обратился вслух. Эмир сонно кивнул головой. Стражники раступились, пропуская плешивого и бородатого, дождавшихся наконец своей очереди. Братья подползли на коленях к помосту, коснулись губами ковра, свисавшего до земли. — Встаньте, приказал великий визирь Бахтияр. Братья встали, не осмеливаясь стряхнуть пыль со своих халатов. Их языки заплетались от страха, речь была непонятно и сбивчива. Но Бахтияр был многоопытный визирь и понял все с полуслова. — Где ваша коза? нетерпеливо прервал он братьев. Плешивый ответил ему. — Она умерла, о, высокорожденный визирь. Аллах взял нашу козу к себе, но кому же из нас должна теперь принадлежать ее шкура? Бахтияр повернулся к Эмиру. — Каково будет твое решение, о, мудрейший из повелителей? Эмир протяжно зевнул и с видом полного безразличия закрыл глаза. Бахтияр почтительно склонил голову, отягощенную белой челмой. — Я прочел решение на твоем лице, о, владыка. — Слушайте, обратился он к братьям. Они опустились на колени, готовясь поблагодарить Эмира за мудрость, справедливость и милосердие. Бахтияр объявил приговор. Песцы заскрипели перьями, записывая его слова в толстые книги. Повелитель правоверных и солнца вселенной наш великий мир, да пребудет над ним благословение Аллаха, рассудить соизволил, что если козу взял к себе Аллах, то шкура ее по справедливости должна принадлежать наместнику Аллаха на земле, то есть великому Эмиру, для чего надлежит снять с козы шкуру, высушить и обработать ее, и принести во дворец и сдать в казну. Братья в растерянности переглянулись, по толпе пробежал легкий шепот. Бахтияр продолжал раздельно и громко. Кроме того, надлежит взыскать стяжущихся судебную пошлину в размере двухсот таньга, и дворцовую пошлину в размере полуторасто таньга, и налог на содержание песцов в размере пятидесяти таньга, и пожертвование на украшение мечетей, и все это надлежит взыскать с них немедленно деньгами или одеждой, или прочим имуществом. Еще не успел он закончить, как стражники по знаку Арсланбека кинулись к братьям, оттащили в сторону, развязали их пояса и вывернули карманы, сорвали халаты, стащили сапоги и вытолкали в шею босых и полуголых, едва прикрывающих жалкой одеждой свой срам. Все это произошло в полминуты. Сразу же после объявления приговора весь хор придворных поэтов пришел в движение и начал словословие на разные голоса. О, мудрый мир, о, мудрейший из мудрых, о, умудренный мудростью мудрых, о, над мудрыми мудрый мир! Так они восклицали долго, вытягивая шеи по направлению к трону. Каждый старался, чтобы эмир отличил его голос из всех других голосов. А простые люди, толпившиеся вокруг помоста, молчали с жалостью, глядя на братьев. Ну вот, заметил благочестивым тоном Хаджана Среддин, обращаясь к несчастным, которые громко рыдали в объятиях друг друга. Вы все-таки не зря просидели шесть недель на площади. Наконец-то вы дождались справедливого и всемилостивого решения, ибо известно всем, что в мире нет никого мудрее и милосерднее нашего эмира. А если кто-нибудь сомневается в этом, и он обвел глазами своих соседей в толпе, то недолго крикнуть стражников, и они предадут нечестивца в руки палачей, и уж тем ничего не стоит разъяснить человеку всю гибельность его заблуждений. Ступайте с миром домой, о, братья! Если впредь у вас случится спор из-за курицы, приходите снова на эмирский суд. Но предварительно не забудьте продать свои дома, виноградники и поля, ибо иначе вы не сможете уплатить всех пошлин. О, лучше бы нам умереть вместе с нашей козой, воскликнули братья, роняя крупные слезы. Вы думаете, там на небе мало своих дураков, ответил Хаджана Среддин. Достойные доверия люди говорили мне, что нынче и ад и рай набиты дураками до отказа, больше туда не пускают. Я предсказываю вам бессмертие, о, братья, и идите скорее отсюда, потому что стражники начали уже поглядывать в нашу сторону, а я не могу рассчитывать на бессмертие подобно вам. Братья ушли, громко рыдая, царапая лица и посыпая головы желтой дорожной пылью. Перед эмирским судом предстал кузнец. Он изложил глухим и угрюмым голосом свою жалобу. Великий визирь Бахтияр повернулся к эмиру. Каково будет твое решение, о повелитель? Эмир спал, приоткрыв рот и похрапывая. Но Бахтияр нисколько не смутился. О, владыка, я читаю решение на твоем лице. И торжественно возгласил. Во имя Аллаха милостивого и милосердного, повелитель правоверных и наш владыка эмир в неустанной заботе о своих подданных оказал им великую милость и благоволение, поставив на прокормление к ним верных стражников его эмирской службы, и тем самым даровал жителям благородной Бухары почетную возможность возблагодарить своего эмира и благодарить его каждодневно и ежечасно, каковой чести неудостоина от своих правителей населения иных, сопредельных с нашим государством. Однако кузнечный ряд не отличился благочестием среди прочих. Напротив того кузнец Юсуп, позабыв о замогильных страданиях и волосяном мосту для грешников, дерзко отверз свои уста для выражения неблагодарности, каковую и осмелился принести к стопам нашего повелителя и господина, пресветлого эмира, затмевающего своим блеском само солнце. Войдя в рассуждение этого наш пресветлый эмир рассудить соизволил. Даровать кузнецую супу двести плетей, дабы внушить ему слова покаяния, без чего тщетно пришлось бы ему ожидать, чтобы перед ним открылись райские врата. Всему же кузнечному ряду пресветлый эмир вновь оказывает снисхождение и милость и повелевает поставить еще двадцать стражников на прокормление, дабы не лишать кузнецов радостной возможности каждодневно и ежечасно восхвалять его мудрость и милосердие. Таково решение эмира, да продлит Аллах его дни на благо всем верноподданным. Весь хор придворных льстецов снова пришел в движение и загудел на разные голоса, прославляя эмира. Стража тем временем схватила кузнеца Юсупа и потащила к лобному месту, где палачи с мерзкими кровожадными улыбками уже взвешивали в руках тяжелые плети. Кузнец лег ничком на циновку. Свистнула, опустилась плеть, спина кузнеца окрасилась кровью. Палачи били его жестоко, взлохматили всю кожу на спине и просекли до самых костей мяса, но так и не смогли услышать от кузнеца не только вопля, но хотя бы даже стона. Когда он встал, то все заметили на губах его черную пену. Он грыз землю во время порки, чтобы не закричать. «Этот кузнец не из таких, что легко забывают», сказал Хаджан Среддин, «он будет теперь до конца своих дней помнить эмирскую милость». «Чего ж ты стоишь, красильщик? Иди, сейчас твоя очередь». Красильщик плюнул и, не оглядываясь, пошел прочь из толпы. Великий визирь быстро закончил еще несколько дел, причем из каждого дела неукоснительно извлекал пользу для эмирской казны. Каковым умением и был знаменит среди прочих сановников. Палачи работали на лобном месте без передышки, оттуда неслись вопли и крики. Великий визирь посылал к палачам все новых и новых грешников, и они уже образовали длинную очередь. Старики, женщины и даже десятилетний мальчик, изобличенный в дерзком и вольнодумном увлажнении земли перед эмирским дворцом. Он дрожал и плакал, размазывая слезы по лицу. Хаджан Асредин смотрел на него с жалостью и с негодованием в сердце. Поистине он опасный преступник, этот мальчик, громко рассуждал Хаджан Асредин, и нельзя достаточно восхвалить предусмотрительности мира, оберегающего свой трон от подобных врагов, которые тем более опасны, что прикрывают молодостью лет подозрительное направление своих мыслей. Не далее как сегодня я видел еще одного преступника, худшего и ужаснейшего в сравнении с этим. Тот преступник, ну, что бы вы могли подумать, он совершил еще большее под самой стеной дворца. Любое наказание было бы слишком легким за подобную дерзость, ну, разве бы посадить его на кол. Я только боюсь, что кол прошел бы через этого преступника насквозь, как вертел через цыпленка, ибо ему, преступнику, исполнилось всего-навсего четыре года, но это, конечно, как я уже говорил, не может служить оправданием. Так он говорил, стараясь походить на мулу, произносящего проповедь, и голос его, и слова были благонамерены. Но люди, имеющие уши слышали, понимали и прятали в бороды затаенные недобрые усмешки. Глава одиннадцатая. Вдруг Хаджан Асредин заметил, что толпа поредела. Многие торопливо расходились, даже разбегались. Уж не подбираются ли ко мне стражники, подумал он с беспокойством. Он сразу все понял, когда увидел приближающегося ростовщика. За ним, под охраной стражников, шли дряхлый седобородый старик в халате, перепачканном глиной, и закутанная в покрывало женщина, вернее, девушка, совсем еще молодая, как это установил Хаджан Асреддин, вглядевшись опытным глазом в ее походку. — А где же Закир, Джура, Мухаммед и Садык? — спросил скрипучим голосом ростовщик, обводя людей своим единственным оком. Второе же было тускло и неподвижно, затянутое бельмом. — Они только что были здесь, я заметил еще издали. Скоро наступит срок их долгам, напрасно они бегают и скрываются. В нужный день я все равно их найду. Прихрамывая, он потащил свой горб дальше. — Смотрите, смотрите, этот паук повел на мирский суд горшечника не я за его дочку. Он не дал горшечнику даже одного дня отсрочки. Будь он проклят этот ростовщик, через две недели срок уплаты моего долга. А мой срок через неделю. Смотрите, все разбегаются перед ним и прячутся, как будто он разносит проказу или холеру. Он хуже прокаженного, этот ростовщик. Душу хаджина среди натерзало горькое раскаяние. Он повторял свою клятву. Я утоплю его в том же самом пруду. Арсланбек пропустил ростовщика вне очереди. За ростовщиком к помосту подошли горшичник и его дочь, стали на колени, поцеловали бахрому ковра. Мир тебе, почтенный Джафар, приветливо сказал великий визирь. Какое дело привело тебя сюда? Изложи свое дело великому эмиру, преподая к его стопам. О, великий владыка, господин мой, начал Джафар, обращаясь к миру, который кивнул сквозь дрему и опять захрапел и засвистел носом. Я пришел просить у тебя справедливости. Вот этот человек по имени Неяс и по занятиям горшечник должен мне сто таньга и еще триста таньга процентов на этот долг. Сегодня утром наступил срок уплаты, но горшечник ничего мне не уплатил. Рассуди нас, о, мудрый мир солнца вселенной. Песцы записали в книге жалобу ростовщика, после чего великий визиль обратился к горшечнику. Горшечник, тебя спрашивает великий эмир, признаешь ли ты этот долг? Может быть, ты оспариваешь день и час? Нет, слабым голосом ответил горшечник, и его седая голова поникла. Нет, мудрейший и справедливейший визирь, я ничего не оспариваю ни долго, ни дня, ни часа. Я только прошу отстрочки на один месяц и прибегаю к великодушию и милости нашего эмира. Позволю владыка объявить решение, которое я прочел на твоем лице, сказал Бахтияр. Во имя Аллаха милостивого и милосердного по закону, если кто-нибудь не уплатит в срок своего долга, то поступает со всей семьей в рабство к тому, кому должен, и пребывает в рабстве до тех пор, пока не уплатит долго с процентами за все время, включая сюда также и время, проведенное в рабстве. Голова горшечника опускалась все ниже и вдруг затряслась. Многие в толпе отвернулись, подавляя тяжелые вздохи. Плечи девушки дрогнули, она плакала под своим покрывалом. Хаджана Средин в сотый раз повторил про себя. Он будет утоплен, этот безжалостный истязатель бедняков. Но милость нашего повелителя и мира, и великодушия его безграничны, продолжал между тем Бахтияр, возвысив голос. Толпа затихла. Старый горшечник поднял голову, лицо его просветлилось надеждой. Хотя срок уплаты долго уже миновал, но эмир дарует горшечнику неязу отсрочку один час. Если же по истечении этого часа горшечник неяз пренебрежет установлениями веры и не уплатит всего долго с процентами, следует поступить по закону, как уже было сказано. Иди, горшечник, и да пребудет над тобою впредь милости мира. Бахтияр умолк и тогда пришел в движение и загудел хору льстецов, толпившихся позади трона. О, справедливый, затвивающий своей справедливостью самую справедливость, о, милосердный, мудрый, о, великодушный мир, о, украшение земли и слава неба, наш пресветлый мир. На этот раз льстецы превзошли самих себя и словословили столь громко, что даже разбудили эмира, который, недовольно поморщившись, приказал им замолчать. Они умолкли, и весь народ на площади молчал, и вдруг в этой тишине раздался могучий терзающий уши рев. Это ревел и шаг Хаджина Средина. То ли наскучило ему стоять на одном месте, то ли заметил он где-нибудь длинноухого собрата и решил с ним поздороваться. Но он ревел, приподняв хвост, вытянув морду с желтыми оскаленными зубами, ревел оглушительно и неудержимо. Если останавливался на мгновение, то только затем, чтобы, передохнув, открыть свою пасть еще шире и зареветь, заскрипеть еще громче. И мир заткнул уши. Стражники бросились в толпу, но хаджа насредин был уже далеко. Он тащил упирающегося ишака и во всеуслышание ругал его. К чему ты обрадовался, проклятый ишак? Неужели ты не можешь потише восхвалять милосердие и мудрости мира? Или может быть ты надеешься получить за свое усердие должность главного придворного льстеца? Толпа громким хохотом встречала его слова, расступалась перед ним и опять смыкалась перед стражниками, которым так и не удалось догнать хаджуна средина, положить его за дерзкое возмущение спокойствия под плети и отобрать в эмирскую казну ишака. Глава двенадцатая Ну вот, суд закончился, и теперь моя власть над вами безгранична, говорил расставщик Джафар горшечнику Ниязу и его дочке Гильджан, когда после объявления приговора они втроем покинули место судилища. Красавица! С тех пор, как я случайно увидел тебя, я лишился сна и покоя. Покажи мне свое лицо. Сегодня, ровно через час, ты войдешь в мой дом. Если ты будешь благосклонна ко мне, я дам твоему отцу легкую работу и хорошую пищу. Если ты будешь упрямиться, тогда клянусь светом очей моих, я буду кормить его сырыми бобами, заставлю таскать камни и продам хивинцам, жестокость которых в обращении с невольниками общеизвестна. Не упрямься же и покажи мне свое лицо, о, прекрасная Гирджан! С сладострастными крючковатыми пальцами он приподнял ее покрывало. Гневным движением она отбросила его руку. Лицо Гирджан оставалось открытым только одно мгновение, но и этого было достаточно, чтобы Хаджана Средин, проезжавший мимо на своем ишаке, успел подсмотреть. И красота девушки была столь удивительной и необычайной, что Хаджана Средин едва не лишился чувств. Мир померк перед его глазами, сердце перестало биться, он побледнел, покачнулся в седле и, потрясенный, закрыл ладонью глаза. Любовь сразила его мгновенно подобно молнии. Прошло немало времени, прежде, чем он опомнился. «И эта хромая, горбатая, кривая обезьяна осмеливается посягать на такую еще небывалую в мире красоту!» воскликнул он. «Зачем, зачем я вытащил его вчера из воды? И вот мое дело уже обратилось против меня. Но посмотрим, посмотрим еще, грязный ростовщик, ты еще не хозяин над горшечником и его дочерью. Они имеют еще целый час отсрочки. А хаджа на средин за один час может сделать столько, сколько другой человек не сделает за целый год». Между тем ростовщик, достав из своей сумки солнечные деревянные часы, отметил время. «Жди меня здесь, горшечник, под этим деревом. Я вернусь через час и не пытайся скрыться, ибо я все равно разыщу тебя даже на дне морском и поступлю с тобой, как сбежавшим невольником. А ты, прекрасная гирджан, подумай над моими словами, от твоей благодарности зависит теперь судьба твоего отца». И с торжествующей усмешкой на своей гнусной роже он отправился в ювелирный ряд за украшениями для новой наложницы. Горшечник с огбенной горем и дочка его остались в тени придорожного дерева. Подошел хаджа на средин. «Горшечник, я слышал приговор. Тебя постигла беда, но, может быть, я сумею помочь тебе?» «Нет, добрый человек», ответил Горшечник с отчаянием в голосе. «Я вижу по твоим заплатам, что ты не обладаешь богатством. Мне ведь нужно достать целых четыреста таньга. У меня нет таких богатых знакомых. Все мои друзья бедны, разорены поборами и налогами». «У меня тоже нет богатых друзей в Бухаре, но я все-таки попробую достать деньги», перебил хаджа на средин. «Достать за один час четыреста таньга». Старик с горькой усмешкой покачал седой головой. «Ты, наверное, смеешься надо мной, прохожий. В подобном деле мог бы достичь успеха разве только хаджа на средин». «О, прохожий, спаси нас, спаси!» воскликнула гильджан, обнимая отца. Хаджа на средин взглянул на нее и увидел, что кисти рук ее совершенны. Она ответила ему долгим взглядом. Он уловил сквозь чадру влажный блеск ее глаз, полных мольбы и надежды. Кровь его закипела, пробежала огнем по жилам, любовь его усилилась многократно. Он сказал горшечнику. «Сиди здесь, старик, и жди меня, и пусть я буду самым презренным и последним из людей, если не достану до прихода ростовщика четыреста таньга». Скочив на ишака, он исчез в базарной толпе. Глава тринадцатая. На площади было гораздо тише и просторнее, чем утром в часы торговой горячки, когда все бежали, кричали, спешили, боясь прозевать свою удачу. Близился полдень, и народ, спасаясь от зноя, расходился по чайханам, чтобы спокойно подсчитать прибыли и убытки. Солнце заливало площадь жарким светом, тени были короткими и резкими, словно высеченными в жесткой земле. В затененных местах всюду приютились нищие, а около них прыгали с веселым чириканьем воробьи, подбирая крошки. Подай, добрый человек, во имя Аллаха, гнусавили нищие, показывая Хаджена средину свои уродства и язвы. Он отвечал сердито, уберите свои руки, я ничуть не богаче вас и сам ищу, кто бы мне дал четыреста таньга. Нищи, принимая эти слова за насмешку, осыпали Хаджуна средина руганью. Он не отвечал, погрузившись в раздумья. Он выбрал вредучий хан, самую большую и многолюдную, где не было ни дорогих ковров, ни шелковых подушек. Вошел и втащил за собой по ступенькам лестницы своего ишака, вместо того, чтобы поставить его у канавязи. Хаджуна средина встретили удивленным молчанием, но он ничуть не смутился, достал из переметной сумки Коран, что подарил ему вчера на прощание старик, и, раскрыв, положил перед ишаком. Все это он проделал неторопливо и спокойно, без улыбки на лице, как будто так и полагалось. Люди в чайхане начали переглядываться. Ишак стукнул копытом в деревянный гулки настил. Уже? спросил Хаджана средин и перевернул страницу. Ты делаешь заметные успехи. Тогда встал со своего места пузатый добродушный чайханщик и подошел к Хаджана средину. Послушай, добрый человек, разве здесь место для твоего ишака? И зачем ты положил перед ним священную книгу? Я учу этого ишака богословию, невозмутимо ответил Хаджана средин. Мы уже заканчиваем Коран и скоро перейдем к шариату. По чайхане пошел гул и шепот. Многие встали, чтобы лучше видеть. Глаза чайханщика округлились, рот приоткрылся. Еще никогда в жизни ему не приходилось видеть такого чуда. В это время ишак снова стукнул копытом. Хорошо, похвалил Хаджана средин, переворачивая страницу. Очень хорошо. Еще немного усилий и ты сможешь занять должность главного богослова в медресе мира араб. Вот только страницы он не умеет перелистывать сам, приходится ему помогать. Аллах снабдил его острым умом и замечательной памятью, но позабыл снабдить его пальцами, добавил Хаджана средин, обратившись к чайханщику. Люди в чайхане, побросав свои чайники, подошли ближе. Не прошло и минуты, как вокруг Хаджина средина собралась толпа. Этот ишак непростой ишак, объявил Хаджана средин. Он принадлежит самому эмиру. Однажды эмир позвал меня и спросил, можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам. Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил, о пресветлый эмир, этот замечательный шаг не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому. Я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, даже больше, но для этого потребуется двадцать лет. Эмир выдал мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал, бери этого ишака и учи его, но, клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову. Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой, воскликнул чайханщик. Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и знали наизусть Коран. Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, ответил хаджан Асреддин. Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет, или я, или Эмир, или этот ишак. Тогда пойди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие. Чайхана едва не обрушилась от взрыва громового хохота, а сам чайханщик повалился в корчах на кошму и смеялся так, что все лицо его было мокрым от слез. Он был очень веселый и смешливый человек этот чайханщик. Вы слышали, кричал он, хрипя и задыхаясь, тогда пусть, пусть разбираемся, кто из них лучше знал богословие. И, наверное, он лопнул бы от смеха, если бы вдруг его не осенила догадка. Подождите, подождите, он замахал руками, призывая всех к вниманию. Кто ты и откуда, о, человек, обучающий богословию своего ишака, да ты уж часом не сам ли хаджан асредин? А что же удивительного в этом? Ты угадал, чайханщик, я хаджан асредин. Здравствуйте, жители благородной бухары. Было всеобщее оцепенение и длилось оно долго. Вдруг чей-то ликующий голос прорвал тишину. Хаджан асредин! Хаджан асредин! Подхватил второй, за ним третий, четвертый, и пошло по чайхане, по другим чайханам, по всему базару. Везде гудело, повторялось и отдавалось. Хаджан асредин! Хаджан асредин! Хаджан асредин! Люди бежали со всех концов к чайхане. Узбеки, таджики, иранцы, туркмены, арабы, турки, грузины, армяне, татары, и, добежав, громкими криками приветствовали своего любимца, знаменитого хитреца и весельчака Хаджуна асредина. Толпа все увеличивалась. Перед пешаком, откуда-то появилась торба с овсом, сноб клевера, ведро чистой холодной воды. Привет тебе, Хаджан асредин! Неслись крики. Где ты странствовал? Скажи нам что-нибудь, Хаджан асредин! Он подошел к самому краю помоста, низко поклонился народу. Приветствую вас, жители Бухары! Десять лет я был в разлуке с вами, и теперь мое сердце радуется встрече. Вы просите меня сказать что-нибудь. Я лучше спою. Он схватил большой глиняный горшок, выплеснул воду и, ударяя в него кулаком, как в бубен, громко запел. Звени горшок и пой горшок, достойно восхвали кумира, поведай миру о горшок о славных милостях и мира. Горшок звенит, гудит, и вот он гневным голосом поет, он хриплым голосом поет, народ со всех концов зовет. Послушайте его рассказ. Горшечник старый жил, неяс, он глину мял, горшки лепил, и он, конечно, беден был, и денег, маленький горшок за долгий век скопить не мог. Зато горбун джафар не спит, горшки огромные хранит, зато эмирская казна доверху золотом полна, и стража во дворе не спит, горшки огромные хранит. Но вот беда пришла, как вор, к неязу старому во двор, его схватили и ведут на площадь на эмирский суд, а сзади с видом палача идет джафар свой горб влача. Да коль неправду нам терпеть, горшок, скажи, горшок, ответь, правдив твой глиняный язык, скажи, в чем виноват старик? Горшок поет, горшок звенит, горшок правдиво говорит, старик виновен потому, что в сеть пришлось попасть ему и паутина паука закабалила старика. Пришел на суд в слезах старик, к ногам эмира он приник, он говорит, весь знает мир, как добрый благостенный мир, так пусть же милости его коснутся сердца моего. Эмир сказал, ни плачь, ни яс, даю тебе от срочки час. Недаром знает целый мир, как добрый благостенный мир. Да коль неправду нам терпеть, горшок скажи, горшок ответь, горшок поет, горшок звенит, горшок правдиво говорит, безумному подобен тот, кто от эмира правды ждет. Эмирским милостям цена всего одна, всегда одна. Эмир, он что? С дерьмом мешок и вместо головы горшок. Горшок скажи, горшок ответь, да коль эмира нам терпеть, когда же измученный народ покой и счастье обретет. Горшок поет, горшок звенит, горшок правдиво говорит, крепка, сильна эмира власть, но и ему придется пасть. Исчезнут дни твоей тоски, идут года, и в должный срок он разлетится на куски, как этот глиняный горшок. Хаджан Асредин поднял горшок высоко над головой и, швырнув, ударил сильно об землю. Горшок звонко лопнул и разлетелся на сотни мелких осколков. Напрягаясь и перекрывая голосом шум толпы, Хаджан Асредин закричал «Так давайте же вместе спасать горшечника неяза от ростовщика и от эмирских милостей! Вы знаете Хаджуна Асредина, за ним долги не пропадают! Кто одолжит мне на короткий срок четыреста таньга?» Вперед выступил босой водонос. «Хаджан Асредин, откуда у нас деньги? Ведь мы платим большие налоги. Но вот у меня есть пояс, совсем почти новый, за него можно что-нибудь выручить». Он бросил на помост к ногам Хаджина Асредина свой пояс. Гулы движения в толпе усилились. К ногам Хаджина Асредина полетели тюбетейки, туфли, пояса, платки и даже халаты. Каждый считал честью для себя услужить Хаджина Асредину. Толстый чайханщик принес два самых красивых чайника, медный поднос и посмотрел на остальных с гордостью, ибо пожертвовал щедро. Куча вещей все росла и росла. Хаджина Асредин кричал, надрываясь, «Довольно, довольно, о щедрые жители Бухары, довольно, слышите ли вы, сидельник, возьми обратно свое седло». «Довольно, довольно», говорю я. «Вы что, решили превратить Хаджуна Асредина в старьевщика? Я начинаю продажу. Вот пояс водоноса. Кто его купит, тот никогда не будет испытывать жажды. Подходите, продаю дешево. Вот старые заплатанные туфли. Они уже, наверное, побывали раза два в Мекке. Тот, кто наденет их, как бы совершит паломничество. Есть ножи, тюбетейки, халаты, туфли. Берите, я продаю дешево и не торгуюсь, ибо время сейчас для меня дороже всего». Но великий Бахтияр в неусыпной заботе о верноподданных постарался навести в Бухаре такие порядки, что ни один грош не мог задержаться в карманах жителей и переходил немедленно в имирскую казну, дабы жителям легче было ходить с неотягощенными карманами. Четно кричал Хаджан Асредин, восхваляя свой товар. Покупателей не было. Глава четырнадцатая В это время неподалеку проходил ростовщик Джафар. Его сумку оттягивали золотые и серебряные украшения, купленные в ювелирном ряду для гильджан. Хотя час отсрочки был уже на исходе, и ростовщик спешил, охваченный сластолюбивым нетерпением, но алчность превозмогла в нем все другие чувства, когда он услышал голос Хаджина Средина, объявлявшего дешевую распродажу. Ростовщик приблизился, его заметили, и толпа начала быстро редеть, ибо каждый третий человек из собравшихся был ему должен. Ростовщик узнал Хаджина Средина. — Это, кажется, ты здесь торгуешь, человек, вытащивший меня вчера из воды. Но откуда у тебя столько товара? — Так ты ведь сам дал мне вчера полтаньга, о, почтенный Джафар, ответил Хаджина Среддин. Я опустил в оборот эти деньги, и удача сопутствовала мне в торговле. — Ты сумел наторговать такую кучу товара за одно утро? — воскликнул Ростовщик с удивлением. — Мои деньги пошли на пользу тебе. Сколько же ты хочешь за всю эту кучу? — Шестьсот таньга. — Ты с ума сошел, и тебе не стыдно заламывать такую цену со своего благодетеля. Разве не мне обязан ты своим благополучием? — Двести таньга, вот моя цена. — Пятьсот, — ответил Хаджан Асреддин. Из уважения к тебе, почтенный Джафар, пятьсот таньга. — Неблагодарный, разве не мне, повторяю, обязан ты своим благополучием? — А разве не мне обязан ты, ростовщик, своей жизнью? — ответил Хаджан Асреддин, потеряв терпение. — Ну, правда, ты дал мне за спасение своей жизни всего полтаньга, но она твоя жизнь и не стоит большего, я не в обиде. Если ты хочешь купить, то говори настоящую цену. — Триста. Хаджан Асреддин молчал. Ростовщик долго копался, оценивая опытным глазом товар, и когда убедился, что за все эти халаты, туфли и тюбетейки можно выручить самое меньше семьсот таньга, решил накинуть — Триста пятьдесят. — Четыреста. — Триста семьдесят пять. — Четыреста. Хаджан Асреддин был непоколебим. Ростовщик уходил и опять возвращался, накидывая по одной таньга. Наконец согласился. Они ударили по рукам. Ростовщик с причитаниями начал отсчитывать деньги. — Клянусь Аллахом, я переплатил вдвое за этот товар. Но такой уж у меня характер. Я всегда терплю большие убытки по собственной доброте. — Фальшивая, — перебил Хаджан Асреддин, возвращая монету. И здесь не четыреста таньга, здесь триста восемьдесят. У тебя плохое зрение, почтенный Джафар. Ростовщику пришлось добавить двадцать таньга и заменить фальшивую монету. Потом он за четверть таньга нанял носильщика и, нагрузив его, приказал следовать за собой. Бедный носильщик согнулся в три погибели и едва не падал под тяжестью «Нам по дороге», сказал Хаджан Асреддин. Ему не терпелось увидеть поскорее Гюльджан, и он все время прибавлял шагу. Ростовщик со своей хромой ногой отставал и шел позади. «Куда ты так спешишь?» спросил Ростовщик, вытирая под рукавом халата. «Туда же, куда и ты», ответил Хаджан Асреддин, и в его черных глазах блеснули лукавые искры. «Мы с тобой, почтенный Джафар, идем в одно и то же место и по одному и тому же делу». «Но ты не знаешь моего дела», сказал Ростовщик. «Если бы ты знал, ты бы мне позавидовал». Хаджан Асреддин был ясен скрытый смысл этих слов, и он ответил с веселым смехом. «Но если бы ты, Ростовщик, знал мое дело, ты позавидовал бы мне в десять раз больше». Ростовщик насупился. Он уловил дерзость в ответе Хаджина Асреддина. «Ты не воздержан на язык. Подобный тебе должен трепетать, разговаривая с подобным мне. Немного найдется людей в Бухаре, которым бы я завидовал. Я богат, и желанием моим нет преграды. Я пожелал самую прекрасную девушку в Бухаре, и сегодня она будет моей». В это время навстречу им попался продавец вишен с плоской корзиной на голове. Хаджан Асреддин мимоходом взял из корзины одну вишню на длинном черенке и показал ее ростовщику. «Выслыши меня, почтенный Джафар». Рассказывают, «Однажды шакал увидел высоко на дереве вишню, и он сказал себе, «Во что бы то ни стало, но я съем эту вишню». И он полез на дерево, лез туда два часа и весь ободрался о сучье. И когда он уже приготовился полакомиться и широко раззинул свою пасть, откуда-то налетел вдруг сокол, схватил вишню и унес. И потом шакал спускался на землю с дерева опять два часа, ободрался еще больше и, обливаясь горькими слезами говорил, «Зачем я только полез за этой вишней, ибо давно всем известно, что вишни растут на деревьях не для шакалов». «Ты глуп», высокомерно сказал ростовщик, «в твоей сказке я не вижу смысла». «Глубокий смысл познается не сразу», ответил ему Хаджан Среддин. Вишня висела у него за ухом, черенок ее был засунут под тюбетейку. Дорога повернула, за поворотом сидели на камнях горшечник и его дочь. Горшечник встал, глаза его, в которых все еще светилась надежда, погасли. Он решил, что чужеземцу не удалось достать денег. Гильджан отвернулась с коротким стоном. «Отец, мы погибли», сказала она, и в ее голосе было столько страдания, что даже камень уронил бы слезу. Но сердце ростовщика было жестче любого камня. Ничего, кроме злобного торжества и сластолюбия, не выражалось на его лице, когда он сказал «Горшечник, время истекло. Отныне ты мой невольник, а дочь твоя рабыня и наложница». Ему хотелось уязвить и унизить хаджуна средина, и он властно по-хозяйски открыл лицо девушке. «Посмотри, разве она не прекрасна? Сегодня я буду спать с ней. Скажи теперь, кто кому должен завидовать?» «Действительно прекрасна», сказал хаджана средин. «Но есть ли у тебя расписка горшечника?» «Конечно, разве можно вести денежные дела без расписок, ведь все люди мошенники и воры. — Вот расписка. Здесь обозначены долг и срок уплаты. Горшечник отпечатал внизу свой палец. Он протянул расписку Хаджана Среддину. — Да, расписка правильная, — подтвердил Хаджана Среддин. — Получи же свои деньги по этой расписке. — Остановитесь на одну минуту, почтенные. Будьте свидетелями, — добавил он, обращаясь к людям, проходившим мимо по дороге. Он разорвал расписку пополам, еще четыре раза пополам и пустил обрывки по ветру. Потом он развязал свой пояс и вернул расставщику все деньги, только что полученные от него же. Горшечник и его дочь окаменели от неожиданности и счастья, а расставщик — от злобы. Свидетели перемигивались, радуясь по срамлению ненавистного расставщика. Хаджана Среддин взял вишню, опустил ее в рот и, подмигнув расставщику, громко причмокнул губами. По уродливому телу расставщика прошла медленная судорога. Руки скрючились, единственное око злобно вращалось, горб дрожал. Горшечник и Гюльджан обратились к Хаджана Среддину. — О, прохожий, скажи нам свое имя, чтобы мы знали, за кого возносить нам молитвы. — Да, — вторил расставщик, брызгая слюной. — Скажи свое имя, чтобы я знал, кого проклинать. Лицо Хаджана Среддина светилось, он ответил звонким твердым голосом. — В Багдаде и в Тагеране, в Стамбуле и в Бухаре всюду зовут меня одним именем — Хаджана Среддин. Расставщик отшатнулся и побелел. — Хаджана Среддин! И в ужасе кинулся прочь, подталкивая в спину своего носильщика. Все же остальные кричали приветственно. — Хаджана Среддин! Хаджана Среддин! Глаза Гюльджан сияли под чудрой. Горшечник все еще не мог опомниться и поверить в свое спасение. Он что-то бормотал, разводя в растерянности руками. Глава пятнадцатая. Эмирский суд продолжался. Палачи сменились несколько раз. Очередь ожидающих порки все увеличивалась. Двое осужденных корчились на кольях. Один лежал обезглавленный на темной от крови земле. Но стоны и крики не достигали слуха дремлющего эмира, заглушаемые хором придворных льстецов, охрипших от усердия. В своих похвалах они не забывали великого визиря и других министров, и Арсланбека, и мухобоя, и кальянщика, справедливо полагая, что угождать надо на всякий случай всем. Одним, чтобы получить для себя пользу, другим, чтобы не причинили вреда. Арсланбек давно с беспокойством прислушивался к странному гулу, доносившемуся издалека. Он подозвал двух самых искусных и опытных шпионов. — Идите и разузнайте, почему волнуется народ. Возвращайтесь немедля. Шпионы ушли. Один переодетый в нищенские лохмотья, второй в одежде странствующего дервиша. Но раньше, чем вернулись шпионы, прибежал, спотыкаясь и путаясь в полах своего халата, бледный ростовщик. — Что случилось, почтенный Джафар? — спросил Арсланбек, меняясь в лице. — Беда! — ответил трясущимися губами ростовщик. — О, достопочтенный Арсланбек, случилась большая беда. В нашем городе появился Хаджана Среддин. Я только что видел его и говорил с ним. Глаза Арсланбека выкатились из орбит и замерли. Прогибая своей грузностью ступени лестницы, он вбежал на помост, пригнулся к уху дремлющего эмира. Эмир подпрыгнул вдруг на троне так высоко, словно его ткнули шилом пониже спины. — Ты лжешь! — закричал он, и лицо его исказилось страхом и яростью. — Этого не может быть! Калиф Багдадский недавно писал мне, что отрубил ему голову. Султан Турецкий писал, что посадил его на кол. Шах Иранский собственноручно писал мне, что повесил его. Хан Хивинский еще в прошлом году во всеуслышание объявил, что содрал с него кожу. Ну не мог же он в самом деле уйти невредимым из рук четырех государей, этот проклятый Хаджина Среддин. Визири и сановники побледнели, услышав имя Хаджина Среддина. Мухобой, вздрогнув, уронил свое опахало. Кальянщик поперхнулся дымом и закашлялся. Листивые языки поэтов присохли к зубам от страха. — Он здесь! — повторил Арсланбек. — Ты врешь! — скричал Эмир и царственной дланью влепил Арсланбеку увесистую пощечину. — Ты врешь! А если он действительно здесь, то как он мог проникнуть в Бухару и куда годится вся твоя стража? — Это он, значит, устроил на базаре такой переполох сегодня ночью. Он хотел взбунтовать народ против меня, а ты спал и ничего не слышал. Эмир влепил Арсланбеку вторую пощечину. Арсланбек низко поклонился, чмокнул на лету эмирскую руку. — О, повелитель! Он здесь, в Бухаре. Разве ты не слышишь? Далекий гул усиливался и нарастал, подобно надвигающемуся землетрясению. И вот толпа вокруг судилища, захваченная общим волнением, тоже начала гудеть. Сначала неясно и глухо, а потом все громче, сильнее, и эмир почувствовал зыбкое колебание помоста из своего раззолоченного трона. В эту минуту из общего слитного гула, переходившего уже в мощный рев, вдруг всплыло и повторилось, и отдалось многократно во всех концах. — Хаджана Среддин! Хаджана Среддин! Стража бросилась с дымящимися фитилями к пушкам. Лицо эмира перекосилось от волнения. — Кончайте! — закричал он. — Во дворец! Подобрав полы парчевого халата, он кинулся во дворец. За ним, спотыкаясь, бежали слуги с пустыми носилками на плечах. И, объятые смятеньем, мчались, толкая и обгоняя друг друга, теряя туфли и не останавливаясь, чтобы их подобрать, визири, палачи, музыканты, стражники, мухобой и кальянщик. Только слоны прошествовали с прежней важностью и неторопливостью, ибо они, хотя и числились в эмирской свите, но не имели никаких причин бояться народа. Тяжелые окованные медью ворота дворца закрылись, пропустив эмира и его свиту. А базарная площадь, затопленная народом, гудела, шумела и волновалась, повторяя все снова и снова имя Хаджина Среддина. Часть вторая Вот любопытные происшествия. Часть их случилась в моем присутствии, а часть рассказали мне люди, которым я доверяю. Усама и Бнмункыс, книга «Назидание». Глава шестнадцатая С незапамятных времен бухарские гончары селились у восточных ворот вокруг большого глиняного бугра и не смогли бы выбрать лучшего места. Глина была здесь рядом, а водой в изобилии снабжал их орык, протекавший вдоль городской стены. Деды, прадеды и прапрадеды гончаров срыли бугор уже до половины. Из глины строили они свои дома, из глины лепили горшки, и в глину же ложились сопровождаемые горестными воплями родственников. И потом, через много лет, не раз, наверное, случалось, что какой-нибудь гончар, вылепив горшок или кувшин, высушив его на солнце и обработав огнем, дивился небывалому по силе и чистоте звону горшка. И не подозревал, что этот далекий предок, заботясь о благосостоянии потомка и о сбытии его товара, облагородил глину частицей своего праха и заставил ее звенеть подобно чистому серебру. Здесь же стоял и дом горшечника Нияза, над самым арыком в тени могучих древних карагачей. Шелестела под ветром листва, журчала вода, и с утра до вечера слышались в маленьком садике песни прекрасной Гюльджан. Хаджан Асреддин отказался поселиться в доме Нияза. «Меня могут схватить в твоем доме, Нияз. Я буду ночевать неподалеку. Я нашел тут одно безопасное место. А днем я буду приходить сюда и помогать тебе в работе». Так он и делал. Каждое утро еще до солнца он приходил к Ниязу и садился вместе со стариком за гончарный станок. В мире не было ремесла, которого бы не знал Хаджан Асреддин. Гончарное ремесло он знал отлично. Горшки получались у него звонкие, гладкие и обладали способностью сохранять воду ледяной даже в самую сильную жару. Раньше старик, которому в последние годы все чаще и чаще изменяли глаза, едва успевал сделать за день пять или шесть горшков. А теперь вдоль забора всегда сушились на солнцепеке длинные ряды — тридцать, сорок, а часто пятьдесят горшков и кувшинов. В базарные дни старик возвращался с полным кошельком, и в сумерки из его дома по всей улице разносился запах мясного плова. Соседи радовались за старика и говорили. «Наконец-то Ниязу повезло, и он расстался с бедностью, дай бог, чтобы навсегда». Говорят, он нанял в помощь себе работника, и говорят еще, что этот работник необычайно искусен в гончарном деле. И однажды я нарочно завернул к Ниязу, чтобы посмотреть на его помощника. Но едва я закрыл за собой калитку, как этот помощник встал, ушел и не показывался больше. «Старик прячет своего помощника. Он боится, наверное, как бы кто-нибудь из нас не переманил к себе такого искусного мастера. Вот чудак, разве мы, гончары, совсем уж лишены совести и осмелимся посягнуть на благополучие старика, нашедшего, наконец, свое счастье?» На том соседи и порешили, и никому, конечно, не приходило в голову, что помощником у старого Нияза работает сам Хаджа Насреддин. Все были твердо уверены, что Хаджи Насреддина давно уже нет в Бухаре. Он сам распустил этот слух, дабы обмануть шпионов и уменьшить их усердие в поисках. И он достиг своей цели. Через десять дней дополнительные заставы были сняты от всех городских ворот, и ночные дозоры уже не беспокоили больше жителей Бухары блеском факелов и звоном оружия. Однажды старый Нияз долго кряхтел и жался, глядя на Хаджу Насреддина, и, наконец, сказал «Ты спас меня от рабства, Хаджа Насреддин, а дочь мою от бесчестия. Ты работаешь вместе со мной и делаешь в десятеро больше, чем я. Вот триста пятьдесят таньга чистого дохода, что выручил я от торговли горшками с тех пор, как ты начал помогать мне. — Возьми эти деньги, они по праву принадлежат тебе». Хаджа Насреддин остановил свой станок и воззрился на старика с удивлением. «Ты, наверное, заболел, почтенный Нияз? Ты говоришь какие-то непонятные вещи. Ты здесь хозяин, а я твой работник. Если ты дашь мне одну десятую часть доходов, тридцать пять таньга, то я буду премного доволен». Он взял потертый кошелек Нияза, отсчитал тридцать пять таньга и положил в карман, а остальное вернул старику. Но старик заупрямился и не хотел брать. «Так нельзя, Хаджа Насреддин, эти деньги принадлежат тебе. Если уж ты не хочешь взять все, возьми тогда хоть половину». Хаджа Насреддин рассердился. «Спрячь свой кошелек, почтенный Нияз, и не нарушай, пожалуйста, земных порядков. Что же тут случится на земле, если все хозяева начнут делить доходы поровну со своими работниками? Тогда на земле не будет ни хозяев, ни работников, ни богатых, ни бедных, ни стражников, ни эмиров. Подумай сам, разве Аллах потерпит такое нарушение порядка? Возьми же свой кошелек и спрячь его подальше, иначе ты своими безумными поступками можешь навлечь на людей гнев Аллаха и погубить тем самым весь человеческий род на земле». С этими словами Хаджа Насреддин опять закрутил ногой плоский гончарный круг. «Отличный будет горшок!» — говорил он, пришлепывая по мокрой глине ладонями. «Звонкий, как голова нашего эмира. Придется отнести этот горшок во дворец. Пусть он хранится там на случай, если эмиру снимут голову». «Смотри, Хаджа Насреддин, тебе самому снимут когда-нибудь голову за такие слова». «Хе-хе, ты думаешь, это очень легко — снять Хаджа Насреддину голову?» «Я Хаджа Насреддин, сам себе господин, и скажу, не совру, никогда не умру. Пусть бухарский мир говорит на весь мир, что смутьян я и вор, пусть готовит топор. Но я, Хаджа Насреддин, сам себе господин, и скажу, не совру, никогда не умру. «Буду жить, буду петь и на солнце глядеть, и кричать на весь мир, пусть поддохнет и мир. И султан с давних пор мне готовит топор, в шах иранский веревку, хонхивинский костер. Но я, Хаджа Насреддин, сам себе господин, и скажу, не совру, никогда не умру. Нищий, босый и голый, я, бродяга веселый, буду жить, буду петь и на солнце глядеть. Сын народа любимый и судьбою хранимый, я смеюсь над султаном, над эмиром и ханом. Я, Хаджа Насреддин, сам себе господин, и скажу, не совру, никогда не умру. За спиной Нияза в зелени виноградника показалось смеющееся лицо Гюльджан. Хаджа Насреддин прервал песню и начал обмениваться с Гюльджан веселыми таинственными знаками. «Куда ты смотришь? Что ты увидел там?» — спросил Нияз. «Я вижу райскую птицу, прекрасней которой нет в мире!» Старик кряхтя обернулся, но Гюльджан уже скрылась в зелени, и только ее серебристый смех доносился издалека. Старик долго щурил под слеповатые глаза и прикрывал их ладонью от яркого солнца, но так ничего и не увидел, кроме воробья, прыгающего по жердочкам. «Опомнись, Хаджа Насреддин, где увидел ты райскую птицу? Ведь это простой воробей!» Хаджа Насреддин смеялся, а Нияз только покачивал головой, не догадываясь о причинах такой веселости. Вечером после ужина старик, проводив Хаджу Насреддина, взобрался на крышу и улегся там спать, обиваемый теплым ласковым ветерком. Вскоре он захрапел и засвистел носом, и тогда за низеньким забором раздался легкий кашель. Это вернулся Хаджа Насреддин. «Спит!» — ответила ему шепотом Гюльджан. Он одним прыжком перемахнул через забор. Они сели у водоема в тени тополей, что тихо дремали, закутавшись в свои длинные зеленые халаты. Высоко в чистом небе стояла луна, все погулубело от ее света. Чуть слышно звенел рык, то вспыхивая искрами и блестками, то снова теряясь в тени. Гюльджан стояла перед Хаджой Насреддином, освещаемая полной луной, сама подобная полной луне, стройная и гибкая, опоясанная избытком своих волос. Он говорил ей тихим голосом. «Я люблю тебя, царица души моей. Ты моя первая и единственная любовь. Я твой раб, и если ты захочешь, сделаю все по твоему желанию. Вся моя жизнь была лишь ожиданием встречи с тобой. И вот я увидел тебя и больше уже никогда не забуду и жить без тебя не смогу». «Ты, наверное, говоришь это не в первый раз», — сказала она ревниво. «Я?» — воскликнул он с негодованием в голосе. «Да как ты могла подумать?» И голос его звучал так искренне, что она поверила, смягчилась и села рядом с ним на земляную скамью. Он приник губами к ее губам и не отрывался так долго, что она задохнулась. «Слушай», — сказала она потом, — «девушкам за поцелуй полагается дарить что-нибудь, а ты целуешь меня каждую ночь вот уже больше недели и хоть бы одну булавку мне подарил». «У меня просто не было денег», — ответил он. «Но сегодня я получил плату от твоего отца, и завтра, Гюльджан, я принесу тебе богатый подарок. Что тебе хочется, бусы или платок, или, может быть, кольцо с аметистовым камнем?» «Мне все равно», — прошептала она. «Мне все равно, дорогой Хаджан Асредин, лишь бы получить этот подарок из твоих рук». Звенела голубая вода в арыке, трепетали чистым и ясным светом звезды в прозрачном небе. Хаджан Асредин придвинулся ближе к девушке, протянул руку к ее груди, и ладонь его наполнилась. Он замер. Но вдруг из глаз его брызнули искры. Щеку его обожгла увесистая пощечина. Он отшатнулся, загораживаясь на всякий случай локтем. Гюльджан встала. Ее дыхание оттяжелело от гнева. «Я, кажется, слышал звук пощечины», — кротко сказал Хаджан Асредин. «И зачем обязательно драться, если можно сказать словами?» «Словами?» — перебила Гюльджан. «Мало того, что я, позабыв всякий стыд, открыла перед тобой лицо, но ты еще тянешь свои длинные руки куда не следует». «А кто это определил, куда следует тянуть руки, а куда не следует?» — возразил Хаджан Асредин в крайнем смущении и замешательстве. «Если бы ты читала книги мудрейшего Ибн Туфеля...» «Слава богу!» — запальчиво перебила она. «Слава богу, я не читала этих распутных книг и блюду свою честь, как подобает порядочной девушке». Она повернулась и ушла. Заскрепела лесенка под ее легкой поступью, и скоро в щелях стен, огораживающих балкон, засветился огонь. «Я обидел ее», — размышлял Хаджан Асредин. «Как же это я сплоховал!» «Ну, ничего. Зато я теперь знаю ее характер. Если она дала пощечину мне, значит, она даст пощечину и всякому другому, и будет надежной женой. Я согласен получить от нее доженить бы еще десять раз по десять пощечин, лишь бы после женитьбы она была так же щедра на эти пощечины для других». Он подошел на цыпочках к балкону, позвал тихим голосом. «Гирджан!» Она не ответила. «Гирджан!» Душистая темнота обезмолвствовала. Хаджан Асредин опечалился. Сдерживая голос, чтобы не разбудить старика, он запел. «Ты ресницами украла мое сердце. Ты осуждаешь меня, а сама воруешь ресницами. И ты еще требуешь платы за то, что украла мое сердце. О, диво, о чудо! Да где же это видано? Кто и когда платил ворам? Подари же мне бесплатно два или три поцелуя. Нет, мне этого мало. Есть поцелуи, как горькая вода. Чем больше пьешь, тем больше жаждешь. Ты закрыла передо мной свои двери. О, пусть лучше кровь моя вытечет на землю. И где теперь я найду сон и успокоение? Может быть, ты научишь меня? Вот какова моя печаль от твоих очах, что мечут стрелы. Вот какова моя печаль от твоих кудрях, благоуханных, как мускус. Он пел, и хотя Гюльджан не показывалась и не отвечала, но он знал, что она обнимательно слушает, и знал также, что ни одна женщина не может устоять перед такими словами. И он не ошибся. Ставня слегка приоткрылась. — Иди, — прошептала сверху Гюльджан. — Только потихоньку, чтобы отец не проснулся. Он поднялся по лесенке, сел опять рядом с нею, и фитиль, плавающий в плошке с топленым бараньим салом, трещал и горел до рассвета. Они говорили и не могли наговориться досуто. Словом, все было так, как и должно быть, и, как это сказано у мудрейшего Абу-Мухаммеда Али-Ибн-Хазма в книге «О жерелье Голубки» в главе «Слово о природе любви». Любовь, да возвеличит ее Аллах, поначалу шутка, но в конце дело важное. Ее свойства слишком тонки по своей возвышенности, чтобы их описать, и нельзя постигнуть ее истинной сущности иначе, как с трудом. Что же касается причины того, что любовь постоянно в большинстве случаев возникает из-за красивой внешности, то вполне понятно, что душа прекрасна и увлекается всем прекрасным, и питает склонность к совершенным образом. И, увидев какой-нибудь из них, душа начинает к нему приглядываться, и, если различит за внешностью что-нибудь с собой сходное, вступает с ним в соединение, и возникает настоящая подлинная любовь. Поистине внешность дивным образом соединяет отдаленные частицы души. Глава семнадцатая Старик заворочился на крыше, заскрипел, закашлял и сиплым сонным голосом позвал Гюльджан, чтобы она дала ему холодной воды напиться. Она толкнула Хаджуна Средина к двери. Почти не касаясь ногами ступенек, он скатился по лестнице, прыгнул через забор, а спустя короткое время, умывшись в ближайшем орыке и утеревшись полой халата, он стучался в калитку с другой стороны. — Доброе утро, Хаджана Средин! — приветствовал его с крыши Старик. — Как рано ты встаешь в последние дни! Когда только успеваешь ты выспаться! Сейчас мы выпьем чаю и возьмемся, благословясь за работу! В полдень Хаджана Средин покинул старика и отправился на базар покупать подарок для Гюльджан. Как всегда, он надел из предосторожности цветную бадахшанскую челму и прицепил фальшивую бороду. В этом наряде он был неузнаваем и мог свободно разгуливать по торговым рядам и чайханам, не опасаясь шпионов. Он выбрал коралловое ожерелье, напоминавшее своим цветом губы его возлюбленной. Ювелир оказался человеком сговорчивым, и после какого-нибудь часа, шума, криков и споров ожерелье перешло к Хаджана Средину за тридцать таньга. На обратном пути Хаджана Средин увидел около базарной мечети большую толпу. Люди теснились и лезли на плечи друг к другу. Приблизившись, Хаджана Средин услышал резкий пронзительный голос. Удостоверьтесь своими глазами, правоверные! Он разбит параличом и лежит без движения уже десять лет. Члены его холодны и безжизненны. Смотрите, он даже не открывает глаз. Он прибыл издалека в наш город. Добрые родственники и друзья привезли его, чтобы испытать последнее средство. Через неделю, в день празднования памяти святейшего и несравненнейшего шейха Богоэддина, он будет положен на ступени гробницы. Слепые, хромые и параличные уже не раз исцелялись таким способом. Помолимся же, о правоверные, чтобы святой шейх смилостивился над этим несчастным и не спослал ему исцеление. Собравшиеся сотворили молитву. После этого опять послышался резкий голос. Удостоверьтесь своими глазами, правоверные! Он разбит параличом и лежит без движения уже десять лет. Хаджан Асредин протискался в толпу, приподнялся на цыпочках и увидел длинного костлявого мулу с маленькими злыми глазками и реденькой бороденкой. Он кричал, тыча пальцем вниз себе под ноги, где на носилках лежал параличный. Смотрите, смотрите, мусульмане, как он жалок и несчастен, но через неделю святой Багаиддин пошлет ему исцеление, и он вернется к жизни, этот человек. Параличный лежал с закрытыми глазами, сохраняя на лице скорбное и жалостное выражение. Хаджан Асредин тихонько ахнул от неожиданности. Эту рябую рожу с плоским носом он отличил бы из тысячи других, сомнений быть не могло. Слуга, по-видимому, заболел параличом уже давно, ибо от долгого лежания и безделья рожа его потолстела заметно. С тех пор, сколько бы ни проходил Хаджан Асредин мимо этой мечети, он всегда видел там мулу и параличного, что лежал с жалобным выражением на рябой рожи, которая толстела и наливалась жиром день ото дня. Наступил праздник памяти святейшего шейха. Святой умер по преданию в мае, в ясный полдень, и хотя на небе не было ни одной тучки, но солнце померкло в час его смерти, земля дрогнула, и многие дома, где жили грешники, подверглись разрушению, а сами грешники погибли под развалинами. Так рассказывали муллы в мечетях, призывая мусульман обязательно посетить гробницу шейха и поклониться его праху, дабы не прослыть нечестивцами и не разделить участи упомянутых грешников. Богомольцы двинулись на поклонение еще затемно, и когда взошло солнце, то вся огромная площадь вокруг гробницы была уже затоплена народом из конца в конец. Но потоки людей на дорогах не истощались, все шли босиком, как требовал того стародавний обычай. Здесь, среди прочих, были люди, пришедшие из отдаленных мест, особо благочестивые или же наоборот, совершившие большой грех и надеявшиеся вымолить сегодня прощение. Мужья вели сюда бесплодных жен, матери несли больных детей, старики тащились кое-как на кривых костылях, прокаженные собрались поодаль и оттуда с надеждой смотрели на белый купол гробницы. Богослужение не начиналось долго, ждали и мира. Под палящим солнцем, в давке и тесноте, люди стояли, плотно прижавшись друг к другу и не осмеливаясь присесть. Глаза людей горели жадным неутолимым огнем. Разуверившись в земном счастье, люди ждали сегодня чудо и вздрагивали от каждого громкого слова. Ожидание становилось непереносимым. Два дервиша упали в корчах на землю и своплями начали грызть ее, источая серую пену. Толпа всколыхнулась, заволновалась, во всех концах заплакали, закричали женщины, и в это время прокатился тысячеголосый рокот «Эмир! Эмир! Эмир! Эмир!» Дворцовая стража, усердно работая палками, расчищала дорогу в толпе. И по этой широкой дороге, застланный коврами, шел на поклонение святому праху Эмир, босой, с опущенной головой, погруженный в благочестивые размышления и недоступный мирским звукам. За ним по пятам следовало в молчании свита, суетились слуги, свертывая ковры и занося их вперед. В толпе у многих выступили на глазах слезы умиления. Эмир поднялся на земляное возвышение, примыкавшее вплотную к стене гробницы. Ему подали молитвенный коврик, и он, поддерживаемый с обеих сторон визирями, стал на колени. Мулы в белых одеждах выстроились полукругом и запели, воздевая руки, к замутившемуся от зноя небу. Богослужение началось. Оно продолжалось бесконечно, перемежаемое проповедями. Хаджана Средин незаметно выбрался из толпы и направился к стоявшему в стороне небольшому сарайчику, где ждали своей очереди слепые, хромые и параличные, которым сегодня надлежало быть исцеленными. Двери сарайчика были раскрыты настежь. Любопытные заглядывали внутрь и обменивались замечаниями. Мулы, наблюдавшие здесь, держали на руках большие подносы для сбора пожертвований. Старший мула рассказывал. И с тех пор над священной Бухарой и над ее солнцеподобными мирами вечно и нерушимо пребывает благословение святейшего шейха Богоеддина. И каждый год в этот день святой Богоеддин дает нам, смиренным служителям Бога, силу творить чудеса. Все эти слепые, хромые, бесноватые и параличные ждут исцеления, и мы надеемся с помощью святого Богоеддина сегодня избавить их от страданий. Словно бы в ответ ему в сарайчике заплакали, завыли, застонали и заскрежетали зубами. Возвысив голос, мула продолжал. — Жертвуйте, православные, на украшение мечетей, и ваши даяния зачтутся Аллахом. Хаджан Асреддин заглянул в сарайчик. У самого выхода лежал на своих носилках рябой толстомордый слуга. За ним в полумраке виднелось еще множество людей с костылями на носилках в повязках. И вдруг от гробницы долетел голос самого главного Ишана, только что окончившего проповедь. — Слепого! Приведите ко мне слепого! Мулы, оттолкнув Хаджуна Асреддина, нырнули в душный полусумрак сарайчика и через минуту вывели оттуда слепого в жалком нищенском рубище. Он шел, ощупывая руками воздух и спотыкаясь о камни. Он подошел к главному Ишану, упал перед ним и коснулся губами ступеней гробницы. Ишан возложил руки на его голову, и он исцелился мгновенно. — Я вижу, вижу! — закричал он высоким дрожащим голосом. — О, святейший богодин! Я вижу, я вижу! О, небывалое исцеление! О, великое чудо! Толпа молящихся сгрудилась вокруг него и загудела. Многие подходили к нему и спрашивали. — Скажи, какую руку я поднял, правую или левую? Он отвечал без ошибки, и все удостоверились, что он действительно прозрел. И тогда в толпу двинулся целый отряд мул с медными подносами взвывая. — Правоверные, вы своими глазами видели чудо! Пожертвуйте на украшение мечетей! Эмир первый бросил на поднос горсть золотых монет. За ним бросили по одной монете все визири и сановники. А потом народ начал щедро сыпать серебро и медь. Подносы наполнялись, мулам трижды приходилось их менять. Когда поток пожертвований уменьшился, из сарайчика вывели Хромова. И он, коснувшись ступеней гробницы, исцелился так же мгновенно. И, отшвырнув свои костыли, начал плясать, высоко подбрасывая ноги. И опять мулы с новыми подносами двинулись в толпу, взывая. — Пожертвуйте, правоверные! Седобородый мула подошел к Хаджену Средину, который сосредоточенно думал о чем-то, разглядывая стены сарайчика. — О, правоверный, ты видел великое чудо! Пожертвуй, и даяние твое зачтется Аллахом! Хаджан Асреддин громко, чтобы слышали все окружающие, ответил. — Ты называешь это чудом и просишь у меня денег. — Ну, во-первых, денег у меня нет. А во-вторых, известно ли тебе, мула, что я сам великий святой и могу сотворить еще и не такое чудо? — Ты богохульник! — закричал мула в гневе. — Не слушайте его, мусульмане! Это сам шайтан! — говорит его устами. Хаджан Асреддин обратился к толпе. — Мула не верит, что я могу творить чудеса. Ну что ж, хорошо, я сейчас докажу. В этом сарайчике собраны слепые, хромые, немощные и параличные. И я берусь исцелить их всех разом, и при этом не буду даже прикасаться к ним. Я скажу только два слова, и они все исцелятся и побегут в рассыпную так быстро, что даже лучший арабский конь не догонит их. Стены сарайчика были тонкими. Глина во многих местах дала глубокие трещины. Хаджан Асреддин выбрал в стене место, со всех сторон прорезанное трещинами, и сильно нажал на него плечом. Глина поддалась с легким зловещим треском. Он поднажал еще. Огромный кусок стены рухнул с гулким шумом внутрь сарайчика. Из черного зияющего отверстия повалила пыль. «Землетрясение! Спасайтесь!» Диким голосом вскрикнул Хаджан Асреддин и обрушил второй кусок глины. В сарайчике на одно мгновение стало тихо. Потом поднялась суматоха. Рябой, параличный слуга, первым бросился к выходу, но застрял в дверях со своими носилками и заградил путь остальным, хромым, слепым и немощным, которые клубились сзади с криками и воем. А когда Хаджан Асреддин обрушил в сарайчик третий пласт глины, они могучим напором вынесли Рябова вместе с дверью и косяками, и, позабыв про свои увечья, кинулись кто куда. Толпа кричала, свистела, хохотала и улюлюкала. Перекрывая общий гул, звучал громкий голос Хаджина Асреддина. «Вот видите, мусульмане, я был прав, говоря, что их всех можно исцелить одним словом». И, не внимая больше проповедям, со всех сторон бежали любопытные и, узнав, валились от смеха на землю, передавали дальше рассказ о чудесном исцелении. Тотчас же об этом узнали все собравшиеся, и когда главный Ишан поднял руку, призывая к тишине, толпа ответила руганью, криком и свистом. И опять, как тогда на площади, в толпе нарастала и гудела и отдавалась. «Хаджана Асреддин! Он вернулся! Он здесь, наш Хаджана Асреддин!» Мулы, осыпаемые бранью и насмешками, побросали свои подносы и в страхе убежали из толпы. Хаджана Асреддин был уже в это время далеко. Свою цветную челму и фальшивую бороду он спрятал под халат, ибо сейчас не имел причин опасаться встречи со шпионами, которым было достаточно дела вокруг гробницы. Он не заметил только, что за ним по пятам, скрываясь за углами домов и придорожными деревьями, следовал хромой ростовщик Джафар. В безлюдном пустынном переулке Хаджана Асреддин подошел к забору и, подтянувшись на руках, тихонько кашлянул. Послышались легкие шаги, женский голос ответил. «Это ты, мой любимый?» Притаившийся за деревом ростовщик без труда узнал голос прекрасный Гюльджан. Потом он услышал шепот, сдержанный смех и звук поцелуев. «Ты оттел ее у меня, чтобы воспользоваться самому!» — думал ростовщик, обуреваемый злобной ревностью. Простившись с Гюльджан, Хаджана Асреддин пошел дальше так быстро, что ростовщик уже не мог успеть за ним и скоро потерял его в путанице узких переходов. «Значит, я не получу награды за его поимку!» — думал Джафар с огорчением. «Но зато! Берегись, Хаджана Асреддин! Я приготовил тебе страшную месть!» Глава восемнадцатая Эмирская казна понесла большие убытки. У гробницы святого Богоедина не собрали и десятой части по сравнению с доходами прошлых лет. Кроме того, в народ были снова брошены семена дерзкого вольнодумия. Шпионы доносили, что слух о событиях вокруг гробницы достиг самых отдаленных уголков государства и пробудил уже отклики. В трех кишлаках жители отказались достраивать мечети, а в четвертом выгнали с позором своего муллу. Эмир приказал великому визирю Бахтияру собрать диван, государственный совет. Диван собрался в дворцовом саду. Это был замечательный сад, один из прекраснейших в мире. Диковинные плоды зрели здесь на раскидистых пышных деревьях. Абрикосы камфорные, миндальные, хоросанские, сливы, инжир, померанцы и много других плодов, перечислить которые невозможно. Розы, фиалки, левкои и лаванда с анимонами росли целыми купами, наполняя воздух райским благоуханием. Смеялись ромашки и влюбленно смотрели на них нарциссы. Плескались фонтаны, золотые рыбки стаями гуляли в мраморных бассейнах. И повсюду были развешаны серебряные клетки, в которых звенели, свистели и щебетали на разные голоса чужеземные птицы. Но визири, сановники, мудрецы и поэты равнодушно проходили мимо, не пленяясь волшебной красотой, ничего не видя и не слыша, ибо все мысли их были заняты заботами о собственном возвышении, о предохранении себя от ударов со стороны врагов и о нанесении, в свою очередь, таких же ударов. И в их жестких высохших сердцах не оставалось уже места ни для чего другого. И если бы вдруг все цветы во всем мире завяли и все птицы на свете перестали петь, они бы даже не заметили этого, поглощенные своими чистолюбивыми и алчными помыслами. С глазами лишенными блеска, с поджатыми бескровными губами, они шли, шаркая туфлями по песчаным дорожкам, поднимались в беседку, оплетенную пышной и темной листвой базилика, и, прислонив к стене свои посохи, разукрашенные бирюзой, занимали места на шелковых подушках. Склонив головы, отягощенные огромными белыми челмами, они в безмолвии ждали повелителя. Когда он вошел, тяжелым шагом, ни на кого не глядя, с печатью мрачной задумчивости на лице, все встали. Склонились в поклонах почти до земли и так, не разгибаясь, стояли, пока он не подал им рукой короткого знака. Тогда они стали на колени, как этого требовал придворный обычай, и откинулись всем телом на пятки, касаясь при этом ковра пальцами опущенных рук. Каждый из них старался угадать, на чью голову обрушится сегодня гнев Эмира и какую пользу можно будет извлечь из этого для себя. За спиной Эмира выстроились полукругом в обычном порядке придворные поэты и тихонько покашливали, прочищая гортани. Самый искусный из них, носивший титул царя поэтов, повторял в памяти сочиненные сегодня утром стихи, готовясь произнести их перед Эмиром, как бы в порыве сверхъестественного вдохновения. Дворцовый мухобой и эмирский кальянщик заняли назначенные места. «Кто повелитель бухары?» Начал Эмир тихим голосом, заставившим всех содрогнуться. «Кто повелитель бухары?» «Мы вас спрашиваем. Мы или он, этот проклятый богохульник Хаджана Средин?» Он задохнулся на мгновение, справившись со своей яростью, грозно закончил. «Эмир слушает вас, говорите!» Над его головой качались опахало из конских хвостов. Свита молчала, объятая страхом. Визири незаметно подталкивали друг друга локтями. «Он взбаламутил все государство», — снова начал Эмир. «Он уже трижды успел возмутить спокойствие в нашей столице. Он лишил нас покоя и сна, а нашу казну лишил законных доходов. Он открыто призывает народ к возмущению и бунту. «Как следует поступить с таким преступником, мы вас спрашиваем?» Визири, сановники и мудрецы ответили в один голос. «Он бесспорно заслуживает самой жестокой казни, осредоточие вселенной и убежище мира». «Так почему же он до сих пор еще жив?» — спросил Эмир. «Или нам, вашему повелителю, самое имя которого должны вы произносить с трепетом и благоговением и не иначе, как лежа ниц на земле, чего вы, кстати, не делаете по своей лености, дерзости и нерадивости. «Или, повторяю, нам самому нужно идти на базар и ловить его, в то время как вы будете предаваться праздному чревоугодию и разврату в своих гаремах и вспоминать о своих обязанностях перед нами только в дни получения жалования. Что ты ответишь нам, Бахтияр?» Услышав имя Бахтияра, все остальные облегченно вздохнули. По губам Арсланбека, у которого была с Бахтияром старинная вражда, скользнула злорадная усмешка. Бахтияр, сложив на животе руки, поклонился Эмиру до земли. «Да хранит Аллах великого Эмира от бед и несчастий!» — начал он. «Преданность и заслуги ничтожного раба, который является лишь пылинкой в лучах величия Эмира, известны Эмиру. До моего назначения на должность великого визиря государственная казна пребывала всегда пустою. Но я назначил множество пошлин, установил плату за назначение на должность и обложил налогами все в Бухаре. И ныне ни один житель не может даже чихнуть без того, чтобы не уплатить за это налог в казну. Кроме того, я наполовину уменьшил жалование всем мелким чиновникам, солдатам и стражникам, возложив заботы о пропитании их на жителей Бухары, чем сберег Эмирской казне, о повелитель, немалую талику. Но я еще не все сказал о моих заслугах. Своими стараниями я достиг того, что у гробницы святейшего шейха Богоеддина вновь начали совершаться чудеса, что привлекло к этой гробнице многие тысячи паломников и казна владыки нашего, перед которым все остальные государи мира, ничто иное, как прах, каждый год переполнялась пожертвованиями, и доходы умножились многократно. — Где они, эти доходы? — перебил Эмир. — Их отнял у нас Хаджана Среддин. И мы спрашиваем тебя не о твоих заслугах. Об этом мы слышали уже много раз. Ты лучше скажи, как поймать Хаджуна Среддина? — О, повелитель! — ответил Бахтияр. — В обязанности великого визиря не входит поимка преступников. Такие дела в нашем государстве поручены почтенному Арсланбеку, начальнику дворцовой стражи и войска. С этими словами он еще раз до земли поклонился Эмиру, посмотрев с торжеством и злорадством на Арсланбека. — Говори, — приказал Эмир. Арсланбек встал, метнул на Бахтияра злобный взгляд. Он глубоко вздохнул, его черная борода всколыхнулась на брюхе. — Да хранит Аллах нашего солнцеподобного владыку от бед и несчастья, от болезней и огорчений. Мои заслуги известны Эмиру. Когда Хивинский хан пошел войной на Бухару, то Эмиру, средоточию вселенной и тени Аллаха на земле, благоугодно было поручить мне главенство над бухарским войском. И я распорядился так, что мы без кровопролития победоносно отразили врага, и все дело окончилось к нашему благу. А именно, от самой границы Хивинской и вглубь нашей страны на многие дни Перехода все города и селения были, по моему приказанию, превращены в развалины. Посевы и сады истреблены, дороги и мосты разрушены. И когда Хивинцы вступили на нашу землю и увидели одну пустыню без садов и без жизни, они сказали себе, «Не пойдем в Бухару, ибо там нечего есть и нечем поживиться». Они повернули обратно и ушли, осмеянные и поруганные. И наш владыка Эмир признать тогда соизволил, что разорение страны своим же войском есть дело столь мудрое и полезное, что распорядился ничего не исправлять и оставить города, селения, поля и дороги в том же разрушенном виде, дабы и впредь чужеземные племена не дерзали вступать на нашу землю. Так я победил Хивинцев. Кроме того, я завел в Бухаре многие тысячи шпионов. «Замолчи, Хвастун!» — воскликнул Эмир. «Почему же твои шпионы до сих пор не поймали Хаджуна Средина?» Арслан Бек долго молчал в замешательстве, наконец признался. «О, повелитель, я применял всякие способы, но мой разум бессилен против этого злодея и богохульника. Я думаю, повелитель, что следует спросить совета у мудрецов». «Клянемся нашими предками! Вы все достойны того, чтобы повесить вас на городской стене!» Вспылил Эмир и в раздражении отвесил мимоходом за трещину своему кальянщику, который как раз подсунулся в это время под его царственную длань. «Говори!» — приказал он самому старому мудрецу, славившемуся среди прочих своей бородой, которую он мог дважды обвязаться как поясом. Мудрый встал и, сотворив молитву, огладил свою знаменитую бороду, что удалось ему не сразу, а лишь постепенно, продергивая ее правой рукой сквозь пальцы левой. «Да продлит бесконечно Аллах сверкающие дни повелителя на благо и радость народу!» — начал он. «Так как вышеназванный злодей и возмутитель Хаджана Средин является все же человеком, то можно заключить, что тело его устроено так же, как и у всех остальных людей. То есть состоит из двухсот сорока костей и трехсот шестидесяти жил, управляющих легкими печенью, сердцем, селезенкой и желчью. Основой всех жил является, как этому учат нас мудрые, сердечная жила, от которой расходятся все остальные, и это есть непреложная и святая истина в противоположность еретическому учению нечестивого Абу-Исхака, осмеливающегося ложно утверждать, будто бы основой жизни человека является жилолегочная». В соответствии с книгами мудрейшего Авиценны, благочестивейшего Мухаммеда аль-Расуля, греческого лекаря Гиппократа, а также Авероиса из Кордовы, плодами размышлений, которых мы питаемся до сих пор, а также в соответствии с учениями Аль-Кенди, Аль-Фараби и Абу-Бацера и Бнтуфейля, «Скажу и осмелюсь утверждать, что Аллах создал Адама сложенным из четырех стихий — воды, земли, огня и воздуха, и сделал при этом так, чтобы у желтой желчи была природа огня, что мы и видим в действительности, ибо она горячая и сухая. У черной желчи природа земли, ибо она холодная и сухая. У слюны природа воды, ибо она холодная и влажная. У крови природа воздуха, ибо она горячая и влажная. И если лишить человека какой-либо одной из этих заключающихся в нем жидкостей, то означенный человек неминуемо умрет, исходя из чего я и полагаю, о пресветлый повелитель, что следует лишить означенного богохульника и возмутителя Хаджона Средина крови, что предпочтительнее всего сделать через отделение его головы от его туловища, ибо вместе с вытекающей кровью из тела человека улетучивается жизнь и не возвращается более. Вот мой совет, о пресветлый владыка и убежище мира. Эмир выслушал все это со вниманием, и, ничего не ответив, едва заметным движением бровей, подал знак второму мудрецу, который хотя и уступал первому в длине своей бороды, но зато неизмеримо превосходил его размерами и пышностью челмы. Непомерная тяжесть коей искривила за многие годы в бок и вниз его шею, что придавало ему вид человека, вечно подглядывающего снизу вверх сквозь узкую щелку. Поклонившись Эмиру, он сказал, «О, великий владыка, подобный солнцу блеском своим! Я не могу согласиться с этим способом избавления от хаджина Средина, ибо известно, что не только кровь необходима для жизни человека, но также и воздух. И если сдавить человеку горло веревкой и прекратить тем самым доступ воздуха в его легкие, то человек неминуемо умирает и не может уже воскреснуть потом». «Так», — сказал Эмир тихим голосом, «Вы совершенно правы, о мудрейшие из мудрых, и советы ваши без сомнения драгоценны для нас. Но как бы действительно избавились мы от хаджина Средина, если бы вы не дали нам таких драгоценных советов?» Он остановился, не в силах соволодать, с охватившими его гневом и яростью. Щеки его дрожали, ноздри раздувались, в глазах полыхали молнии. Но придворные льстицы, философы и стихотворцы, что стояли, выстроившись полукругом за эмирской спиной, не видели грозного лица своего владыки, и потому не уловили гнева и насмешки в его словах, обращенных к мудрецам. И, приняв эти слова за чистую монету, решили, что мудрецы действительно отличились перед эмиром, будут приближены к нему и осыпаны милостями, почему и следует немедленно заручиться их благорасположением, дабы в дальнейшем извлечь из этого для себя пользу. «О, мудрейшие, о, жемчужины, украшающие венец нашего пресветлого владыки! О, мудрые, превзошедшие своей мудростью самую мудрость и умудренные мудростью наимудрейших!» Так они словословили, стараясь превзойти друг друга изысканностью и усердием, и не замечая, что эмир, повернувшись, смотрит на них, содрогаясь от ярости пронзительным взглядом, а вокруг воцарилась зловещая тишина. «О, светочи знаний и сосуды разума!» продолжали они, закрыв в самозабвении глаза и трепеща от сладостного раболепия. Но вдруг царь поэтов заметил взгляд эмира и сразу точно бы проглотил свой льстивый язык и попятился, охваченный ужасом. А вслед за ним умолкли все остальные и задрожали, поняв свой промах, проистекший от чрезмерного желания восхвалить. «О, бездельники! О, мошенники!» — воскликнул эмир с негодованием. «Как будто мы сами не знаем, что если отрубить человеку голову или удавить его веревкой, то он уже не воскреснет больше. Но для этого нужно сначала поймать человека. Вы же, бездельники, ленивцы, мошенники и глупцы, не сказали ни слова о том, как его поймать. Всех визирий, сановников, мудрецов и стихотворцев, присутствующих здесь, мы лишаем жалобни до тех пор, пока не будет пойман хаджа на средин. И приказываем объявить награду поймавшему его в три тысячи таньга. И еще предупреждаем, что, убедившись в вашей лености, тупости и нерадивости, мы выписали из Багдада к себе на службу нового мудреца по имени Гусейн Гуслия, служившего до сих пор у моего друга Калифа Багдадского. Он находится уже в пути, скоро прибудет, и тогда горе вам, о, уминатели тюфяков, поглотители пищи и набиватели своих бездонных карманов, продолжал он, распаляясь все больше и больше. — Гнать их! — закричал он стражникам. — Гнать их всех отсюда! Гнать в шею! Стражники бросились к оцепеневшим придворным, хватали их без всякого разбора и почтения, тащили к двери и свергали оттуда вниз помимо лестницы. А внизу подхватывали их другие стражники, провожали под затыльниками, затрещинами, тычками и пинками. Придворные бежали, перегоняя друг друга. Седой мудрец упал, запутавшись в своей бороде, а споткнувшись о него, рухнул и второй мудрец с головой прямо в колючий розовый куст, и, ошеломленный падением, долго лежал там со своей искривленной шеей, словно бы подглядывая снизу вверх сквозь узкую щелку. Глава девятнадцатая И мир был мрачен и грозен до самого вечера. Прошла ночь, а утром, объятые страхом придворные, снова узрели темную печать гнева на его лице. Тщетны были все усилия развлечь и развеселить его, тщетно в дыму благовонных курений изгибались перед ним танцовщицы с бубнами в руках, раскачивали полные бедра, блестели жемчугами зубов, обнажали, словно бы невзначай, свои смуглые груди. Он не поднимал тяжелого взора и судорога пробегала по его лицу, приводя в трепет сердца придворных. Напрасны были все ухищрения шутов, акробатов, фокусников и индийских факиров, усыпляющих змей пением тростниковых свирелей. Придворные перешептывались между собой, о проклятый Хаджана средин, о сын греха, сколько неприятностей мы терпим из-за него. Все с надеждой обращали взоры к Арсланбеку. Он собрал в караульном помещении наиболее искусных шпионов, среди которых был и рябой шпион, так чудесно исцеленный Хаджойна средином от паралича. «Знайте же, говорил Арсланбек, что вы по приказанию нашего светлейшего эмира лишаетесь жалования до тех пор, пока не будет пойман злодей Хаджана средин. А если вы не выследите его, то лишитесь не только жалования, но и голов. Это я вам обещаю твердо. И напротив того, приложивший все усердие и поймавший Хаджуна средина, получит награду в три тысячи таньга, а сверх того, получит еще повышение по службе. Он будет назначен главным шпионом. Шпионы немедленно отправились на работу, переодетые дервишами, нищими, водоносами и торговцами. А рябой шпион, превосходивший остальных своей хитростью, взял коврик, бобы, четки, старинные книги и пошел на базар, на перекресток между ювелирным и мускусными рядами, где намеревался, изображая гадальщика, расспросить хорошенько женщин. А часом позже на базарную площадь вышли сотни глашатаев, призывавших своими криками всех мусульман ко вниманию. Они возгласили эмирский фирман. Хаджан Асредин объявлялся врагом эмира и осквернителем веры, жителям воспрещались всякие сношения с ним, а наипаче укрывательства его, за что виновные будут подвергаться немедленной смерти. Тому же, кто предаст его в руки эмирской страже, обещалась награда в три тысячи таньга и прочие милости. Чайханщики, медники, кузнецы, ткачи, водоносы, погонщики перешептывались. Но эмиру придется ждать долго. Не таков наш хаджан Асредин, чтобы попасться. И не таковы жители благородной бухары, чтобы польститься на деньги и предать своего хаджу Асредина. Но ростовщик Джафар, совершавший сегодня обычный поход по базару и терзавший своих должников, думал иначе. Три тысячи Таньга, сокрушался он, вчера эти деньги были у меня почти что в кармане. Хаджан Асредин опять придет к этой девушке, но я в одиночку не сумею поймать его. Если же я скажу кому-нибудь, то у меня отобьют награду. Нет, я поступлю иначе. Он отправился во дворец. Долго стучал он, ему не открывали. Стражники не слышали, они оживленно беседовали, придумывая планы поимки Хаджина Асредина. — О, доблестные воины, вы что, заснули там? — взывал отчаянным голосом ростовщик, гремя железным кольцом. Но прошло много времени, прежде чем раздались шаги, лязг засовов и калитка открылась. Арсланбек, выслушав ростовщика, покачал головой. — Почтенный Джафар, я не советую тебе ходить сегодня к миру. Он грозден и мрачен. — У меня как раз есть отличное средство развеселить его, — возразил ростовщик. — О, почтенный Арсланбек, оплот трона и усмиритель врагов, дело мое не терпит отлагательства. Пойди скажи Эмиру, что я пришел развеять его печаль. Эмир встретил ростовщика сумрачно. — Говори, Джафар, но если твоя новость не развеселит нас, ты получишь тут же на месте две сотни палок. — О, великий владыка, затмевающий блеском своим всех царей и предшествовавших настоящих и будущих, — сказал ростовщик. — Мне ничтожному известно, что в нашем городе живет одна девушка, которую смело назову перед лицом истины прекраснейшей из всех прекрасных. Эмир оживился, поднял голову. — О, повелитель, продолжал осмелевший ростовщик, у меня нет слов, чтобы достойно восхвалить ее красоту. Она высокая ростом, прелестная, стройная и соразмерная, с сияющим лбом и румяным лицом, с глазами, напоминающими глаза газели, с бровями подобными тонкому месяцу. Ее щеки как анемоны, а рот как слейманова печать, и губы ее как коралл, и зубы как жемчуг, и грудь как мрамор, украшены двумя вишнями, и плечи. И мир остановил поток его красноречия. Если девушка действительно такова, как ты говоришь, то она достойна занять место в нашем гареме. Кто она? Девушка простого и незнатного рода, о, повелитель, это дочь одного горшечника, ничтожным именем которого я не осмелюсь оскорбить слух повелителя. Я могу указать ее дом, но будет ли за это награда преданному рабу и мира? И мир кивнул Бахтияру. К ногам ростовщика упал кошелек. Ростовщик схватил его, переменившись в лице от алчности. Если она окажется достойной твоих восхвалений, ты получишь еще столько же, сказал и мир. «Слава щедрости нашего владыки!» воскликнул ростовщик. «Но пусть повелитель спешит, ибо мне известно, что за этой серной охотятся». Брови мира сошлись, глубокая морщина рассекла переносицу. «Кто?» «Хаджан- Асреддин», ответил ростовщик. «Опять хаджан- Асреддин? И здесь хаджан- Асреддин? Он успевает всюду, этот хаджан- Асреддин, а вы...» И, покачнув трон, эмир резко повернулся к визирям. «Вы всегда опаздываете, ничего не делаете и подвергаете посрамлению наше величие. Эй, Арсланбек, чтобы эта девушка была немедленно доставлена суда во дворец, и если ты не приведешь ее, тебя встретят на обратном пути палач». Не прошло и пяти минут, как из ворот дворца вышел, звеня оружием и сверкая на солнце щитами, большой отряд стражников под командой самого Арсланбека, прицепившего к парчевому халату золоченую бляху в знак своей силы и власти. Сбоку прихрамывая и гнусно ковыляя шел ростовщик. Он поминутно отставал от стражников и нагонял их в припрыжку. Народ сторонился, провожая ростовщика недобрыми взглядами, пытаясь угадать, какое новое злодейство он затеял. Глава двадцатая Хаджан Асредин только что закончил девятый по счету горшок и, поставив его на солнце, взял из корыта большой ком глины для следующего десятого горшка. В калитку вдруг постучали властно и громко. Соседи, часто забегавшие к Ниязу, чтобы занять луковицу или щепотку перца, стучали не так. Хаджан Асредин и Нияз тревожно переглянулись, а калитка опять загудела под градом тяжелых ударов. На этот раз Хаджан Асредин уловил ухом звон железа и меди. — Стража, — шепнул он Ниязу, — беги, — ответил Нияз. Хаджан Асредин махнул через забор, а Нияз долго еще возился у калитки, чтобы дать ему время уйти подальше. Наконец, откинул щеколду. В тот же миг из виноградника брызнали во все стороны скворцы. Но у старого Нияза не было крыльев, и улететь он не мог. Он побледнел, задрожал, согнулся в поклоне перед Арсланбеком. — Твоему дому, горшечник, выпала великая честь, — сказал Арсланбек. «Повелитель правоверных и наместник Аллаха на земле, наш господин и владыка, да продлятся его благословенные годы, сам великий эмир соизволил вспомнить твое ничтожное имя. До него дошло, что в твоем саду растет прекрасная роза, и он пожелал украсить этой розой свой дворец. Где твоя дочь? Седая голова горшечника затряслась, свет померк перед его глазами. Глухо услышал он короткий, словно бы предсмертный стон своей дочери, которую стражники вытащили из дома во двор. Ноги старика подломились в коленях, он упал на землю вниз лицом и больше не видел и не слышал уже ничего. Он лишился чувств от столь великого счастья, пояснил Арсланбек своим стражникам. Не трогайте его, пусть он начнется, а потом пусть придет во дворец, чтобы излить перед эмиром свою безграничную благодарность. Идемте. Аджана Средин в это время успел обижать кругом и вышел на ту же улицу с другой стороны. Он притаился за кустами. Отсюда он видел калитку дома Нияза, двух стражников у калитки и третьего человека, в котором, присмотревшись, узнал ростовщика Джафара. Ага, хромая собака, это значит, ты привел сюда стражников, чтобы схватить меня, думал он, все еще не догадываясь об истине. Ну, ладно, ищите, придется вам уйти с пустыми руками. Нет, они ушли не с пустыми руками. Похолодевший от ужаса Хаджана Средин, видел, как вывели они из калитки его возлюбленную. Она пыталась вырваться, кричала надломленным голосом, стражники держали ее крепко, огородив двойным кольцом щитов. Был июньский полдень, очень жарко, но Хаджу Насреддина била зноб. А стражники приближались. Дорога шла мимо тех кустов, за которыми притаился Хаджа Насреддин. Рассудок его помутился, он вытащил из ножен кривой нож и припал к земле. Арсланбек шел впереди, сияя своей позолоченной бляхой, и ему первому вонзился бы в жирное горло под бороду этот нож. Но вдруг чья-то железная рука легла на плечо Хаджина Среддина, сильно придавив его к земле. Он вздрогнул, отпрянул, занес руку с ножом и опустил ее, увидев знакомое закопченное лицо кузнеца Юсупа. — Лежи, прошептал кузнец, лежи и не шевелись, ты безумен, их двадцать человек и все вооруженные, а ты один и у тебя нет оружия, ты погибнешь сам и не спасешь ее. Лежи, говорю я тебе. Он держал Хаджуна Среддина прижатом к земле до тех пор, пока отряд стражников, сопровождавший Гюльджан не скрылся за поворотом дороги. — Зачем, зачем удержал ты меня? — воскликнул Хаджан Асреддин. — Разве не лучше было бы мне лежать сейчас мертвым? — Рука против льва и кулак против меча не дело разумных, — сурово ответил кузнец. Я следил за этими стражниками от самого базара и успел вовремя, чтобы предотвратить твой безрассудный поступок. Не умереть должен ты ради нее, а бороться и спасти ее, что достойнее, хотя много труднее. И не теряй времени на горестные размышления, иди и действуй. У них сабли, щиты и копья, но тебя Аллах снабдил могучим оружием, острым умом и хитростью, в которых с тобою не может сравниться никто. Так он говорил, слова его были мужественны и тверды, как то железо, которое ковал он всю свою жизнь. Дрогнувшее сердце хаджина средина укрепилось подобно железу от этих слов. «Спасибо тебе, кузнец», сказал он. «Я не переживал еще минут тяжелее этих, но недостойно мне впадать в отчаяние. Я ухожу, кузнец, и обещаю тебе, что своим оружием я буду действовать доблестно». Он шагнул из кустов на дорогу. В то же время на дорогу вышел из ближайшего дома ростовщик, который задержался, чтобы напомнить одному из гончаров о сроке уплаты долга. Они столкнулись нос к носу. Ростовщик, побледнев, сейчас же юркнул обратно, захлопнул дверь и заложил ее за собом. «Джафар, горе тебе порождение ехидны», сказал хаджан асредин. «Я все видел, все слышал, все знаю». Была минута молчания, потом голос ростовщика ответил. «Вишня не досталась шакалу, но она не досталась и соколу. Вишней завладел лев». «Посмотрим еще», сказал хаджан асредин. «А ты, Джафар, запомни мои слова. Я вытащил тебя из воды, но клянусь, ты будешь утоплен мною в том же самом пруду. Тина облепит твое гнусное тело, водоросли задушат тебя». Не дожидаясь ответа, он пошел дальше. Он миновал дом неяза, опасаясь, как бы ростовщик не подглядел и не донес потом на старика. Обогнув улицу и убедившись, что никто за ним не следит, хаджан асредин быстро пробежал заросший бурьяном пустырь и вернулся в дом неяза через забор. Старик лежал ничком на земле. Рядом тускло поблескивала кучка серебряных денег, оставленных Арсланбеком. Старик поднял навстречу хаджена средину лицо, залитое слезами, измазанное пылью. Губы его искривились, он хотел сказать что-то и не мог сказать, а когда взгляд его упал на платок, оброненный дочерью, он начал биться седой головой о жесткую землю и рвать бороду. Хаджена средину пришлось немало повозиться с ним. Наконец он усадил его на скамейку. Слушай, старик, сказал он, ты не одинок в своем горе. Знаешь ли ты, что я любил ее, и она меня тоже любила? И знаешь ли ты, что мы уговорились пожениться, и я ждал только случая, когда мне удастся достать много денег и заплатить тебе богатый выкуп? «Зачем мне выкуп?» ответил старик сквозь рыдание. «Разве я осмелился бы противоречить хоть в чем-нибудь моей голубке? Но поздно говорить об этом, все погибло, она уже в гареме, и сегодня вечером, и мир будет обладать ею. О, горе, о, позор! вскричал он. Я пойду во дворец и упаду к его ногам, буду умолять его вопить и кричать, если только сердце в его груди не каменное. Пошатываясь, он пошел неверными шагами к калитке. «Остановись!» сказал Хаджан Асредин. «Ты забыл, что и миры устроены совсем иначе, чем остальные люди. У них совсем нет сердца, и бесполезно их умолять. У них можно только отнять, и я, Хаджана Асредин, ты слышишь, старик, отниму гирджан у него». «Он могуч, у него тысячи солдат, тысячи стражников и тысячи шпионов, что можешь ты сделать против него? Я не знаю еще, что я сделаю, но я знаю только одно. Он не войдет к ней сегодня, и он не войдет к ней завтра, и он не войдет к ней послезавтра, и он никогда не войдет к ней и не будет обладать ею. Это такая же истина, как то, что меня зовут всюду от Бухары до Багдада Хаджана Среддин. Уйми же свои слезы, старик, и не вопи над самым моим ухом, и не мешай мне думать. Хаджана Среддин думал недолго. Старик, где у тебя хранятся одежды твоей покойной жены? Они лежат там в сундуке. Хаджана Среддин взял ключ, вошел в дом и вскоре вышел оттуда переодетой женщиной. Его лицо скрывало чадра, густо сплетенное из черного конского волоса. Жди меня, старик, и сам не предпринимай ничего. Он вывел из хлева своего ишака, оседлал его и покинул на долгие дни дом Нияза. Глава двадцать первая Перед тем, как ввести Гюльджан в дворцовый сад к Эмиру, Арсланбек вызвал из гарема старуху и приказал им подготовить Гюльджан, чтобы эмирский взор насладился созерцанием ее совершенств. Старухи немедля взялись за привычное дело. Они вымыли теплой водой заплаканное лицо Гюльджан, переодели ее в легкие шелка, насурмили ей брови, нарумянили щеки, облили волосы розовым маслом выкрасили ногти в красный цвет. Затем вызвали из гарема его великое целомудрие главного евнуха, человека, славившегося когда-то своим распутством на всю бухару, призванного впоследствии этих своих знаний и опыта на эмирскую службу, оскопленного придворным лекарем и поставленного потом на одну из самых высших должностей в государстве. Его обязанностью было неусыпно следить за сташестьюдестью эмирскими наложницами, дабы они всегда имели соблазнительный вид и могли пробуждать страсть в эмире. Должность эта становилась с каждым годом все труднее, потому что эмир присыщался все больше, а силы его убывали. И главному Евнуху не раз приходилось получать утром от своего повелителя вместо награды десяток плетей, что, впрочем, не было для Евнуха слишком мучительным наказанием, ибо он, подготавливая прекрасных наложниц ко встречам с эмиром, переносил каждый раз мучения несравненно ужаснейшие и вполне сходные с теми, что обещаны распутникам в аду, где упомянутые распутники осуждены находиться все время среди нагих гурей, будучи сами прикованы железными цепями к столбам. Когда главный Евнух увидел Гюльджан, то отступил, пораженный ее красотой. — Она поистине прекрасна, — воскликнул он тонким голосом. — Ведите ее к эмиру, уберите ее прочь с моих глаз. Он пошел быстрыми шагами назад, биясь головой о стены, громко скрижища зубами и восклицая, — О, сколь мне тяжко, сколь горько! — Это благоприятный признак, сказали старухи, — Значит, наш повелитель будет доволен. Бедную безмолвную Гюльджан повели во дворцовый сад. Эмир встал, подошел к ней, приподнял чадру. Все визири, сановники и мудрецы закрыли глаза рукавами халатов. Эмир долго не мог оторвать взгляд от ее прекрасного лица. — Ростовщик не солгал нам, сказал он громко, выдать ему награду втрое против обещанного. Гюльджан увели, Эмир заметно повеселел. — Он развлекся, он повеселел, соловей его сердца склонился к розам ее лица, шептались придворные, завтра утром он будет еще веселее, слава Аллаху, гроза пронеслась над нами, не поразив нас ни громом, ни молнией. Придворные поэты, осмелев, выступили вперед и поочередно начали восхвалять Эмира, сравнивая в стихах лицо его с полной луной, стан его со стройным кипарисом, а царствование его с полнолунием. Царь поэтов наконец нашел случай произнести как бы в порыве вдохновения свои стихи, которые со вчерашнего утра висели на кончике его языка. Эмир бросил ему горсть мелких монет, и царь поэтов, ползая по ковру, собирал их, не забыв приложиться губами к эмирской туфле. Милостиво засмеявшись, Эмир сказал, «Нам тоже пришли сейчас в голову стихи». «Когда мы вышли вечером в сад, то луна, устыдившись ничтожества своего, спряталась в тучи, и птицы все замолкли, и ветер затих, а мы стояли великий, славный, непобедимый, подобный солнцу и могучий». Поэты все попадали на колени крича «О, великий, о, могучий, он затмил самого Рудеги!» А некоторые лежали ничком на ковре, как бы в беспамятстве. В зал вошли танцовщицы, за ними шуты, фокусники, факиры, и всех эмир вознаградил щедро. «Я жалею только», сказал он, «что не могу попелевать солнцу, иначе я приказал бы ему закатиться сегодня быстрее». Придворные отвечали под обострастным смехом. Глава двадцать вторая «Базар» гудел и шумел, были самые горячие часы торговли, народ продавал, покупал и обменивал, а солнце поднималось все выше, сгоняя людей в густую пахучую тень крытых рядов. В круглые окна тростниковых кровель отвесно падали яркие лучи полдня, стояли дымно-пыльными сквозными столбами, в их сиянии сверкала парча, блестел шелк, и мягким затаенным пламенем светился бархат. Всюду мелькали вспыхивая челмы, халаты, крашенные бороды, слепила глаза начищенная медь, с нею спорила и побеждала ее своим чистейшим блеском благородное золото, рассыпанное перед менялами на кожаных ковриках. Хаджана Средин остановил Ишакау той самой чайханы, с помоста которой месяц назад обратился к жителям Бухары с призывом спасти от эмирской милости горшечника Нияза. Немного времени прошло с тех пор, но Хаджана Средин успел крепко подружиться с пузатым чайханщиком Али, человеком прямым и честным, которому можно было довериться. Улучив минуту, Хаджана Средин позвал Али. Чайханщик оглянулся, на лице его выразилось недоумение. Голос, окликнувший его, был мужским, а перед собой он видел женщину. Это я, Али, сказал Хаджана Средин, не поднимая чадры. Ты узнал меня? И ради Аллаха, не таращи глаза, разве ты забыл о шпионах? Али, оглянувшись, провел его в заднюю темную комнату, где хранились дрова и запасные чайники. Здесь было сыро, прохладно, шум базара слышался глухо. Али, возьми моего ишака, сказал Хаджана Средин, корми его и держи всегда на готове, он может понадобиться мне в любую минуту, и никому ни слова не говори обо мне. Но почему ты переоделся женщиной, Хаджана Средин, спросил чайханщик, прикрывая плотнее дверь. Куда ты собрался? Я иду во дворец. Ты с ума сошел, воскликнул чайханщик. Ты хочешь сам положить голову прямо в пасть тигру? Так нужно, Али, скоро ты узнаешь почему. И давай простимся на всякий случай, я иду на опасное дело. Они крепко обнялись, у доброго чайханщика выступили слезы и покатились по круглым красным щекам. Он проводил Хаджуна Средина и, подавляя тяжелые вздохи, колыхавшие его живот, вышел к своим гостям. Тревога терзала сердце чайханщика. Он был грустен, рассеян. Гостям приходилось дважды и трижды звенеть крышками чайников, напоминая ему о своей неутоленной жажде. Сердцем чайханщик был там, у дворца, вместе со своим неугомонным другом. Стражники не впустили Хаджуна Средина. Я принесла несравненную амбру, мускус, розовое масло, говорил Хаджан Средин, искусно подделывая свой голос подженский. Пропустите меня в гарем, доблестные воины, я продам свой товар и поделюсь прибылью с вами. Иди, иди отсюда, женщина, торгуй где-нибудь на базаре, грубо отвечали стражники. Потерпев неудачу в своем предприятии, Хаджан Средин задумался и помрачнел. Времени у него было в обрез, солнце перешло уже за полуденную черту. Хаджан Средин обошел вокруг дворцовой стены. Камни лежали плотно, спаянной китайским раствором. Ни одной дырки, ни одной щели не обнаружил в стене Хаджана Средин, а выходы арыков были забраны частыми чугунными решетками. Я должен попасть во дворец, сказал себе Хаджан Средин. Это мое непреклонное решение, и я его выполню. Если Эмир отнял у меня невесту по небесному предопределению, то почему для меня не может быть предопределение проникнуть во дворец и вернуть ее? Я даже чувствую где-то в глубине души, что такое предопределение есть для меня. Он пошел на базар. Он верил, что если решение человека непреклонно и мужество неистощимо, предопределение всегда придет на помощь к нему. Из тысячи встреч, разговоров и столкновений непременно будет одна такая встреча и одно такое столкновение, которые вкупе создадут благоприятный случай, и умело воспользовавшись им, человек сможет опрокинуть все препятствия на пути к своей цели, выполнив тем самым предопределение. Где-нибудь на базаре Хаджуна Средина ждал такой случай. Хаджа Насредин верил в это непоколебимо и отправился на поиски его. Ничто не ускользало от внимания Хаджина Средина. Ни одно слово, ни одно лицо в шумной многотысячной толпе. Его ум, слух и зрение обострились и достигли той степени, когда человек с легкостью перешагивает границы, поставленные ему природой и, конечно, одерживает победу, так как противники его остаются в то же самое время в своих обычных человеческих пределах. На перекрестке ювелирного и мускусного рядов Хаджана Средин услышал сквозь шум и гул толпы чей-то вкратчивый голос. — Ты говоришь, что муж разлюбил тебя и не разделяет с тобой ложа. Твоему горю можно помочь, но для этого мне нужно посоветоваться с Хаджой на Среддином. Ты слышала, конечно, что он находится в нашем городе. Узнай, где он скрывается, скажи мне, и тогда мы вместе с ним вернем тебе мужа. Приблизившись, Хаджа на Среддин увидел рябово шпиона-гадальщика. Перед ним стояла женщина, держа в руке серебряную монету. Гадальщик, раскинув на коврике свои бобы, перелистывал старинную книгу. — Если же ты не разыщешь Хаджуна Среддина, — говорил он, — тогда горе тебе, о, женщина, и муж твой навсегда покинет тебя. Хаджа на Среддин решил проучить гадальщика. Присел на корточке перед ковриком. — Погадай мне, о, мудрый провидец чужой судьбы. Гадальщик раскинул бобы. — О, женщина! — вдруг воскликнул он, словно бы пораженный ужасом. — Горе тебе, женщина, смерть уже занесла над тобой свою черную руку. Вокруг собралось несколько любопытных. — Я мог бы помочь тебе и отвести в сторону удар, но в одиночку я бессилен это сделать, продолжал гадальщик. Мне необходимо посоветоваться с Хаджой на Среддином. Если бы ты могла узнать, где он скрывается и сказать мне, жизнь твоя была бы спасена. — Хорошо, я приведу к тебе Хаджу на Среддина. — Ты приведешь его? — Гадальщик вздрогнул от радости. — Но когда? — Я могу привезти его хоть сейчас, он совсем близко. — Где он? — Рядом, в двух шагах. Глаза гадальщика вспыхнули алчным огнем. — Я не вижу. — Ну, ты ведь гадальщик, неужели ты не можешь догадаться? — Вот он. Женщина резко откинула чадру, и гадальщик в изумлении отшатнулся, увидев перед собой лицо Хаджина Среддина. — Вот он, повторил Хаджа на Среддин, о чем же ты хотел со мной посоветоваться? Ты все врешь, ты не гадальщик, ты эмирский шпион, не верьте ему, мусульмане, он обманывает вас, он сидит здесь, чтобы выследить Хаджу на Среддина. Гадальщик озирался, шнырял глазами, но вблизи не увидел ни одного стражника. Со слезами на глазах и зубовным скрежетом он позволил Хадже на Среддину уйти. Толпа вокруг грозно роптала. — Эмирский шпион, грязная собака, неслось отовсюду. Трясущимися руками гадальщик свернул свой коврик и бросился со всех ног во дворец. Глава двадцать третья В караульном помещении было грязно, пыльно, вонючее и дымно. Стражники сидели на протертой кашме, служившей гнездовьем для блох, и мечтали, почесываясь о поимке Хаджина Среддина. — Три тысячи таньга, — говорили они, — подумать только три тысячи таньга и должность главного шпиона. — Ведь кому-нибудь выпадет на долю это счастье. — Ах, если бы мне... — вздохнул толстый ленивый стражник, самый глупый из всех, которого до сих пор не прогнали со службы только потому, что он наловчился глотать целиком сырые яйца, не повредив скорлупы, чем развлекал иногда светлейшего эмира, получая от него небольшие подачки, но зато впоследствии испытывая жесточайшие муки. Рябой шпион ворвался в караульное помещение, как вихрь. — Он здесь! Хаджана Среддин на базаре! Он переоделся женщиной! стражники на бегу хватая оружие бросились к воротам. Рябой шпион бежал за ними крича «Награда моя! Вы слышите? Я первым увидел его! Награда моя!» Народ, завидев стражников, кинулся в рассыпную. Началась давка, базара хватило смятение. Стражники врезались с налету в толпу, самый усердный из них, мчавшийся впереди, схватил какую-то женщину и сорвал чадру, обнажив перед всеми ее лицо. Женщина пронзительно закричала. Ей ответил издалека столь же пронзительный женский вопль. Вот закричала, вырываясь из рук стражников, третья женщина, четвертая, пятая. Через две минуты весь базар наполнился женским визгом, воплями, криками и рыданиями. Толпа замерла, ошеломленная и оцепеневшая. Такого кощунства никогда еще не было в Бухаре. Многие побелели, иные побагровили. Ни одно сердце не билось спокойно в эту минуту. Стражники продолжали бесчинствовать, хватали женщин, толкали, швыряли, били, срывали одежду. «Спасите, спасите!» кричали женщины. Над толпой грозно поднялся голос кузнеца Юсупа. «Мусульмане, что вы смотрите? Мало того, что стражники обирают нас, они еще позорят наших жен среди бела дня». «Спасите!» кричали женщины. «Спасите!» Толпа загудела, зашевелилась. Какой-то водонос услышал голос своей жены, бросился к ней, стражники оттолкнули его, но к нему на помощь подоспели два ткача и три медника и отбросили стражников. Началась драка. Она разрасталась стремительно, стражники размахивали саблями, а на них со всех сторон летели горшки, подносы, кувшины, чайники, подковы, поленья, стражники не успевали увертываться. Драка охватила весь базар. Эмир в это время сладко почивал у себя во дворце. Вдруг он вскочил, подбежал к окну, открыл его и в ужасе захлопнул опять. Прибежал Бахтияр, бледный, с трясущимися губами. «Что это?» бормотал Эмир. «Что творится на площади?» «Где пушки?» «Где Арсланбек?» вбежал Арсланбек, упал вниз лицом. «Пусть повелитель прикажет рубить мою голову». «Это что?» «Что творится на площади?» Арсланбек ответил, не поднимаясь. «О, владыка, подобный солнцу и затмевающий, хватит!» Эмир в ярости топнул ногой. «Да скажешь потом, что творится на площади?» «Хаджан Асреддин, он переоделся женщиной. Это все из-за него, из-за Хаджина Асреддина. Прикажи, повелитель, отсечь мою голову». Но до того ли было сейчас Эмиру. Глава двадцать четвертая Сегодня Хаджан Асреддин берег каждую минуту своего времени. Поэтому он не стал задерживаться и, своротив мимоходом челюсть одному стражнику, сокрушив зубы второму и превратив в лепешку нос третьего, благополучно вернулся в Чайхану своего друга Али. Здесь, в задней комнате, он скинул женскую одежду, увенчал свою голову цветной бадахшанской челмой, прицепил фальшивую бороду и в таком виде уселся на самое высокое место в Чайхане, откуда ему было удобно наблюдать побоище. Стражники, теснимые со всех сторон народом, сопротивлялись яростно. Свалка завязалась возле самой Чайханы у ног Хаджина Средина. Он не утерпел и вылил на стражника свой чайник, причем так ловко, что весь кипяток угодил прямо за шиворот ленивому и толстому поглотителю сырых яиц. Стражник завыл, повалился на спину, болтая руками и ногами. Хаджан Средин, даже не взглянув на него, снова погрузился в раздумье. Вдруг он услышал старческий надтреснутый голос. — Пропустите, пропустите меня во имя Аллаха, что здесь творится? Неподалеку от Чайханы в самые гуще дерущихся возвышался на верблюде горбоносый седобородый старик, по виду и одежде араб. Конец его чалмы был подвернут, что свидетельствовало о его учености. Перепуганный насмерть он прижимался к верблюжьему горбу, а вокруг кипело побоище. Кто-то тащил старика за ногу с верблюда и не отпускал, хотя старик неистово дергался, стараясь освободиться. Кругом кричали, хрипели и свирепо выли. В поисках безопасного места старик кое-как пробился к чайхане. Озираясь и вздрагивая, он привязал за ногу верблюда рядом с ишаком Хаджина Средина и взошел на помост. Ради Аллаха, что у вас творится здесь, в Бухаре? Базар, кратко ответил Хаджан Средин. И что же, у вас в Бухаре всегда такие базары? И как же я теперь проберусь во дворец через это побоище? Когда он произнес слова во дворец, Хаджана Средин мгновенно понял, что встреча с этим стариком и есть как раз та единственная встреча, тот самый случай, с помощью которого можно выполнить задуманное, проникнуть в Эмирский гарем и освободить Гюльджан. Но торопливость, как известно, есть свойство дьявола, и кроме того всем памятны стихи мудрейшего шейха Саади Ширасского. Только терпеливый закончит дело, торопливый же упадет. Хаджана Средин свернул ковер нетерпения и уложил его в сундук ожидания. О, всемогущий Аллах, о, убежище верных, вздыхал и охал старик. Как же я теперь проберусь во дворец? Подожди здесь до завтра, ответил Хаджана Средин. Я не могу, воскликнул старик. Меня ждут во дворце. Хаджана Средин засмеялся. О, почтенный и убеленный сединами старец, я не знаю твоего звания и твоего дела, но неужели ты думаешь, что во дворце не смогут обойтись без тебя даже до завтра? Многие почтенные люди у нас в Бухаре не могут неделями попасть во дворец. Почему же ты думаешь, что для тебя будет сделано исключение? Да, будет известно тебе, с важностью ответил старик, несколько уязвленный словами Хаджина Средина. что я знаменитый мудрец, звездочет и лекарь, и прибыл сюда из самого Багдада по приглашению эмира, дабы служить ему и помогать в правлении государством. — О, сказал Хаджина Средин, почтительно кланяясь. — Привет тебе, мудрый старец. Мне приходилось бывать в Багдаде, я знаю тамошних мудрецов, скажи мне свое имя. — Если ты был в Багдаде, то, конечно, слышал обо мне и моих заслугах перед Калифом, которому спас я от смерти любимого сына, о чем объявлено было по всему государству. — Гусейн Гуслия мое имя. — Гусейн Гуслия? — воскликнул Хаджина Средин. — Неужели ты и есть сам Гусейн Гуслия? Старик не смог скрыть улыбки, весьма довольный тем, что слава его разнеслась так далеко за пределы родного Багдада. — Чем ты удивляешься? — продолжал старик. — Ну да, я и есть тот самый Гусейн Гуслия, знаменитый великий мудрец, равного которому нет ни в мудрости, ни в умении вычислять звезды, ни в искусстве излечивать болезни. Но я совершенно лишен гордости и самодовольства. Видишь, как просто я разговариваю с тобой ничтожным. Старик придвинул подушку, облокотился на нее, собравшись простереть далее свое снисхождение к собеседнику и подробно поведать ему о своей великой мудрости, в расчете, что собеседник, движимый тщеславием, начнет потом на всех перекрестках рассказывать о встрече со знаменитым мудрецом гусейном гуслия, превозносить его мудрость и даже преувеличивать, дабы вызвать у слушателей еще больше почтения к нему, а тем самым и уважения к себе. Потому что именно так поступают всегда все люди, удостоившиеся внимания высоких особ. «И этим он будет способствовать умножению и укреплению моей славы среди простого народа», думал гусейн гуслия. «Это тоже не лишнее. Разговоры в простом народе дойдут через шпионов и соглядатаев до слуха самого эмира и подтвердят перед ним мою мудрость, ибо подтверждение со стороны есть бесспорно самое лучшее подтверждение. И в конце концов из всего этого я смогу извлечь для себя пользу». Дабы окончательно убедить собеседников своей необыкновенной учености, мудрец начал рассказывать о созвездиях, о расположении их, поминутно ссылаясь при этом на великих мудрецов древности. Хаджана Средин слушал внимательно стараясь запомнить каждое слово. «Нет», сказал наконец Хаджана Средин, «я все-таки не могу поверить. Неужели ты и есть тот самый Гусейн Гуслия?» «Конечно», воскликнул старик, «что в этом удивительного?» Хаджана Средин опасливо отодвинулся, затем воскликнул с тревогой и состраданием в голосе, «О, несчастный, пропала твоя голова!» Старик поперхнулся, выронив чашку. Это было как в шахматной игре, в которой, кстати, лишь очень немногие могли бы потягаться с Хаджой на Средином. Вся важность и высокомерие слетели со старика мигом. «Как? Что? Почему?» спрашивал он испуганно. Хаджана Средин указал на площадь, где не совсем еще затихло побоище. «Да ты разве не знаешь, что все это смятение из-за тебя? До слуха сиятельного эмира дошло, что ты, выезжая из Багдада, всенародно поклялся проникнуть в эмирский гарем и обесчестить эмирских жен». Челюсть мудреца отвисла, глаза побелели, он начал часто икать от страха. «Я?» пробормотал он. «Я в гарем? Ты поклялся в этом подножием трона Аллаха. Так объявили сегодня глашатые. И наш эмир велел схватить тебя, едва ты вступишь в город и немедля отрубить тебе голову». Мудрец застонал в изнеможении. Он никак не мог сообразить, кто из его врагов ухитрился нанести ему такой удар. В остальном же он не усомнился, ибо сам в придворной борьбе не раз сокрушал своих врагов подобными способами и с удовлетворением любовался потом их головами, торчащими на шестах. И вот сегодня Эмиру донесли, что ты приехал, и он повелел стражникам схватить тебя. Стражники кинулись на базар, начали всюду тебя искать, перерывать лавки, и разрушилась торговля, и возмутилось спокойствие. По ошибке стражники схватили одного человека, похожего на тебя, и в торопях отделили ему голову, а он оказался мулой, известным своим благочестием и добродетелями. Паства его мечети вознегодовала, и посмотри, что творится теперь по твоей милости в Бухаре. — Ой, я несчастный, — воскликнул мудрец в ужасе и отчаянии. Он принялся горестно восклицать, стонать и жаловаться, из чего Хаджана Средин заключил, что достиг полного успеха в своем намерении. Драка тем временем отодвинулась к воротам дворца, куда один за другим скрывались избитые и помятые стражники, растерявшие свое оружие. Базар гудел, волновался, но уже тише прежнего. — В Багдад, стяная восклицал мудрец, обратно в Багдад. — Но тебя схватят у городских ворот, возразил Хаджана Средин. — О, горе, о, великое бедствие! Аллах видит, что я невиновен! Никогда и никому я не давал столь дерзкой, столь нечестивой клятвы! Это мои враги оклеветали меня перед эмиром! Помоги мне, добрый мусульманин! Хаджан Средин только этого и ждал, ибо не хотел первый предлагать мудрецу свою помощь, чтобы не возбудить в нем подозрений. — Помочь? — сказал он. — Чем же я могу тебе помочь, не говоря уже о том, что я, как преданный и верный раб моего владыки, должен предать тебя без промедления в руки стражников? Мудрец икая и дрожа устремил на Хаджу на Средина умоляющий взгляд. — Но ты говоришь, что тебя оклеветали невинно, поспешил успокоить его Хаджа на Средин. Я верю тебе, потому что ты находишься в столь преклонном возрасте, когда в гареме делать нечего. — Справедливо, воскликнул старик. — Но существует ли для меня путь к спасению? — Существует, ответил Хаджа на Средин, повел старика в темную заднюю комнату чайханы и там вручил ему узел с женской одеждой. Я купил это сегодня по случаю для моей жены, и если хочешь, могу обменять на твой халат и челму. Под женским покрывалом ты укроешься от шпионов и стражников. Старик с изъявлением восторга и благодарности схватил женскую одежду, натянул на себя. Хаджа на Средин облачился в его белый халат, надел его челму с подвернутым концом, опоясался широким поясом, покрытым изображением звезд. Старик предлагал обменять и своего верблюда на ишака, но Хаджа на Средин не захотел расставаться со своим верным другом. Хаджа на Средин помог старику взобраться на верблюда. Да хранит тебя Аллах, о мудрец! Не забывай только, что со всеми ты должен говорить голосом тонким, как у женщины. Старик погнал верблюда крупной рысью. Глаза Хаджина Средина сияли, путь во дворец был открыт. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установке подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установке перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделке вагонкой, панелями ПВХ, установке подвесных потолков. обращаться по телефону 8903-689-3623 Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич